Так, ну ладно. Коллеги, время. Мы его не можем терять, и мы начинаем. Слово имеет директор ГАИШ МГУ, член-корреспондент РАНК, Константин Александрович Паснов. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что мы собрались в столь раннее время в нашем институте. Мы благодарны астрономическому обществу, в первую очередь, и научному совету Российской академии наук по астробиологии за то, что мы выбрали эту площадку для проведения такого замечательного семинара дневного «Астрономические проблемы происхождения и развития жизни. Молодой Солнце и Земля». Это наша встреча, это, наверное, первая встреча научная, которая посвящена памяти нашего выдающегося коллеги, академика Михаила Яковлевича Марова. И он, хотя и не работал у нас здесь в ГАИШе, но очень часто приходил, часто выступал в этом зале. И я надеюсь, что наша сегодняшняя программа, которая включает мемориальную часть и научную часть, будут достойным, так сказать, вкладом его памяти, у человека, который сделал колоссальные достижения, как имеет колоссальную заслугу перед отечественной наукой. И особенно вот в области, о которой будет здесь идет речь, речь будет идти о космогонии, о проблемах возникновения жизни. И очень приятно, что здесь находится Ольга Борисовна Длужневская, которая расскажет о Михаиле Яковлевиче Марове. Сегодня нам и другие коллеги, которые с ним работали очень тесно, сотрудничали на протяжении всей его очень трудотворной жизни, и в последние годы особенно, когда он больше всего интересовался именно этими проблемами. Ну, я думаю, что программа, значит, у нас обширная и напряженная, я бы сказал. Весьма. Поэтому я не буду тратить большое время, а передам слово Владимиру Юрьевичу Абридко, который будет вместе с Николаем Николаевичем самыми главными действующими лицами сегодня. Так что, Владимир Юрьевич, вам слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, я постараюсь сказать всего лишь несколько слов. Эта конференция на самом деле некое продолжение той, которая была в 2014 году, на которой, кстати, Михаил Яковлевич в заключительном слове внес очень важный вклад, выступал с большим докладом. Сейчас кое-что изменилось, кое-какие новые результаты имеются и в области биологической, в области астрономической. И где-то с лета после Пущинской конференции мы решили, что имеет смысл хотя бы в сжатом виде снова это провести. Конференция вот готовилась буквально с лета. К сожалению и к несчастью, она уже после программы, когда была сформирована полностью, скончался Михаил Яковлевич, на которого мы рассчитывали, как на участника. И, естественно, пришла в голову мысль посвятить эту конференцию, уже сформированную, посвятить ее памяти Михаила Яковлевича. Я нисколько не преувеличиваю значение нашей конференции, потому что Михаил Яковлевич занимался столькими и многими направлениями, что здесь, вероятно, хватит на десяток конференций. Поэтому мы не могли менять полностью всю программу и сделали только несколько мемориальных выступлений. В остальном же я окончаю только одно замечание. Ну, во-первых, естественно, как всегда, не забывайте заблаговременно класть своей презентации. Есть договоренность с руководством «Астрономического вестника», где Михаил Яковлевич 30 лет был главным редактором, что статьи могут идти туда, но размер публикаций там ограниченный, насколько я помню. Поэтому, да, и только на русском языке, а с переводом, правда, в будущем. И приглашаем тех, кто захочет опубликовать обширные большие обзоры или просто большие исследования на английском языке в журнал нашего общества «Астрономика Астрофизикал Трансэкшнс» на английском языке. Публикация обычно занимает несколько месяцев, и он вполне цитируемо отражен в АДС. Это пока все, а остальное по ходу дело. Желаю вам приятных... Что? Скопус. Я слабо это... Он отраженный будет отражаться во всем, что мы сможем сделать. Мне вчера достаточно серьезно говорили, что скопус скопусом, но его можно включить в базу Индс, я подумаю. Да, да, и нужно, и пусть будет... Видимо, нужно. Да, везде, где только будет. Так, коллеги, я рад приветствовать всех собравшихся от имени Международной общественной организации «Астрономическое общество». Михаил Яковлевич был большим другом «Астрономического общества». А такие вот конференции, семинары – это одно из важнейших направлений уставной деятельности «Астрономического общества». Поэтому мы придаем этому совещанию. Достаточно большое значение. Я бы сказал, Владимир Анахимович, скромно ничего, мы придаем большее значение, мы очень серьезное значение придаем этому совещанию. Михаил Яковлевич прожил большую жизнь. До 90-го он дожил. Но, к сожалению, до нашего совещания он не дожил. Он скончался 30-го ноября прошлого года. И мы посвящаем от души, посвящаем это наше совещание памяти этого замечательного человека. И первой у нас выступит Ольга Борисовна Дружневская с сообщением о Марве Михаиле Яковлевиче, ученом и человеке. Уважаемые коллеги и дорогие друзья, я благодарна Ордкомитету конференции за очень хорошее предложение рассказать вам о любимом человеке. Я очень рада была этому предложению, но потом поняла, какую огромную ножку я на себя взвалила. Ведь это все равно, что объять необъятное. Мы с Михаилом Яковлевичем познакомились в 1966 году. И у нас как-то жизнь шла параллельно. Мы участвовали в работе одних и тех же организаций, часто большими периодами. Это и Международный астрономический союз, ЮНЕСКО, Совет по астрономии и многие другие организации, в которых мы одновременно как-то были и общались практически всю свою жизнь, зная о том, кто что делает. У каждого была семья, но в 2001 году у Миши умерла жена. И мы объединили свои судьбы и с тех пор практически были неразлучными. Мы ездили вместе в мои командировки по моим делам, на его мероприятия я тоже ездила с ним. Мы ездили и в экскурсии, и даже в магазины. Когда приходили в магазины, поодиночке нас спрашивали, а где бабушка, а где дедушка. И друзья нас называли неразлучниками. Вот об этом периоде, 22-летнем периоде с 2001 года, так сказать, прошлый ноябрь, мы так и практически не расставались. Поэтому я, конечно, была в курсе всех его дел. Мы часто вместе, то есть не часто, всегда просто работали вместе. Он работал, а его основной рабочий день начинался после того, как он приезжал домой, поезд и садился до половины 12-го. Ну, я была обычно напротив, что-то тоже делала так, что этот период оказался очень плодотворным, особенно после того, как он в 2008 году перешел в Геохи. Вот. Ну, сначала маленькое биографическое, что называется, видение. 290 лет назад в семье Маровых родился мальчик Миша. Папа к тому времени прошел 3 войны. Это Гражданская, Холхенгол и Финская компания. В 1939 году он вернулся домой, работал директором Измайловского парка, а потом ушел на Отечественную войну, с которой вернулся в чине капитана с орденом Красной Звезды и очень тяжелым ранением. Мама Миши работала в Институте химического машиностроения на кафедре физкультуры. Была очень хорошей спортсменкой и чемпионкой Москвы по спортивной гимнастике. А воспитанием занималась бабушка, которая, кстати, воспитала и маму. Вот. И бабушка вложила в Мишу основы нравственности, морали. Так что вот первое он получил от бабушки. Дальше у него было среднее образование и тоже очень фундаментальное, что называется. Он учился в одной из лучших московских школ. Это бывшая Елизаветинская гимнадия, школа 330, которая сохранила традиции, включая предметы, которые не преподавались в большинстве наших школ. Это латынь, это римское право, это логика и риторика. Вот Миша до последнего часто цитировал Виргинию. Вот, что приятно было очень слушать. Вот. После... В школе же у него проявились черты лидера. Он возглавлял в младших классах пионерскую организацию, в старших классах был секретарем комсомольской организации школы. Очень хорошо учился. Золотой медалью закончил школу. Поступил в технический университет Баумана, который тоже успешно закончил и получил по распределению места в РКК «Энергия». В это время случилось то, что определило его дальнейшую судьбу. На одном из его докладов был Келдыш. Миссисал Силовичу понравился этот молодой человек. И он пригласил его работать в свой институт, в институт прикладной математики, директором которого он был на должность заведующего отделом планет Солнечной системы. Вот тут мы познакомились на совещании в Харькове. Я тогда занималась Марсом. И с тех пор, вот я как говорю, что мы очень часто, так сказать, работали в одних и тех же организациях. Ой, пропустила я институт. Вот это он, студент Бауманского института. Очень хорошая фотография, по-моему. Вот с Келдышем. И вот работа под руководством Мстислава Силовича продолжалась достаточно долго, потому что когда организовывался межведовственный совет по космическим проблемам, он пригласил его быть ученым-секретарем, а потом его заместителем. Вот тоже тогда мы работали параллельно, потому что ученые-секретари координационных советов должны были присутствовать на всех заседаниях президиума, академии, на общих собраниях и вообще на всех мероприятиях важных. А я была ученым-секретарем с 68-го года астрономического совета. Вот. Ну, что можно сказать? Следующее поручение, это очень интересная вещь, которая тоже заняла у Миши 17 лет. Это руководство проектом полета к Венере. Миша говорит, что когда он пришел и сказал, что как я могу браться за это дело, я ничего не понимаю в этом. Ну, это... Миссисал Силович сказал одно слово. Научитесь. И вот последующую всю жизнь Миша учился. Он все время учился. Это просто до самых последних дней. Но то, что касается Венеры, это, конечно, огромный вклад. Никто, кроме него, ничего подобного в этом отношении не сделал. Даже вот за границей это дело все признается. И опять же, забавный факт, вы извините, что я личных вещей касаюсь, но... Ну, уж так жизнь сложилась. В то время ученым секретарем Института тепловых процессов был мой муж, Лев Борис Злужневский. Работал он вместе с Авдуевским. И вот этот отдел как раз занимался разработкой теплозащиты, термозащиты от контейнера. Поэтому Миша там часто бывал. Естественно, они хорошо друг друга знали. Мы даже Новый год как-то за одним столом встречали в Доме ученых то ли в 80-й, то ли в 81-й. Значит, я говорю, что жажда знаний у него была до самого конца. Он каждый раз обладевал чем-то новым. Причем вот эти области, это были, ну, целиком... Вот посмотрите, вот область его и научных интересах. Это его формулировки. Каждый он становился, что называется, специалистом. Ну, об этом может свидетельствовать то, что вот эта конференция ему посвящена. И то, что Совет по астрономии в 1922 году предоставил как одно из важнейших достижений за год его статью, опубликованную в астрономическом журнале по астрономическим, по-моему, и космохимическим аспектам жизни, просто жизни. Вот так что вот такой огромный кругозор, огромная эрудиция. Его можно было спросить по любой из этих проблем, что-то конкретное, он тут же отвечал. А то, что касается всяких параметров и величин, можно было его спросить, какой-нибудь закон он тут же мог написать физически, скажем, я как-то разбудила, говорю, помнишь закон Максвелла? Он тут же встал, написал. Вот и так далее. Вот и память, и эрудиция – это удивительные черты. Причем до последнего времени он великолепно соображал, все помнил, все знал, что когда-то изучил. Ну, что оставляет ученый после себя? Ну, естественно, опубликованные результаты своих трудов. Вот это, это монографии, это только монографии. Я тут понимаю, что вы ничего не видите, и я ничего не вижу тоже, поэтому вот этот список я разделила на два. Убрала все, кроме названия, даты выпуска и количество страниц. По-моему, не ошиблась. Вот эта тематика, по первой тематике, это Солнечная система, планеты. Вот как это выглядит. Тут много интересного, но я хочу обратить ваше внимание на одну монографию. Это планеты Солнечной системы. Она вышла в 1975 году, много раз переиздавалась, потому что была востребованность. Вот вы знаете, после Воронцова-Вильяминова у нас никто не писал обзоров таких больших по какой-то проблеме. Но вот эта книга вышла и сразу за нее ухватились. Вот она переиздавалась несколько раз, потом настало время, когда нету, востребованность была. В 1920 году к Мише обратились с просьбой об втором издании этой книги. Он отказался, сказал, что ему проще написать новую, чем редактировать то, что было в 1975 году. Но согласился на идентичное издание, и она в 1920 году вышла в том варианте, в каком была в 1975, говорят, вполне актуально. Вот так. Вот вторая половина. Здесь в основном главное внимание уделено газодинамике. Это проблемы, которые разрабатывались им вместе с его, ну, можно сказать, учеником, первым его учеником и коллегой в течение многих лет, он сейчас занимает его должность в Институте прикладной математики, это Александр Владимирович Колесниченко. С ним написано вот это все, практически все эти монографии. И самое интересное, что вот турбулентность и самоорганизация претерпела пять изданий на разных языках. Вот вы видите, наверное, эту строчку. Вот это удивительно, конечно. Я еще благодарна очень в лаборатории Геохи за предоставленные вот два слайда. Это монографии и книги, написанные сотрудниками лаборатории. Ну, естественно, тут доля Миши тоже большая. Вот это проблема и вот это. Вот. Ну, а вот теперь его монографии, его, что называется, личные. Ну, первая страница, первая линия, линия, это то, что посвящено или имеет отношение к Келдышу, которому он, так сказать, всю жизнь был благодарен как учителю. Самое главное, это вот первая книга, написанная в соавторстве. Затем книга, посвященная ему как учителю, книга о Венере, значит, солнечные системы, и последняя, это экзопланеты. Хотя это самая последняя его монография, которую он написал, значит, наверное, в прошлом году. Вот. Но она по теме так подходит сюда. Вторая строчка, это вот эти как раз книги, написанные в соавторстве Сколесниченко. Вот средняя, это та, о которой я говорю, которая претерпела пять изданий на разных языках. Вот последняя строчка, это уже, так сказать, ну не то, что популяризаторская, но это книги для всех интересующихся астрономией и космическими исследованиями. Вот я даже не поленилась, что называется, принесла вот эту книгу, но в русском варианте. Она вышла первый раз в английском. Написана она с человеком, который занимал Хантресом, который занимал очень высокие посты в НАСА. И в его распоряжении был архив всех наших запусков, удачных, неудачных, вообще все на свете. И вот этот архив вот здесь опубликован очень подробно, с комментариями, а на обороте вот здесь написано под заголовок первые на Луне, первые на Марсе, первые на Венере, то есть первые на Венере, первые на Марсе, что подчеркивает наши приоритеты космических исследованиях, во всяком случае, в те годы. Я думаю, что сейчас, особенно, когда у нас такая ситуация сложная, она великолепно смотрится, так что хотите, посмотрите, потом полистайте. Вот, ну и, конечно, конечно, это космос. Космос – это, по-моему, энциклопедия для всех интересующихся астрономии. Она претерпела три издания. Вот я здесь принесла тоже специально показать, как он работал над переизданием книги. Вот он выпустил в 16-м году первое издание этого космоса. Не был удовлетворен, говорит, мало. Вот он три первых тома взял, и вот это закладки, они по разным, так сказать, категориям, это добавление, исправление и прочее для второго издания. Второе издание вышло, он опять сказал, нет, надо еще дорабатывать. Вот эта книга уже второе издание. И вот здесь 129 правок, которые вынесены были для того, чтобы было третье издание. Вот, то есть он читал снова всю книгу и вот ее таким образом правил. Ну вот, что я еще хочу сказать по этому поводу. Вот как он работает. Вот книга лежит слева, вот он в нее залезает, вот он пометки делает, и увидел, что я его фотографируя. Как он оценивал свой вклад в науку? Вот это его собственные слова. И на этом, наверное, научную часть я заканчиваю. Теперь я хочу рассказать, если у меня есть время, я надеюсь, что еще есть, о его других работах. Преподавательская деятельность, популяризаторская деятельность, международные контакты, совместные работы, ЮНЕСКО, ну что еще, ну что-то там еще будет. А, вот да, значит, вот такая интересная вещь. Значит, он дружил, то есть у него были хорошие отношения с Королевым, и подружился с его дочкой Натальей Сергеевной, которая потом стала практически другом нашей семьи, бывала на всех наших, так сказать, значимых мероприятиях, днях рождения и прочее. Вот, а каждый год, 12 января, в день рождения Сергея Павловича, она приглашала всех на Красную площадь, к Кремлевской стене, к могиле для возложения цветов. Вот здесь стоит, я почему этот кадр взяла, здесь стоит Рогозин, вот он, по-моему, один раз участвовал в этом деле, вот рядом с ней, она маленькая такая, вот, потом всех приглашали на квартиру, чтобы отметить этот день. Квартира Натальи Сергеевны соединена с другой квартирой, в которой музей, музей Сергея Павловича. Вот участники этого мероприятия в этом музее. В основном это космонавты с женами. Так, преподавательская деятельность. Ну, надо сказать, что Садовничий предложил Мише читать курсы лекций, межфакультетский курс лекций в МГУ, что он и делал несколько лет. На него приходили студенты из 10 факультетов и лекции пользовались большим успехом. Но самая интересная его работа в этом плане это участие более 20 лет в Международном космическом университете. Международный космический университет имел свою, что называется, штаб-квартиру в Страсбурге, проводил зимние организационные заседания там. А летние сессии в различных странах, причем широко очень по земному шару. Это и Америка, это и Латинская Америка, и Азия, и Европа. Вот это в восьмом году заседание в Барселоне. Это состав, преподавательский состав. Вот. А вот все эти сессии имели, кроме Мишиных лекций, два таких исторических события. Первое событие, поскольку это во второй половине июля всегда проходило, это день рождения Михаила Яковлевича 28 июля, который там отмечался достаточно широко. А второе, это заключительная лекция, его лекция, заключительная лекция на сессии. Неважно, где, когда, как была сессия, но обязательно лекция по космологии и огромное количество желающих слушать, смотреть и задавать вопросы. Вот это в Америке, это в Израиле, это в Дельфте, в Дании. Вот. На этих сессиях бывали иногда американские космонавты. Вот это доктор Хокман, это ученый, который пять раз бывал на орбите, выступил с очень интересным докладом. А вот это это Бас Олдрин, который вместе с Армстронгом ходил по Луне. Ну, у него доклад особенно интересным не был, а в синем блузе это декан факультета астрономии и астрофизики вот этого космического университета. Как-то вот после окончания вдруг вот этот самый Уконноли декан прибегает с двумя сотрудниками и с нашим флагом говорит, мы хотим с ним с вами сфотографироваться. Вот мы сфотографировались. Вот об этом все свидетельствует свидетельство о том, что отношения были великолепные, понимаете, и уважительные, и все. Ну, а вот интересно то, что опять же заседал комитет в декабре в Страсбурге, а в это время у меня тоже было заседание научного совета Страсбургского центра звездных данных, членом которого я была как директор филиала для Советского Союза и соц. стран, и мы тоже там по Страсбургу вместе гуляли, так что вот видите, сколько всего так, могу про сотрудничество рассказывать? Могу не рассказывать, как хотите, коротко. Значит, сотрудничества у него было очень много, я остановлюсь на одном, очень кратко, это сотрудничество с Индией. Мы ездили несколько раз в Пуну, это под Бомбеем 400 километров, вот там Международный университет астрономии и астрофизики с Большим Банком данных, с которым мы сотрудничали, и мы с Мишей ездили на различные мероприятия, которые там проводились. Вот, иногда ездили на обсерваторию в Гималаях, это уже на севере далеко. Вот приехали туда, вот смотрите, это красивый снимок, одна из поездок, вот наверху обсерватория, великолепно выглядит, а это с дороги. Миша там сделал доклад и заключил соглашение по космическим проектам. Директором был Рам Сагар, вот он самый высокий, вот это академик Индийской академии наук и директор этой обсерватории. К сожалению, обсерватория не обладала большими инструментами, пользовалась двухметровым телескопом в Кавалуре. Ну, а им обещали дать деньги на телескоп и в результате они их получили и в 12-м году должен был быть поставлен сам инструмент. Тогда Сагар решил исследовать астроклимат и оказалось, что есть вершина, на которой лучше всего расположить инструмент. Стали это дело прорабатывать, но наткнулись в такое мощное сопротивление, потому что вершина была уже занята, там было капище бога Шивы, и на него совершали паломничество огромное количество людей и категорически были против того, чтобы что-то еще там было. Поэтому построили, ну, вот мы были, когда еще не построили, но выбрали место на склоне этого, этой вершины, и вот здесь должен быть телескоп. Интересная такая вещь, по дороге вот увидели это Хануман, царь-обезьян, как вы знаете, божество, думали, что это просто скульптура, оказалось, что это храм, который стоит и вот там у ног, ниже дороги значительно, со всякой атрибутикой. И вот это божество до того почитаем, и в этих местах, замдиректора вместе со всеми молятся каждый день полчаса у себя дома. Вот это вид оттуда, ЮНЕСКО, пролистать или все, или как? Николай Николаевич. Это уже, это уже. Да. Значит, ЮНЕСКО. ЮНЕСКО в 2004 году, сейчас, вот эта дама в белом пиджаке, это Анна Сидоренко-Дюлом, она из, так сказать, больших офицеров ЮНЕСКО, по ее инициативе была организована структура, так называемая тематическая инициатива астрономии и всемирное наследие в ЮНЕСКО, по которой мы начали работать для того, чтобы внести какие-то объекты в список всемирного наследия. Я сейчас скажу два слова просто, потому что большая работа была проведена, но коллективными усилиями, все-таки в прошлом году Казанской обсерватории это звание присвоено. Но сейчас речь не о том, когда в Казани в 2009 году они собрали огромную международную конференцию с заседанием Оргкомитета, была образована группа «Космическое наследие», возглавил которую Миша. Миша очень активно работал в этом направлении, но, к сожалению, как-то не очень у нас это дело шло, и сейчас он остался последним, вернее, единственным просто представителем России, так сказать, в группе, которую возглавляют уже американцы. Но то, что «Космическое наследие преуспело», говорит о том, что вот Анна Сидоренко защитила диссертацию по теме «Космического наследия», который оппонентом был Миша. Это вот был открыт планетарий на территории обсерваторий с именем Леонова. Леонов сам приехал на это событие. И маленькая, вот, это просто очень даже забавно, это тоже ЮНЕСКО в Каире. В Каире это заседание ЮНЕСКО было приурочено, вот послушайте, к дню рождения Рамзеса Второго Великого, самого знаменитого фараона, который жил 90 лет и 70 лет правил страной. Почему ЮНЕСКО так это все за это дело зацепилось? Потому что огромные деньги были в ЮНЕСКО потрачены, по-моему, самые большие в истории, на передоз вот этого храма огромного с территории, которое потом затопило водохранилище после строительства Асланской плотины, перевели на более высокое место его и храм его жены Нефертари. Вот, особенность в чем? Вот посередине там дверь, которая ведет внутрь, через залы в коридор, коридор длиной 70 метров. И лучи восходящего солнца в день рождения фараона освещают его статую, которая, вот я говорю, в глубине этого коридора. Вот он сидит в середине в окружении трех богов. Ну, все поехали, не все поехали, а многие поехали туда. Мы с Мишей решили, что это бесполезно, ничего все равно не увидишь, и скакали по пустыне в этот день, когда все отдыхали там. Это совещание, регулярное совещание в Санкт-Петербурге по вопросам безопасности космических полетов. Миша предоставлена была почетная возможность выстрелить из пушки в 12 часов дня, что предоставляется очень редко. Вот он три раза стрелял. Вот это была фотография моя, вот это, я думаю, монтаж прислали потом. Ну, вот последнее это Нарьянмар, это встреча, приезжали мы вместе с космонавтом Лазуткиным Александром, вот это пресс-конференция, это его лекция для студентов, это его лекция для школьников, а это общение с местным населением. Вот, ну, это Циолковские чтения, которые он тоже возглавлял 20 лет, все, я заканчиваю могилу, космонавты присутствующие, это наши домашние дела, то, что он делал, и хочу закончить, все, это правнук, который приезжал на день, на Новый год в 22-м году. Вот это его награды, Мишины, это он с наградами, ну, я говорю, талантливый человек, талантлив во всем, он был замечательным поэтом, и вот я заканчиваю все его четырьмя строфами из стихотворения, которое написано 20 лет назад, сразу после 70-летнего юбилея. Оно длинное, очень хорошее, но вот это вот часть. Все. Большое спасибо, Ольга Борисовна, большое спасибо. Так, коллеги, значит, общение с Ольгой Борисовной будет, пожалуйста, все время в кулуарах, а Анатолий Михайлович просит два слова сказать прямо по ее выступлению. Я хочу прежде всего поблагодарить Ольгу Борисовну за очень интересный и за очень трогательный доклад, но хочу добавить, что она не упомянула, видимо, из-за недостатка времени, тот факт, что Михаил Яковлевич принимал активное участие в создании справочника астронома России. Ольга Борисовна была инициатором как бы создания этого справочника. Мы 10 лет над этим справочником работали, и вот Михаил Яковлевич был членом редколлегии, он активно участвовал в создании справочника. Сейчас справочник издан в английской и русской версии и размещен на сайте Российской Академии Наук. Он доступен онлайн, как у нас, так и за рубежом. Спасибо. Спасибо большое. Значит, мы переходим ко второму выступлению. Ольга Касьяновна, пожалуйста. Я выступаю в научной части первой, наверное, потому, что нужно начать с большого взрыва. Меня попросили рассказать про химическую основу жизни. Химическая основа жизни это органические соединения. Органические соединения это углерод, кислород, азот, немножко, так сказать, водорода. И вот когда все эти химические элементы собственно появились во Вселенной, тогда уже с этого момента можно стартовать каким-то образом создавать жизнь. А когда же появились эти химические элементы? В первые 20 минут жизни Вселенной, когда еще не было ни звезд, ни галактик, и тем более не было жизни, тем не менее во Вселенной уже происходили ядерные реакции и рождались химические элементы. Вот в первые 20 минут после Большого Взрыва, когда Вселенная только начала расширяться, температура еще была очень высокая, доминировало излучение во Вселенной, уже тогда шел нуклеосинтез, и вот в первые 20 минут образовались просто во Вселенной, так сказать, в пространстве образовались следующие химические элементы. Народ пусть там смотрит, а я здесь покажу. Вот. Значит, прежде всего это водород и изотопы, дейтерий, ну, третий неустойчив. Затем это гелий-4, второй главный элемент, изотоп гелий-3, вот, и совсем немножко лития-7 и еще меньше лития-6, а вот берилли уже был нестабильным и, так сказать, не выжил. Вот это все, что образовалось в первичном нуклеосинтезе во Вселенной в первые минуты ее расширения. Вот все, что у нас было, если смотреть по лесовым вкладам, вот, то количество того и другого и третьего зависело, собственно, от одного единственного параметра. Это средняя барионная плотность Вселенной. На данной картинке, данная картинка довольно типичная для исследователей первичного нуклеосинтеза, по оси Х отложено вот это 10, это не барионная плотность, но это отношение барионной плотности к фотонной во Вселенной. Фотонная плотность нам известна, потому что вблизи нас мы можем хорошо промерить реликтовый фон, собственно, с тех пор Вселенная расширялась, количество фотонусов не менялось, поэтому фотонную плотность мы знаем очень хорошо, а вот барионная плотность была долгое время неизвестна, средняя барионная плотность Вселенной, и те, кто рассчитывали первичный нуклеосинтез, а первичный нуклеосинтез считается очень хорошо ядерщиками, потому что реакции все простые, известны, исследованы в земных условиях, в зависимости от температуры, вот от других, так сказать, параметров, от плотности разных частиц, и вот зависимость от единственного параметра этой теории отбиренной плотности рисовалась для каждого из элементов рождавшихся в первичном нуклеосинтезе, Y традиционно обозначает плотное содержание гелия 4, это гелий 4, ну и вот дейтерий, гелий 3 и литий 7, в зависимости от барионной плотности Вселенной. Пока мы не знали эту барионную плотность, мы не знали в каком месте провести вертикальный срез и как определить первичное обилие этих элементов. Ну, потом слетали космические аппараты в МАП, а потом Планк, которые измерили пунктуации температуры реликтового фона по небесной сфере. И вот, собственно, только из этих измерений с высокой точностью подгонки космологических моделей была вычислена средняя барионная плотность Вселенной. Сейчас мы знаем это 4,7% от критической плотности. И поставив вот эту оранжевую полосу вертикальную смогли точно зафиксировать первичное обилие элементов, рожденных в большом взрыве. То есть это водород, это гелий-4, в первую очередь литий-4. Если вы посмотрите на ось ординат, то вы увидите, что лития на уровне 10-10 от количества водорода. И, соответственно, от два главных элемента, которые основной вклад вносят в химический состав Ранней Вселенной, это 70% по массе водорода и 25% по массе гелия-4. Вот это два основных элемента, которые нам достались в наследство от Большого Взрыва. Все, что после лития и бериллия в таблице Менделеева, все было рождено уже звездами в процессе термоядерных реакций в недрах звезд. Значит, как развивалась Вселенная, это общая популярная картинка, начиная от Большого Взрыва, вот, произошел он согласно современным космологическим представлениям примерно 13.8 миллиарда лет назад, ну, только по 1013.7, вот, и что было дальше? Дальше Вселенная расширялась, остывала, сначала все было горячее ионизованное, потом, примерно через 300 тысяч лет после Большого Взрыва, Вселенная остыла настолько, что произошла рекомбинация, электрончики смогли сесть на орбиту вокруг протончиков, и мы получили нейтральный водород на 75% газ и 25% гелия, и вот это вот темные века космические, когда был газ нейтральный, вот, и только через примерно 200 миллионов лет после Большого Взрыва появились первые звезды, в которых, с которых, собственно, уже и начался нуклеосинтез всей остальной таблицы Менделеева. Почему потребовалось такое большое время, 200 миллионов лет, потому что, согласно современным космологическим представлениям, Вселенная структура Вселенной развивается иерархически, сначала все было распределено равномерно, потом начало кучковаться за счет гравитации, и постепенно из малых флуктуаций плотности возникали все более крупные, а чтобы начали образовываться звезды, вот эти флуктуации должны были дорасти до массы 10 в 6 миллион солнечных масс. главным компонентом, который управляет всем этим процессом, который управляет и гравитацией во Вселенной, согласно современным космологическим представлениям, является темная материя, темная материя гравитационно скучивается, эти флуктуации растут, и образуются постепенно темные гала, обосабливаются от расширения Вселенной, А что касается газа, что касается барионов, то посредней плотности барионов примерно в 6 раз меньше, чем темной материи, поэтому считается, что подчиняясь гравитации темной материи, барион должен следовать за темной материи, и когда обосабливается темная гала, то и соответствующая 1,6 масса темного гала газ внутри этого темного гала должен располагаться по всему объему, и после реализации приобретать температуру соответствующую равновесному состоянию с гравитацией этого темного гала. Поэтому, чтобы начался процесс звездообразования, чтобы образовались первые звезды, нужно дождаться, пока маленькие темные галы дорастут до миллиона солнечных масс, поэтому считается, что проходят примерно 200 миллионов лет. На самом деле, это теоретические расчеты, и вот дальше я буду показывать, когда теоретические расчеты, я буду говорить о том, что все началось на красном смещении 20. Это теоретические прикидки. На самом деле, сейчас уже становится ясно из последних астрономических наблюдений, что эпоху начала этого всего нужно относить, конечно, на большее красное смещение, потому что, вообще говоря, до 20 мы уже видим, а там уже вполне себе сформировавшиеся не то, что звезды, а галактики. Поэтому, на самом деле, скорее всего, все началось немножко раньше, ну, по крайней мере, сейчас вот уже говорят, что нужно начало всего относить на красное смещение 50. Вот, ну, дальше, так сказать, посмотрим, что покажут наблюдения, может быть, вот это, ну, вот 100 миллионов лет. Вот, на самом деле, модели, которые сейчас считаются, они автоматически стартуют на красном смещении 100, вот, ну, поэтому, вот, возможно, нужно все будет потом пересчитать и подвинуть начало на более высокие красные смещения. Ну, вот, что имеем на сегодня, то я и покажу. Вот, вот то, что я сказала словами, первые темные гала, нереализованные, где все могло начаться, это темные гала с массой 10 в 6-й масс Солнца. Причем, эти темные гала внутри себя будут содержать даже не галактику, звездообразование уже пойдет из газа, вот, но это будут не галактики, а отдельные звезды, ну, или в лучшем случае небольшие коллективы звезд, там, вот, пять звезд, шесть звезд, вот, то есть, даже нельзя сказать, что это будет звездное скопление, вот такой звездный коллектив, стартуя с массы 10 в 6-й, вот, а вот про галактики уже начинают говорить, когда массы темных гала реализованных достигают 10 в 8-й масс Солнца, вот, это считается, что первые галактики, вот, видите, теоретики тут, это обзор Брома 2010 года, теоретики написали здесь Z равно 10, дальше я буду говорить, что на самом деле сейчас уже в наблюдениях известен чемпион, подтвержденный спектрально, на красном смещении 11, вот, поэтому уже галактика вполне себе сформировавшаяся, вообще говоря, с хорошим таким содержанием тяжелых элементов, которые должны быть синтезированы в звездах, то есть, какое-то время на это нужно, вот, поэтому на самом деле все вот эти временные шкалы, они сейчас условны, но вот теоретики пока считают так. Откуда берутся вот все эти массы? Они берутся от оценок вериальных температур, у нас, когда есть, так сказать, гравитационный потенциал темного гала, то газ, который внутри него верилизуется, вот, он приобретает температуру, вот, поскольку у газа есть, так сказать, давление, вот, то температура этого газа фиксируется гравитационным потенциалом темного гала, и вот считается, что, собственно, все звездообразование должно начинаться, когда реальная температура достигнет примерно 2000 кельвинов, тогда нужно запускать процессы охлаждения газа, поскольку, чтобы нашло звездообразование, газ должен остыть, вот, но поскольку мы имеем в те эпохи газ с нулевой металличностью, то звездообразование, которое начинается в этих темных галах из этого газа, оно не похоже на то звездообразование, которое мы видим в нашей галактике, вокруг нас в последние, там, 10 миллиардов лет. Дело в том, что механизмы охлаждения разные в газе с металличностью, допустим, вблизи солнечной, солнечной металличности это 2% по массе, все элементы тяжелее лития, вот, а первые звезды обязаны были образовываться из газа с нулевой металличностью, поскольку тогда вот самые первые звезды наследовали именно химический состав от большого взрыва, от первичного нуклеосинтеза, а там, как я уже сказала, был только водород, гелий и на уровне 10-10 литий, вот, всего остального еще не было, поэтому, чтобы образовать звезды из газа с нулевой металличностью, приходится придумывать механизмы охлаждения, которые сейчас не наблюдаются в газе. Ну, вот, теоретики считают, что, в принципе, можно охлаждать газ, по крайней мере, так сказать, до какого-то уровня, до хотя бы, там, 200 кельвинов за счет ротационно-вращательно-колебательных переходов молекулярного водорода, вот, но молекулярного водорода хоть немножко, но можно образовать все эпохи на свободных электронах. Вот, если молекулярный водород каким-то образом разрушается, а сейчас очень популярны модели с разрушенным молекулярным водородом за счет ультрафиолетового фона извне, вот, тогда вот звезды образования будет подавлено, потому что эффективного механизма охлаждения в те эпохи не существовало. Сейчас основное охлаждение на пыль, тогда вот пыли, как считается, в газе нулевой металличности быть не могло, поэтому есть молекулярный водород, начинается звезды образования, разрушается молекулярный водород, звезды образования подавляется. Значит, теперь немножко пронаблюдательную основу всего вот этого изобразия. Если мы понимаем, что самые первые звезды должны были образовываться из газа с нулевой металличностью, вот, то сейчас хочется найти какие-то вот звезды тех времен, у которых был бы такой химический состав характерный с нулевой металличностью. массивные звезды живут мало, но звезды с массой порядка солнечной там живут, допустим, 10 миллиардов лет. Если возьмем еще меньшую массу начальной звезды, в принципе, она может родиться 14 миллиардов лет назад и дожить до нынешних времен. И вот такие звезды с самого начала очень давно пытались найти в гала нашей галактики. В нашей галактике есть старая подсистема сферическая гала. И вот там можно было надеяться поискать звезды карлики, которые дожили до нас с тех самых времен, когда вот звездообразование шло с нулевой металличностью. Вот эти работы тут изложенных, так сказать, хронологией открытий на этом пути. Вот самое последнее, что удалось успешно найти уже после 2012 года. Это звезда, у которой металличность в 10 в седьмой раз ниже солнечной. Это как бы не ноль, но тем не менее эта звезда с полным правом претендует на роль первичных звезд, потому что вот допустим Ибн в 83 году установил порог. Если звезда изначально родилась с нулевой металличностью, то летая через диск Млечного пути, она может на поверхностную атмосферу нацеплять металлы из окружающей среды, и вот этот полюшин предел загрязнения на этом уровне нарисован, примерно минус 5,5 порядков. То есть, в принципе, эта звезда, то, что у нее хоть какой-то кальций есть в спектре, это может быть из-за того, что она на себя нацепляла с диффузной среды. А изначально она родилась с нулевой металличностью. То есть, в принципе, можно надеяться, что именно этот карлик как раз нам достался от тех самых первых поколений звезд. Исторически, как ни странно, самое первое поколение звезд называется население 3. Потому что идут от современной эпохи. Современные звезды с современным химисоставом это население 1, то, что у нас в Гала бедное металлное это население 2, а вот это гипотетическое это население 3. И вот так что-то такое пытаются найти, и вот может быть вот эта звезда как раз и относится к населению 3. Какая масса? Это карлик, это существенно меньше одной массы Солнца. Да, существенно меньше. Но вот удивительно, когда меряют металличность, вы видели на предыдущей картинке, что там по оси ординат написан на самом деле кальций, а не железо и не что-либо другое. Вот потому что линии кальция H и K, они, так сказать, самые сильные в оптической области спектра. Но тем не менее, это только один элемент. Вот когда у некоторых из этих звезд, не у самых бедных, вот тут вообще только кальций, а вот у некоторых из этих звезд померили более детальный химический состав, то оказалось, что он вообще, говоря, не стандарт. То есть соотношение отдельных тяжелых элементов не похоже на солнечное. Мы ориентируемся на Солнце. Солнце образовалось тысячи с половиной миллиарда лет назад, примерно на полдороги существования диска мречного пути, поэтому вот солнечный химический состав рассматривается как стандартный для современного поколения звезд. И не только металличность 2% по массе, но и соотношение между отдельными элементами внутри этих двух процентов, солнечное, это тоже рассматривается как стандарт, и уже с ним сравниваются детальные химические составы более ранних звезд, которые удается обнаружить. Оказалось, что у звезд, которые вообще бедны металлами, у них внутри этого бедного металл химический состава повышенное содержание углерода, азота и кислорода. То есть это по отношению к железу. Если вы видите квадратные скобки, то это логарифм и по отношению к Солнцу. Вы видите 4 порядка, 4 порядка отношения углерода, кислорода и азота к Солнцу выше. То есть на самом деле мы смотрим допустим по железу и по кальцию мы видим минус 4, минус 7, а если мы вот эти 4 прибавляем, то получается вообще говоря уже солнечная металличность. Вот такой вот нестандартный химсостав, он естественно стимулировал теоретиков на рассмотрение возможных механизмов нуклеосинтеза в ранних звездах. И если мы сделаем некоторое предположение о составе вот этого населения 3, то можно в принципе объяснить вот это нестандартное соотношение элементов, причем обратите внимание с преобладанием именно тех химических элементов, которые нам нужны для того, чтобы каким-то образом породить органику. Значит, кроме карликов нашего гала, которые старые и металловедные, есть еще один тип астрономических объектов, где можно посмотреть на вот этот ранний нуклеосинтез в звездах, а именно это эллиптические галактики. Про эллиптические галактики известно, что у них есть корреляция масса-возраст. Чем крупнее эллиптическая галактика, тем старше ее звездное население, поэтому если мы посмотрим на химический состав звездного населения в самых больших эллиптических галактиках, то мы, собственно, упремся в те самые ранние эпохи, первый миллиард лет жизни Вселенной. И вот оказалось, после того, как исследовали химический состав звездного населения гигантских эллиптических галактик, что там тоже нестандартное несолнечное соотношение элементов. Вот обратите внимание, превышение кислорода, ну кислород это да, но кроме этого превышение углерода и азота по сравнению с солнечным соотношением элементов. То есть мы снова приходим к повышенному содержанию даже по отношению допустим к остальной таблице Менделеева к повышенному содержанию элементов, которые нам нужны для органики. И вот дальше значит, что народ предлагает из моделей для того, чтобы объяснить эти наблюдения. Главное предположение, которое нужно, это нужно предположить, что население три, вот те самые первые ранние звезды, это были в основном массивные звезды. Сейчас современно, когда у нас образуются звезды, то вот современные поколения молодых звезд, они распределены по массе, по степенному закону, масса в степени минус 2.35 закон Салфитера. То есть в таком новорожденном поколении молодых звезд очень много карликов и очень мало звезд массивных. В зависимости от массы крутая, степенная. А вот для населения три предполагается, что там распределение по массам звезд было другое, и в этом населении было очень много массивных звезд. Это первое, что необходимо. Но даже этого, в общем, недостаточно для того, чтобы объяснить такой нестандартный нуклеосинтез с преобладанием углерода, азота и кислорода. И выдвигаются еще и дополнительные требования к этим звездам. Вот, например, быстрое вращение. В Швейцарии есть школа Мадернинье, которые рассчитывают эволюцию и нуклеосинтез именно в быстро вращающихся звездах, быстро по отношению к современным звездам. Ну, совсем массивные звезды быстро вращаться не могут, а вот звезды с массами от 25, допустим, до 60 масс Солнца, в принципе, получается их закрутить настолько быстро. А быстрое вращение – это повышенный звездный ветер, это оголение более глубоких слоев звездной атмосферы на последних стадиях, и нуклеосинтез немножко меняется. Вот на этой картинке показана одна из этих моделей. Вот удается подключить не только быстрое вращение в сильный ветер, ну и еще, взорвав потом эту звезду, как сверхновую, удается приподнять синенькое это модель, а зелененькое это наблюдение. Удается приподнять углерод по отношению к железу. Галактика, я ее упоминала, ЖНЗ-11, чемпион по ранности, по дальности от нас на красном смещении 11. Вот после того, как полетел Джеймс Уэбб телескоп, удалось снять приличный спектр этой галактики и померить химический состав газа. Совершенно неожиданно оказалось, что у нее повышенное содержание азота, даже по отношению к кислороду. В принципе, в ближней вселенной отношение азота к кислороду в разных объектах хорошо промерено. И самое типичное, что удается намерить именно для объектов с непродвинутой химической эволюцией, это отношение логаритма азота к кислороду минус 0,7. Считается, что это типичный нуклеосинтез для массивных звезд нормальных, обычных. А здесь мы видим, что отношение азота к кислороду на уровне 0. Ошибка, большая, но, тем не менее, это, несомненно, повышенное содержание азота по отношению к тому, что азота азота. А это, собственно, ближняя объект нарисована. Кстати, Капелюдина, это на красном смещении 0, это рядом с нами. Это Карликово и Галатский, для которых считается, что химический валют смертный и продвинутый. И вот вы видите, насколько GMZ11 имеет повышенное содержание азота по отношению к современным объектам с типичным нуклеосинтезом. Вот для того, чтобы объяснить такой нуклеосинтез, были посчитаны модели, буквально в 24-м году вышла статья, звезды с массами от 2000 до 9000 масс Солнца, то есть, действительно, население 3, только такие звезды может рождать. Ну и еще, так сказать, дополнительные там были требования и рассмотрения, в принципе, удается в некоторых вариантах расчета, ну требуется, как называется, делюция требуется, то есть, на продукты нуклеосинтеза этих массивных звезд, которые должны на самом деле порождать общий выхлоп с металличностью в 5 раз больше солнечных. Ну и если туда снаружи накапать газ с нулевой металличностью, вот делюцию там включить на уровне 10%, 40%, то мы попадаем на химический состав вот этой самой ЖН-З11. То есть, в принципе, есть возможность сделать нуклеосинтез обогащенный азотом. Теперь, кроме, для того, чтобы сделать эффективно в условиях низкой плотности и низкой температуры, чтобы нам сделать органические соединения, нам, кроме углерода, азота, кислорода, нужны еще и очень тяжелые элементы, потому что, как показали исследования химиков, тяжелые элементы, особенно вот группы золота, серебро, недь, вот они могут значительно ускорить, значительно облегчить химические реакции именно окисления. То есть, на вот этой картинке вы видите кривую, вписанную в измерении скорости окисления угарного газа, превращения угарного газа в СО2, но, в принципе, такие же кривые можно рисовать и для окисления самого углерода, то есть, для образования угарного газа. если мы подключаем частицы благородных металлов, в данном случае золота, то при условии, что это наночастицы, у них очень маленькие размеры, вот это размер частиц золота в нанометрах, скорости реакции окисления увеличиваются в несколько раз до порядка. То есть, на самом деле, вот эти самые тяжелые элементы, они служат катализаторами реакции окисления, и поэтому, если мы хотим эффективно в условиях низких температур и низких плотностей создавать органические элементы, то нам, кроме углерода, кислорода и азода, требуются еще и вот такие тяжелые металлы, которые служат катализаторами. И тогда действительно необходимо в расчеты эволюции звезд массивных включать быстрое вращение, вот это вот Чоплина, это школа как раз швейцарская, Мадер и Менье, это расчет нуклеосинтеза звезд с быстрым вращением, массовые начальные от 25 до 60 массов, и вот вы видите, что по сравнению с нормально вращающими звездами, выход, допустим, меди увеличивается больше, чем на порядок, а вот здесь вы можете увидеть, здесь и платина, и золото, ну не на порядок, но по крайней мере в 3-5 раз выход увеличивается за счет вращения. Значит, если у нас вот те звезды населения 3 массивные быстро вращались, то мы можем получить не только избыток углерода, кислорода и азота, но и выход вот таких вот физиолог элементов, которые послужат катализаторами для синтеза органических соединений. звезды населения 3 рассматривались в, так сказать, физических условиях, могут ли они существовать, ну и в принципе вот прямой коллапс только если у нас масса превышает 3 на 10 пятый, то есть звезды, которые изначально образуются с массой меньше, чем 3 на 10 пятый, в принципе, могут жить как звезды, они могут испытывать горение водорода и даже в принципе могут перейти на стадию горения гелия. Время жизни при этом расчетное у них у всех получается одно и то же порядка полутора миллионов лет. То есть у нас сформировалась звезда, пришла на главную последовательность, первая стадия на главной последовательности это термоядерное горение водорода в центре, следующая стадия, когда водород выгорел и образовалось гелиевое ядро, это горение гелия. И вот все эти стадии, массивные звезды порядка 10 четвертые, 10 пятые массонцы, все эти стадии могут пройти и сформировать в центре углеродно-азотно-кислородное ядро. Судьба дальнейшая звезд третьего поколения может быть различной, теоретики предлагают различные виды смерти для таких звезд. Вот тут представлены варианты нуклеосинтеза для обычных кор-коллапс. Кор-коллапс это когда ядро выгорело и перестало поддерживать лучевым давлением, звезда обрушилась за счет гравитации сама на себя. В принципе в нашей современной вселенной такую смерть испытывают звезды массивнее 10-ти массонцев. Ну вот тут вот для звезд вплоть до 200 массонцев предлагаются разные сценарии до 300. Вот это обычный кор-коллапс. Вот это другой из сверхновых за счет нестабильности пар электронно-позитронных. И вот уже нуклеосинтез считается в принципе для всех этих звезд. Вот и вы здесь можете увидеть, что при собственно низкой общей металичности ну вот тут ничего не видно, но вы мне поверьте, что при низкой общей металичности за счет железа, тем не менее вот углерод и кислород, а вот металичность за счет железа минус 4, а вот углерод и кислород получается довольно высох. Вот то есть в принципе такие звезды могут после того, как они взорвутся как сверхновые выкинуть в окружающую среду преимущественно вот относительно легкие тяжелые элементы органической группы. Ну и да, заключение. Сейчас теоретики предлагают начать первое формирование звезд на красном священии 20, время жизни таких звезд, если они массивные будут 1-2 миллиона лет, в интервале масс звезд от десятков массов до десятков тысяч, они могут существовать до десятков пятой вообще говоря. И расчет нуклеосинтеза в этих звездах показывает избыток азота углерода как на стадии горения гелия, так и при дальнейшей гибели этих звезд при взрыве сверхновой. Дополнительно, если мы закрутим эту звезду быстро, дополнительно увеличивается выход углерода и азота, а также увеличивается выход тяжелых элементов, которые могут служить катализаторами при формировании именно органических фигурений. Все у меня. Спасибо большое. Так, коллеги, несколько минут на вопросы и общую дискуссию. Пожалуйста, прошу вас. Скажите, пожалуйста. Лучше выходить, чтобы слышали. Мне придется повторять за вас. Я подскаживаю. Скажите, пожалуйста. Вы сказали, что в самом начале у вас был нейтральный водород, и при этом температура была на уровне 2000 градусов в Кельне. Вот тогда уже в Асахах там была значительная более реализованная часть при этом. Ну, собственно, по саду. В 2010-е в том году в 2000-е температура и там как не вот так. Там у нас 20-й процент для реализованного различия два. И тогда у вас соответственно было большое количество уже соответствующих заключений. повторяете вопрос? Да, 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 да. Что при 2000-е, да, что при 2000-е, при 2000-е кельвинов я говорю про нейтральный газ. Собственно, вот эта граница, она ставится, нам нужен нейтральный газ, чтобы из него начать формировать звезды. Вот. И поэтому они, конечно, ставят эту границу 2000-е кельвина, чтобы просто получить значительную долю нейтрального газа. какая-то доля будет ионизована, и излучение будет, и на самом деле рассчитывается, так сказать, и ультрафиолетовый фон, исходя из этого, космический, который тоже влияет на процессы звездообразования, но уронив вот существенно ниже 10-4 кельвина температуру, они получают достаточную долю нейтрального газа, чтобы можно было в этом нейтральном газе сформировать сам молекулярный газ и начать звездообразование. Звездообразование у нас, как известно, идет в молекулярных блоках. Так, коллеги, я вынужден просить всех, кто хочет высказаться, задать вопрос, обязательно выходить сюда или просить как-то, чтобы вас повторяли, потому что у нас половина участников находится в интернете, половина. Ну, прошу, так, пожалуйста, сзади. А, добрый день. Сюда, сюда. У меня вот такой вопрос, скажите, пожалуйста, можно оценить вот эту излишнюю массу элементов, из которых потом можно было построить жизнь, не знаю, в процентах относительно этих там в килограмм. Ну, понимаете, да, то есть делать какая часть можно было бы взять и из нее ликнуть. Ну, собственно, так сказать, я достаточно быстро пролистала графики. На самом деле все эти расчеты делаются. Я не могу сказать, что этим расчетам можно доверять с точностью до процента, поскольку вот я начала с того, что для начала красные смещения надо сдвигать. Пока что все эти расчеты делаются для красного смещения 20. Но, тем не менее, сам подход, сам подход существует, модели считаются именно в цифре. То есть, какой избыток получается вот этих вот элементов, это все рассчитано. Ну, опять же, предположения, тут можно с ними спорить, наверняка их надо потом поменять, поправить. Но, тем не менее, сами расчеты это количественные расчеты. Так что, посмотрев на конкретные работы, можно именно этот избыток прямо с графиков снять. Я просто хочу сказать, что вот Игорь Касьянов все прекрасно понимаем, что это все модельные расчеты, которые основаны на некоторых стандартных предположениях. На самом деле, есть сейчас очень интересная идея относить, что вы можете делать нуклеосинтез первичный нестандартным в некоторых частях, пятнами такими. И вот он зависит от барионфотонного отношения, его можно сделать несколько другим, и тогда удается уже в первичном нуклеосинтезе получать элементы тяжелее лития, плоди, железа и так далее. Так что, вот это тоже интересная гипотеза, но она, так сказать, будет подтверждаться или опровергаться в дальнейшем наблюдении. Спасибо. Совершенно верно. Дело в том, что вот теоретики, которые находятся на позициях стандартной космологической модели и считают, вообще говоря, вот все вот эти этапы развития, жестко привязывая к красным смещениям, вот они сейчас уже находятся в трудностях, потому что наблюдения Джеймс-Вебб телескопа ушли за красное смещение 10, и там реально наблюдаются вполне себе зрелые галактики с вполне себе измеряемым содержанием тяжелых элементов. Когда вы на красном смещении 9-11 находите галактику, у которой всего в 30 раз меньше тяжелых элементов кислорода, чем в современную эпоху, то возникают трудности, потому что у теоретиков на стандартной модели не получается так быстро сделать химическую эволюцию. Поэтому естественно Константин Александрович абсолютно прав, сейчас хорошее время для развития альтернативных моделей, потому что эти наблюдательные данные как-то надо объяснять, если стандартная теория объяснить их не может, нужно предлагать нестандартную. Александр Васильевич? Вы упомянули, что сейчас идет активная охота за предельно молодыми далекими галактиками и, насколько я понимаю, Z порядка 10, там 13, то есть возраст порядка 10-8 лет сейчас вполне доступен. А что можно сказать про химию этих далеких галактик, прямое определение, хотя бы ок феррум, говоря, поскольку мы находимся немножко в биологической среде, о это кислород источник жизни, феррум, гемоглобин опять же полезен, то есть ок феррум, стандартные проба отношений сверхновых второго типа и первого типа. Ну вот уже первое, действительно, первое измерение Джеймс Вебт телескопа спектральное, сделанное таких далеких галактик, и нигде не найдена нулевая металличность. Вот типичные, допустим, работы показывают ОК-Аш, показывают минус 1,4, да, вот, то есть, вот я говорю, это где-то там в 30 раз меньше, чем в солнечном телесоставе. Меньше, но очень далеко от нулевой металличности. Действительно, мы видим на красном смещении десятка вполне себе химически проэволюционировавшие галактики уже. Поэтому вот пока ситуация такая. Хотя перед Джеймс Вебт телескопом поставлена специальная задача найти на вот этих больших красных смещениях объекта с нулевой металличностью. Там разработаны критерии наблюдательные, что нужно искать. И такие наблюдения проводятся, пока не нашли. Плюс 0,3, плюс 0,5. Ну вот это и есть. Вот азот оказался необычным. Азот к кислороду оказался необычным. А сам кислород по отношению к железу это в общем соответствует тому, что вот ожидается от кор-коллапс сверхнов. Большое спасибо, Ольга Касьяновна. Замечательное выступление. Вперед. Большое спасибо, что дали мне возможность выступить. Для меня и большая честь выступать на этом семинаре и быть знакомым с Михаилом Яковлевичем. Ну, Ольга Борисовна показывала несколько книг. Я тоже одну покажу. Это книга, в которой я первый раз Михаила Яковлевича увидел. В 1978 году была у меня такая книжка «Наука плюс фантазия». И там есть статья Михаила Яковлевича как раз о Венере. Она у меня до сих пор в библиотеке сохранилась, но, конечно, я в то время не мог предполагать, что однажды как-то с Михаилом Яковлевичем буду связан. Прежде чем говорить о органическом синтезе в молекулярных облаках, нужно определить, что такое в астрономии считается органической молекулой и сложной органической молекулой. Конечно, сложность здесь далеко не та, которая встречается в биологии, в химии. Принято определение, введенное Эриком Хербстом и Ревиной Иван-Дисхук в 2009 году, что мы считаем сложной органикой все, что содержит 6 атомов и больше. Это, конечно, химиков изрядно забавит, но тем не менее вот такое определение принято. Первая органическая молекула была обнаружена в 1969 году, это был формальдегид, и буквально на следующий год была обнаружена первая сложная органическая молекула в астрономическом понимании этого слова, это был метанол. Сейчас количество известных межзвездных и колозвездных молекул стремительно превышается к 300 и если мы посмотрим на этот список, мы увидим, что значительная часть из этих молекул относится к органическим, а сейчас уже значительная часть относится и к сложной органике, хотя это может быть не всегда та органика, к которой мы привыкли на Земле, тут много цепочек радикалов, ненасыщенных молекул. Методы обнаружения самые разнообразные, начиная от ультрафиолета и заканчивая сантиметровыми волнами, но если говорить конкретно о молекулярных облаках, то там молекулы детектируются практически исключительно в сантиметровом и миллиметровом диапазонах, это относится ко всем молекулам, но и к органике это относится в той же самой степени, здесь показаны диапазоны, в которых детектируются молекулы, имеющие разные массы, ну и видно, что массивные молекулы, то есть многоатомные молекулы, тоже детектируются практически исключительно в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. На этой картинке показано, какие телескопы участвуют в обнаружении различных молекул, и здесь совершенно убедительно лидирует миллиметровый телескоп и рам 30-метровый, который установлен в Испании, но хочется обратить внимание на этот инструмент ЕБИС 40-метровый, тоже испанский, который в последнее время он был обновлен и сейчас очень активно используется для обнаружения новых молекул, причем в некоторых забавных обстоятельствах, о которых я расскажу позже. Здесь показано, как открывались со временем молекулы, содержащие разное количество атомов. Конечно, и по сей день лидируют простые двух-трехатомные соединения, но вот здесь не очень хорошо вот эта вот маленькая линия видна. это 13+, молекулы, которые содержат 13 и больше атомов. Самой большой уверенно детектированной молекулой на сегодняшний день является цианонофталин. Это вот такие вот два бензольных колечка и один атом водорода замещен группой ЦН. Обнаруживаются другие циклические молекулы, ветвящиеся молекулы. И в принципе мы уже начинаем думать о том, что что-то еще более сложное мы можем обнаружить в молекулярных облаках. Здесь показана простейшая аминокислота глицин. По ее открытии сообщалось уже неоднократно, но всякий раз за этими открытиями следовали закрытия, и глицин пока находится в закрытом состоянии. В прошлом году было сообщено об обнаружении спектральных признаков существенно более сложной аминокислоты трептофана, но не исключено, что ее тоже будут так дебатировать, открывать и закрывать. Работа первая пока только появилась. Мы наверняка можем рассчитывать увидеть в молекулярных облаках и более сложные соединения, но проблема здесь состоит в том, что чем сложнее молекула, тем она сложнее детектируется. Это связано с тем, что огромное количество линий. Вот здесь показан один и тот же участок спектра туманности Ориона с разными верхними пределами. Вот верхний график это 100, антенная температура 100 кельвинов, а тут кажется, что есть всего несколько ярких линий, которые мы быстро отождествим, и все будет у нас хорошо. Но вот здесь верхний предел 5, здесь верхний предел единица, и видно, что в этом участке спектра континуума-то нет вообще. Там есть только линии, и огромное количество этих линий остается неотождествленными. Отчасти это связано с тем, что мы не можем всегда заранее предугадать, какие именно молекулы мы хотим задетектировать, и о них просто нет данных. Нет данных о частотах, о силах линий, и поэтому процесс этот продвигается достаточно сложно. Но вот здесь иллюстрируется разница в интенсивностях молекулы HCN и более сложные молекулы из этого ряда цианополеина HC7N. Вот это вращательные линии молекулы HCN, а это вращательные линии молекулы HC7N. Они здесь сливаются в общую картинку, на самом деле это тоже отдельные спектральные линии, но их гораздо больше, они гораздо гуще расположены, а интенсивность их умножена на 100. То есть у сложных молекул линий гораздо больше, но каждая из этих линий существенно слабее, чем у небольших молекул. И в общем-то повышение спектрального разрешения, повышение чувствительности телескопов это хорошо, но оно эту проблему только усугубляет. Это спектр туманности HC3-34, медвежья лапа, нижний спектр черный это спектр полученный на гершеле, он специально повернут вверх ногами, чтобы его легко было сравнить со спектром того же участка полученным на Альме. И были проведены такие оценки, что неидентифицированных линий в спектре гершеля 10%, на Альме неидентифицированных линий 70%. Один из таких забавных примеров этих сложностей это история обнаружения цианополеина HC11n, в молекулярном облаке в тельце, он несколько раз детектировался, потом закрывался, в 96-м году были точно определены частоты, и в 97-м году эта линия, линия HC11n, была в TMC1 задетектирована. Вот две этих линии, они, конечно, не выглядят очень мощными, но хорошо видны на фоне континуума, по скорости они совпадают с линией предыдущего цианополеина HC9n, то есть все кажется хорошо и логично, и никто особо больше этой проблемой не занимался до середины десятых годов, уже 21-го века, когда снова на это место начали смотреть, и эту линию не нашли. То есть ее там просто нет. Потом более детальные наблюдения показали, что вроде бы все-таки HC11n там есть, но его существенно меньше, линия гораздо слабее, чем то, что наблюдал Белл с авторами в 97-м году, и в общем до сих пор не ясно, что это было, и высказываются даже некоторые предположения, что мы наблюдаем какие-то быстрые химические превращения, до такой степени быстрые, что вот в 97-м году HC11n там был, а через несколько лет уже куда-то весь улетучился. Как рождается все это наблюдаемое разнообразие? Проблема тут состоит в том, что вот Ольга Касьяна одна говорила про углерод, водород, но этого недостаточно, если мы возьмем просто атом водорода, атом углерода, они не начнут дальше легко объединяться в более сложные молекулы. Начиная с 73-го года лидирующее объяснение состоит в том, что для того, чтобы инициировать химические процессы в молекулярных облаках, их вещество нужно немножко ионизовать, потому что реакции между ионизованным и нейтральным реагентом идут гораздо быстрее, чем реакции между двумя нейтральными реагентами. Вот в 73-м году появилось две работы Вильяма Ватсона, Эрика Хербста и Вильяма Клемперера, в которых предлагается следующая картина. Значит, у нас есть изначально нейтральные атомы и молекулы H2 в молекулярных облаках. на какой-то ранней фазе их эволюции космические лучи начинают ионизовать эти атомы, начинают ионизовать молекулу H2, появляются ионы, и дальше реализуется вот такая общая схема, которую я, наверное, лучше покажу на примере кислорода. Либо у нас ион О+, реагирует с молекулой H2, либо нейтральный атом О реагирует с ионом H3+, и дальше начинается последовательное образование ионов ОХ+, H2O+, H3O+, ион H3O+, рекомбинирует с электроном, но это не просто рекомбинация, это диссоциативная рекомбинация, поэтому в процессе этой рекомбинации молекула еще и разваливается с превращением либо в гидроксил, либо в воду. Предполагалось, что что-то похожее происходит и с углеродом, но с углеродом всегда какие-нибудь заморочки, и в данном случае заморочки эти связаны с тем, что реакция иона углерода с молекулой H2, эта реакция очень медленная, она практически не идет, а реакция нейтрального углерода с ионом H3+, шла бы, но у углерода невысокий потенциал ионизации, и он в значительной степени ионизован, то есть нейтрального углерода просто мало. Ну и вот дальше предполагалось, что тоже будет идти вот такая цепочка, заканчивающаяся метаном, но поскольку две начальные реакции по разным причинам не идут, ион C+, реагирует с гидроксилом, который у нас вот здесь появился, превращается в ион CO+, CO+, реагирует с H2, превращается в ион HCO+, ион HCO+, рекомбинируется электроном и превращается в молекулу HCO, которое становится одним из основных резервуаров углерода и кислорода и вообще от которой дальше все очень много зависит. С азотом тоже все оказалось не слава богу в этой цепочке. Реакция нейтрального азота с ионом H3+, медленная, а у реакции N+, с молекулой H2, что не очень типично для подобных реакций, оказался барьер. Он невысокий, порядка сотни кельвинов, но в молекулярных облаках холодно, и эта величина оказывается критичной. Поэтому атомарный азот вместо того, чтобы реагировать с молекулой H2, тоже реагирует, например, с гидроксилом и в результате весьма эффективно перекачивается в молекулярный азот, который является основным резервуаром азота в молекулярных облаках. Почему предположительно? Потому что эта молекула, как и молекула H2, симметрична и очень плохо наблюдается. Естественно, различные промежуточные продукты этих цепочек реагируют между собой, и начинается усложнение химического состава. Ион HCO+, например, может рекомбинировать с превращением в молекулу CO, а может тоже взаимодействовать с молекулой H2, превратиться в ион H3CO+, который рекомбинируется электроном с образованием формальдегида. Ион C+, может прореагировать с радикалом CH, превратиться в ион C2+, который потом через цепочку реакций с молекулой H2 превращается в ацетилен. Ну и так далее. До 2000-х годов предполагалось, что подобным образом, производя все более и более сложные молекулы и заставляя их реагировать друг с другом, мы будем приходить уже к еще более сложной органике. Ну вот такое начальное место в этой схеме занимает ион CH3+, который дальше всю эту химию усложняет. Но оказалось, что все здесь не так просто и одна из основных проблем оказалась связана с очень популярной и очень распространенной молекулой и с молекулой метанола, которая вот в этой схеме должна образовываться в результате реакции иона CH3+, с водой. Но оказалось, что есть две проблемы в этой схеме. Во-первых, вот эта реакция CH3+, с водой, это реакция очень медленная и идет с крайне невысокой скоростью. Но даже если в ходе этой реакции образовался при курсах метанола протонированный метанол, его рекомбинация с электроном лишь в 3% случаев приводит к образованию метанола. Почему-то в большинстве случаев протонированный метанол предпочитает разваливаться где-то посередине. Ну вот различные продукты здесь показаны на этой схеме и со своими вероятностями. Ну вот самый вероятный канал распада это CH3, OH и H. Это привело схемы химических реакций, новый вид процессов, процессы, которые происходят в ледяных мантиях космических пылинок. Пылинки существуют в холодных молекулярных облаках, на них начинают намерзать различные соединения из газовой фазы, но они примерзают не намертво, там тоже происходят какие-то движения, и в результате этих взаимных движений, диффузии молекул по поверхности пылинки, они могут сталкиваться друг с другом и тоже каким-то образом реагировать. И здесь возможно две основные схемы в зависимости от того, где у нас находится углерод. Находится он в основном в молекуле СО или значительно его часть остается в виде свободного углерода. Если у нас есть свободный углерод, он захватывает атомы водорода на поверхности пылинки превращается в метан, если у нас есть молекула СО, она захватывает атомы водорода и превращается постепенно в метанол. Дальше эта схема, конечно, тоже может развиваться за счет взаимных реакций различных молекул, за счет присоединения водорода, и сейчас мы предполагаем, что довольно значительная часть органики образуется именно таким образом, образуется в ледяных мантиях космических пылинок, и у нас благодаря все тому же телескопу имени Джеймса Вебба появилась очень хорошая возможность эти молекулы детектировать в инфракрасном диапазоне. Вот это наблюдения, которые были проведены в ближнем ЭК-диапазоне, здесь, конечно, наиболее заметная деталь это вода, вот эта полоса на трех микронах, но есть при этом и метанол, и СО, и СО2, но совсем веселые спектры были опубликованы тоже совсем недавно, это уже ближний средний ЭК-диапазон, это прибор МИИ, и здесь уже мы видим, ну не какой-то там метанол, а видим мы здесь и уксусную кислоту, и этанол, и метилформиат, то есть уже довольно крупные афганические молекулы. Дальше, конечно, возникает вопрос в том, почему мы их наблюдаем в газовой фазе, образуются-то они на пылинках, значит, у нас должен действовать еще какой-то механизм десорбции, проблема в том, что мы наблюдаем это все в молекулярных облаках, в холодных, темных молекулярных облаках, то есть фотодесорбции там быть не может, тепловой десорбции там быть не может, там должно быть что-то еще. Николай Николаевич, а вы меня за сколько предупредите? За 4 до 30 или до 40? Хорошо, спасибо. В любом случае в синтезе органических соединений и газофазных тоже важную роль играет соотношение количества атомов углерода, которые связаны в молекулу СО. Вот это прототипическое дозвездное ядро, казалось бы, темное дозвездное ядро L1544, и в нем вот на этой картинке показано наблюдение молекулярных линий. Здесь красные контуры это метанол, черные контуры это циклопропенелиден, вот такая вот циклическая молекула, а цветной фон это излучение пыли. И мы видим, что метанол сосредоточен с одной стороны ядра, а циклопропенелиден сосредоточен с другой стороны ядра, и это предполагается, что это тоже связано с тем, что вот с этой стороны ядро немножко засвечено межзвездным ультрафиолетом, молекула СО развалена, там остаются свободные атомы углерода, которые переходят в различные углеродные цепочки, а вот эта часть, она более темная, там углерод связан с молекулой СО, и соответственно мы получаем там какую-то органику, насыщенную органику и содержащую кислород. В общем, это я уже сейчас озвучил, называется эта схема теплая химия углеродных цепочек, и выражается она в том, что мы получаем разные виды органики в зависимости от того, есть у нас небольшая ультрафиолетовая засветка или нет. Интересно, что это может приводить к разному распределению органических соединений в дозвездных ядрах в зависимости от того, где в молекулярном облаке они находятся. Есть работы, в которых показано, что внутри молекулярных облаков, там, где темно, там доминирует метанол и другие подобные соединения, а вот на периферии облака, где есть небольшая засветка ультрафиолетом, там начинают уже преимущественно формироваться различные углеродные цепочки, как, например, и тенью, показанные здесь. Дальше все оживляется, оживляется после того, когда появляются у нас протозвезды, когда излучение рождающихся звезд начинает разогревать окружающее вещество, и здесь химия активизируется уже по нескольким причинам. Во-первых, появляется ультрафиолет, который падает на ледяные мантии, начинает разваливать сформировавшиеся там молекулы, превращая их опять в химически активные радикалы. Поверхность нагревается, поэтому радикалы начинают более активно по ней бегать, что стимулируют поверхностные реакции. Затем усиливается десорбция, потому что уже появляется и излучение, и появляется тепло. Продукты поверхностной химии начинают выходить в газовую фазу и реагировать между собой, начиная следующий этап газофазной химии, который может уже приводить в частности и к формированию аминокислот. Такие процессы наблюдаются, изначально они наблюдались в объектах, которые получили название горячих ядер. Это массивные протозвезды, которые разогревают вещество вокруг себя, испаряют ледяные мантии космических пылинок, в том числе со всей органикой, которая там сформировалась. И мы это получаем возможность видеть. Вот, например, в Лебеде такие массивные протозвезды по нескольку десятков масс Солнца. Ну и вот такой спектр, в котором наблюдается большое количество разных органических соединений, формамид, ацетон и прочее. Но потом оказалось, что маломассивные протозвезды тоже вполне себе этот процесс воспроизводят. Их стали называть ходкоринос, горячие ядрышки. И вот здесь сравнивается содержание некоторых органических молекул в горячем ядрышке и в горячих ядрах в некоторых. И видно, что в общем-то некоторые органические молекулы в горячих ядрышках более обильны, чем в горячих ядрах. Видно, там уж совсем жесткие условия. Здесь тоже есть свои проблемы. Одна из этих проблем – это химическая дифференциация. Это двойное протозвездное ядро цепей Е, ММА, ИБ. Два практически одинаковых протозвездных ядра, которые заведомо находятся в одних физических условиях, заведомо сформировались из одного и того же вещества. Ну и вот здесь показана эмиссия, например, метанола, диметилового эфира, ацетона, метилформиата. В одном ядре этого всего много, в другом нет эмиссии вообще. Можно было бы подумать, что это какой-то уникальный объект, но нет. Вот еще одна двойная протозвезда НЖЦ-1333, та же самая картина. два ядра в одном органика наблюдается, в другом нет. Люди много думали об этом, предполагали, что может быть есть какое-то различие в возрасте, есть какие-то различия в светимости, но вот не так давно появилась такая интересная работа по наблюдениям метанола вот в этой же системе, но на сантиметрах. И на сантиметрах метанол замечательно светит и оттуда, и оттуда. И это наводит на грустные мысли, что мы в ряде случаев в наблюдениях молекулярных линий молекул результаты этих наблюдений отягощены поглощением пылью на длине волны порядка миллиметра. Это значит, что пыли там очень много, но вероятно такое тоже возможно. Один из самых богатых в молекулярном отношении объектов это облако Стрелец Б2, которое расположено неподалеку от центра нашей галактики. Оно даже получило такое странное название англо-немецкое Lach Molecular Heimer. Там наблюдается большое количество горячих ядер, и, видимо, близость к центру галактики и несколько более интенсивное облучение космическими лучами приводит к тому, что там наблюдается очень большое разнообразие всяческих молекул, в том числе молекул органических, и вот в том списке, который я приводил на одном из первых слайдов, значительная часть органических молекул обнаружена именно там. Это, может быть, не очень хорошо с точки зрения выявления каких-то трендов, потому что это поиск под фонарем, но, по крайней мере, мы знаем, что существуют обстоятельства, которые могут стимулировать образование большого количества разной органики в молекулярных облаках. существуют более крупные углеводородные соединения, которые тоже можно отнести к органике. Это некие сущности, которые занимают промежуточное положение между пылинками и молекулами. Они сейчас несколько условно называются полициклическими ароматическими углеводородами. Полициклические ароматические углеводороды это, вообще говоря, вполне определенные соединения, которые имеют такую структуру. Это просто плоские молекулы, которые выложены из какого-то количества бензольных калечек. На самом деле, конечно, вряд ли у нас в межзвездной среде есть что-то настолько регулярное. Скорее всего, это какие-то более сложные структуры, в которых объединены и ароматические связи, и алифатические связи. Возможно, даже, что в некоторых условиях вот эти плоские молекулы могут начинать загибаться и замыкаться в такие мячики, которые называются фуллерены. И это самые большие молекулы, которые действительно спектрально обнаружены. Я просто не знаю, насколько можно называть органическими молекулы, которые состоят только из углерода. Обнаружены молекулы С60 и С70 в межзвездной среде. Наличие этих промежуточных органических компонентов, промежуточных между молекулами и пылинками, наводят на мысль, что в какой-то степени формирование органики в молекулярных облаках может происходить не только снизу вверх от простых к сложным, но и происходить сверху вниз в результате разрушения крупных органических пылинок. Некоторые признаки этого наблюдаются в объектах, которые называются областями фотодиссоциацией, ФДО, это области, где зона ионизованного водорода граничит с молекулярным облаком. Одно из таких мест это холка туманности конская голова, на нее сверху светит сигма ориона, здесь молекулярный газ, и вот это переходная область от горячего ионизованного газа к холодному молекулярному. И здесь некоторые простые углеродные цепочки видны уже практически в зоне ионизованного водорода. Что странно, потому что как бы мы там молекулы не ожидаем увидеть, а они там есть. Но один из вариантов объяснения состоит в том, что это результат разрушения более крупных органических пылинок. Но это пока дискутируемая область, и конечно тут тоже телескоп Джеймса Вебба важную информацию нам передаст. Два слова о том, какое это все имеет значение. Из молекулярных облаков эта органика может попадать в формирующиеся планетные системы, но тут Валерий Николаевич нам расскажет больше об этом, поэтому я просто покажу вот такой списочек. Это список молекул, которые обнаружены в протопланетных дисках. Он конечно далеко не такой обильный, как список молекул, обнаруженных в межзвездной и околозвездной среде, но тем не менее и здесь тоже какую-никакую органику мы начинаем видеть. И одно из последних открытий это открытие как раз того самого иона CH3+, который теоретически в газовой фазе может дальше химию куда-то двигать. ну и дальше вопрос насколько это все сохраняется вплоть до образования планет, потому что в диске физические и химические условия очень разнообразные и тоже достаточно сложные, поэтому тут тоже можно рассуждать насколько эти все молекулы из молекулярных облаков доходят до нас. Есть некоторые признаки того, что те молекулы, которые мы наблюдаем в кометах по крайней мере образовались на досолнечной стадии. Тут тоже есть о чем подискутировать. Ну и заключительные слова. Исследование органики в молекулярных облаках выходит за пределы. Давно уже вышло за пределы нашей галактики. Вот это результаты наблюдений метанола. В Малом Магеллановом облаке тут такой интересный случай. Это органическая химия при низкой металличности. И можно смотреть, чем она отличается от того, что мы наблюдаем в своих окрестностях. Ну и вот тот интересный случай, о котором я говорил, это наблюдение на телескопе Вебес такой замечательной системы. Вот есть квазар, у него красное смещение порядка двух с половиной, и между квазаром и нами находится галактика. На красном смещении 0,89. И так удачно совпало, что через молекулярный газ в этой галактике квазар светит своим радиоконтинуумом, и мы видим замечательно линии поглощения молекул, то есть радиолинии молекул, но мы их видим в поглощении. И в этой галактике обнаружено, по-моему, уже 54 молекулы. У нас, ну да, у нас почти 300, но это рядом с нами, а это Z-089, и мы там тоже видим достаточно много всего. Ну и я завершаю вот этой картинкой, которую нашел в одной статье по астробиологии. Знаете, такие схемы, какие-то парки или что-то еще с пометочкой, вы находитесь здесь. Вот здесь сплошными линиями обведены соединения, которые обнаружены в межзвездной среде. Ну и вот, судя по этой схеме, от глицина мы в одном шаге, от аденина мы в одном шаге. Так что как-то мы, наверное, и дальше по этой схеме будем продвигаться. Спасибо. Спасибо большое. Так, начинаем. Выходите, пожалуйста, к барьеру. К барьеру, только так. Мой вопрос, наверное, можно задать и биологам на таком же. основании, если не больше, но у него есть и химический аспект. Он в общем заключается. Как вы сказали, углерод, кислород называются органическими соединениями и действительно они являются основой жизни. Но что в химии этих элементов выделяет их в качестве строительного материала для жизни? Первый вариант ответа прост, а именно это самый распространенный элемент. Мы видели кривую распространенность элементов. Это углерод, кислород и железо самые популярные в силу химической эволюции элементы. Но может быть в химии есть что-то такое, что делает их удобным, так сказать, в обиходе для жизни. Либо же дело все упирается в физику, а именно вспоминая старое детское определение жизни как способ существования высокомолекулярных соединений в водной среде. То есть вода является настоящей источником жизни, а все остальные силы своей распространенности участвуют в жизни. Ну, вообще, по-моему, на завтра запланирован доклад Михаила Никитина, Николай Николаевич, по-моему, он там был в программе. Я бы, наверное, не рискнул отвечать на этот вопрос, знаю, что дальше тут будет Михаил Никитин, но... Александр Васильевич, углерод запросто формирует полимерные молекулы, и он этим очень выгодно отличается от всех прочих элементов. Вот так? другие тоже есть, кремний, например, тот же самый, но здесь у кремния, например, есть недостаток такой, что он очень хорошо связывается с кислородом, с кремнием вообще меньше, чем углеродом, и он еще очень хорошо связывается с кислородом в камень. Вот он у нас тут лежит под ногами, и все. А оксид углерода это газ, это газ, полимерные соединения, не очень прочные, чтобы они могли еще как-то видоизменяться, эволюционировать. В общем, не так. Так, Лев Матвеевич, вы хотели? У меня вопрос. Выходи сюда. Вы сказали уже в конце такой комментарий, как скульз был. Выходите, Лев Матвеевич. Ясно, как все вот это богатство органическое, которое вы видите в межзвездных облаках, сохраняется преобразование планет, сложный про дифференции. А должно ли оно сохраняться? Мы по розете знаем, вот очень много из того, что вы говорили, наблюдается в кометах, сейчас это достаточно известно. Может быть, сценарий немножко другой. Планеты образуют своим чередом, что-то остается в каких-то недифференцированной, несвязанной, а потом уже попадает на Землю. Вот какой сценарий, вы думаете, правильный? Ну, тут, наверное, Валерий Николаевич про это что-то расскажет. Вот, я бы хотел все-таки свою зону ответственности ограничить молекулярными облаками. Так, Мария Валерьевна, выходите быстренько. Агульская. У меня принципиальный вопрос. Да, он чешу. У меня принципиальный вопрос. Вы рассказали о роли галактических космических лучей, о роли ультрафиолета. А вот магнитное поле? Магнитное поле может оказаться и, скорее всего, в каких-то случаях оказывается важным фактором, регулирующим динамику формирования и самих молекулярных облаков и отдельных протозвездных ядер в них. То есть, магнитное поле на химию воздействует косвенно, как регулирующий динамический фактор, который определяет эволюцию плотности, эволюцию температуры, ну, соответственно, через это все поле излучения, это все вот такой один аспект, который достаточно хорошо изучен. Есть второй аспект, который изучен гораздо хуже, это как раз магнитное поле и космические лучи. Мы сейчас начинаем понимать, что космические лучи играют, может быть, существенно большую роль в этих химических процессах, чем предполагалось раньше, и мы должны более аккуратно учитывать, как они в молекулярных облаках распространяются, и это, к сожалению, невозможно сделать без рассмотрения и взаимодействия с магнитным полем. Для этого структуру магнитного поля надо знать. И это сейчас еще вот такой развивающийся блок исследований. Пожалуйста, Валерников, выходите. Снытников. Вы уже трижды на меня сослались в свое выступление. Большое спасибо. Но у меня вот такой уточняющий к вам вопрос. Вы рассказали про сетку химических реакций в молекулярных облаках. А вот какие характерные времена для осуществления этих реакций? Это секунды, года или какие-то тысячелетия, за которые протекают эти реакции? Ну, характерные времена это сотни тысяч лет. Для существования каких-то веществ или сами по себе вот эти реакции, которые происходят, ну, по хотя бы закону Арейнуса, что изменение в е-раз соответствующей концентрации? Здесь характерные времена зависят от конкретных соединений. Есть такая концепция химических часов, в которой используется тот факт, что азот, содержащий соединения, эволюционирует медленнее, чем углерод, содержащий соединения. То есть, на первых тысячах, десятках тысяч лет доминирует углерод, содержащий соединения, потом начинает подтягиваться аммиак. Итак, вы как раз и сказали о том, что характерную цифру, масштаба 10 тысяч лет. При этом, казалось бы, тут еще могут работать туннельные реакции Гальданского для переноса водорода, которые ограничивают ареневские пределы этих химических процессов. Но самое главное, если это масштабы 10 тысяч лет, то на временах существования молекулярных облаков порядка 50 миллионов лет, они примерно такое время, сколько они существуют? Динамическое время 3-5 миллионов лет. Хорошо, 3-5 миллионов лет, но это все равно несопоставимые масштабы по времени. Можно ли тогда считать, что вот эти химические реакции в молекулярных облаках, они должны повредить к некоторому своему квазеравновесному значению? Нет, там времена установления равновесия порядка 10-8 лет. То есть, это сильно больше характерных времен существования молекулярных облаков и уж тем более отдельных ядер в них. А это за счет каких сортов реакций, которые идут с такими медленными временами? Я вот сейчас не берусь ответить на этот вопрос, это вся совокупность реакций. То есть, есть какая-то группа реакций, то есть, есть какая-то группа реакций, которые устанавливаются достаточно медленно. Но тогда можно выделить, наверное, группу реакций, которые устанавливаются за достаточно быстрые времена. Есть тогда группа реакций, которые уже меняют как-то очень медленно соответствующий состав. Я правильно тогда воспользуюсь? справедливо. И тогда можно ли тогда выделить четко какая группа вот такого сорта веществ или реакции, ну, по крайней мере, дело осуществляется быстро и какая делает, медленно изменяет состав? Сделать это можно, я, правда, не очень понимаю, зачем. Очень просто. Если это быстрые времена, если это быстрые времена, то тогда даже не надо считать их конкретные пути химических процессов. Да, но это гораздо проще реализуется использованием специфических методов интегрирования конференциальных уравнений мазовских систем. Я, правда, эти методы использую как черный ящик, но я надеюсь, что в них математика это дело сортирует. Но не всегда она может. Ну, конечно, она не идеальна, но, в общем, идея состоит в том, чтобы медленные медленные реакции считать с одной точностью быстрые реакции. Не так интересно. Со своим шагом по времени быстрые реакции. Обращаю внимание слушателей на дистанте, что они тоже могут принимать участие в дискуссии, если кто-то хочет. Так, есть еще желающие высказаться. Не вижу таковых. Большое спасибо, Дмитрий Зикарькович. Итак, мой доклад «Химические каталитические проблемы преджизни вокалозвездных дисков». Большое спасибо Оргкомитету, который предоставил мне возможность сделать этот доклад. И я подхватываю тему химической эволюции вслед за Дмитрием Зикарьковичем Вибер. Итак, уже фигурировала вот эта картинка общей эволюции Вселенной, которая начинается с Большого взрыва, заканчивается нашим семинаром в настоящее время. И хорошо известно, что 4 миллиарда лет назад уже было в признаке надежно было показано, что есть жизнь, по крайней мере, вот Алексей Юрьевич ненадолго вышел. Это его соответствующие данные. Ну и, конечно, здесь возникает вопрос, когда возникли первые элементы химические, кислород, углерод, азот и другие, тот же самый магний, который также необходим, железо, которые необходимы были для жизни, и может ли здесь существовать, формироваться жизнь. К сожалению, я не видел массу гипотез попытки ответить на этот вопрос, но не видел совершенно никаких объективных данных о существовании жизни ранее, чем на нашей планете. Есть вторая эволюционная картинка, которую мы уже начали показывать, это процесс, который связан с образованием планет. Он происходит в молекулярных облаках, происходит коллапси, образуется несколько соответствующих ядер, после этого формируется околозвездный диск, околозвездный диск начинает терять свою газовую водород гелевую оболочку, в результате формируются уже отдельные соответствующие планетиземали и другие объекты, ну и конец за времена, которые указываются от 50 до 100 миллионов лет формируются планетные системы и излучение звезды, оно может в это время быть дистанционно и вносить характер, но в результате в какой-то мере даже и падает или меняться, но вот это соответствующая скорость изменения светимости, начиная от молодой звезды. В соответствии с предварительным сценарием, что происходит с твердой фазой? Сначала у нас была пыль молекулярных облаков, вот здесь у меня написано было 100 миллионов лет, вот сейчас Дмитрий Зигрович поправил и сказал, что характерные времена молекулярных облаков здесь 3-4 миллиона лет, нано и микрочастицы, которые формируют вот эту первичную пыль в этих гравитационных коллапсах, скорее всего, это те самые времена коллапса, это сотни тысяч лет, агрегаты, которые могут вырасти в околопланетных протопланетных дисках, они характерные размеры до дециметров, за счет какого-то обычного вандервальского схлопывания, характерные времена миллионы лет, метровые тела, это уже несколько миллионов лет, здесь существует сильная проблема, как перейти от таких относительно небольших тел уже к многокилометровым планетиземалям и зародышей планет, но это несколько уже десятков миллионов лет, ну и существование планет и всех объектов Солнечной системы и других, ну вот это те времена масштаба до 100 миллионов лет. Третья временная картинка, но которая уже совсем на самом деле вызывает много вопросов. Вот что происходит реально скажем с процессами изменения массы и с точки зрения отдельной планеты, скажем Земля, которая поначалу начинает нарастать свою массу, далее она подвергается бомбардировке и почему-то вот многие указывают, что начиная с какой-то момент она теряет чуть ли не всю атмосферу, а после этого она начинает приобретать на масштабах временных самых 70-100 миллионов лет снова свою атмосферу, но за счет наверное внутренней дегазации, хотя вот этот факт он просто на мой взгляд не объяснит. Ну и наконец-то то, что происходит в атмосфере планеты применительно для Земли. Это работа Ламмерта, на которых очень часто все ссылаются, но здесь важной характеристикой, что происходит в атмосфере, это то, что вода появляется на уровне всего лишь 100 миллионов лет, но вот по утверждениям Алексея Юрьевича вода появляется на масштабах в 50 миллионах лет, водород с гелием почему-то здесь лихо теряются за времена масштаба от десятков и тех самых до сотни миллионов лет, а здесь их почему-то нету, ну и по какой-то причине вот на вот этом масштабе где-то 500 миллионов лет уже возникает жизнь, здесь она только-только лишь по какой-то причине начинает возникать из простейших соединений, о которых шла речь вот в предыдущем докладе. Тем не менее, существует вот стандартная картинка того, как зарождалась жизнь. Вот эта картинка, она принадлежит Эрику Михайловичу Галимову, и он предположил, что основные все процессы, они происходят на поверхности Земли, вот он указал здесь основные какие-то соединения, связанные с водой, сиатбат, сио, метаном, а неалкомкетличная среда, дальше здесь тот же самый метанол и формальдегид. В результате этих всех процессов начинают возникать более сложные соединения, которые включают азотные основания, липиды из углерода. на масштабах далее возникает АТФ молекула, которая придавала большое значение, формируется молекула рибонуклеинов кислот, и далее возникает уже сложный переход в возникновение жизни на характерных соответствующих временах примерно 500-600 миллионов лет от начала сотворения Земли. Но возможно это все и сконтакт это достаточно общепримятая картинка и она эта картинка создается с точки зрения того, что происходит с отдельными молекулами. А если подойти к этой картинке немножко с другой точки зрения и сделать некоторую простенькую физическую оценочку, которая заключается в том, что сколько я должен взять первичного вещества, вот этих веществ, которые здесь указаны, для того, чтобы получить вот здесь хотя бы существующее количество биомассы на Земле. Ну, она хорошо измерена, эта биомасса масштаба 10-19 грамм. А теперь я считаю те переходы или фазовые переходы, или, как говорят химики и технологи, реактора, которые здесь должны существовать. Итак, вот от первичной среды к вот этим частям, ну, это как минимум пара реакторов, в каждом реакторе хотя бы выход 1%, и я готов здесь оставить цифру, ну, везде 1%, 1% здесь, следующий процент, вот, переход к минусе с плотом, выход 1%, переход уже к генам и транспортному ренту, тоже масштабы это величины, зарождение жизни среди этого вещества 1%, ну, и следующие вот эти переходы уже к летам, но тоже характерные те же самые проценты. На самом деле проценты в процессе к самоорганизации это совершенно огромная величина, ну, которая, там она реально может быть существенно меньше. Ну, вот, считаем вот эти вот порядки, и я получаю, что у меня биомасса на поверхности Земли должна быть на уровне, вот, вещество задействовано на уровне 10-31 грамма. 10-31 грамма я добавляю к органическому веществу еще и водород гелий, и тогда я получаю общее количество вещества 10-33 грамма. Ну, мне легко в этой аудитории сразу сказать о том, что масса солнышка 2 на 10-33 грамма. И тогда либо химики здесь технологи совершенно работать не умеют, вот, либо здесь эта схемка не совсем точна, либо здесь что-то по идеологии не совсем правильно в этих наших представлениях или соответствующих оценках. Тем не менее, что самое важное было сделано в рамках этой оценки? Я уже начал говорить о том, что эта оценка предполагает, что рассматривается переход от отдельной молекулы и ее дальнейшее усложнение. А наша оценка, которую я сделал, эта оценка связана с тем, как работает в целом весь процесс, то есть, какие я должен взять потоки массы, какие я должен взять потоки энергии и тому прочие вещи. То есть, это то, что делают, рассчитывают химики, технологи при создании производства. вот в качестве такого примера я привел, скажем, синтез очень простого соединения, а не ата. Вот посмотрите, сколько здесь реальных реакторов нужно, чтобы получить сколько-нибудь значимых выходов. При этом еще поднять давление до 360, скажем, 250 атмосфер, поднять температуру до этих значений, создать вот эти катализаторы, создать фабрики по производству этих катализаторов, которые будут их обновлять и всего прочего это сделать. И поэтому вот такой лихой шаг. Мы берем молекулу метанола, берем молекулу еще чего-то и из них чего-то соединяем, но не проходит. Здесь нужны какие-то другие подходы. И, по-видимому, подходы, связанные с отдельными рассмотрениями реакций, но, скорее всего, они не очень здесь будут продуктивными. И нужно что-то рассматривать другое. Извините. А какой здесь может быть реально более простой подход? А на самом деле мы знаем очень важную вещь по поводу космической распространенности элементов по крайней мере нашей Солнечной системы. Вот она принадлежена на этом графике. Обращаю внимание, что 98% здесь всего принадлежит водороду и гелию. Ну, есть соотношение между углеродом, азотом, кислородом здесь соответствующее. А что у нас на поверхности Земли? А на поверхности Земли мы видим, что ничего этого нету и идет тем самым огромное недостача тех самых органических соединений. Итак, вот то самое стартовое состояние, о котором уже начинало идти, начал говорить Дмитрий Зикаревич, он связан с вот этим распределением. Конечное, там, где жизнь, оно вот такое. Значит, нужно, может быть, рассматривать не процесс, связанный с тем, что как идет отчасти усложнение, а нужно рассматривать процесс, как идет потеря огромной массы органического вещества. Тем самым, это совершенно другой подход к вопросу возникновения жизни. Не то, как она синтезируется, а как она может возникнуть в процессах огромной потоков потери органических веществ, которая приводит к тому, что на поверхности Земли остается лишь совсем небольшое количество органического вещества. Ну и весь этот процесс я здесь разделил на 6 соответствующих этапов, и по отдельности я их попытаюсь быстренько охарактеризовать. Ну вот первый этап, я уже почти ничего не буду по нему говорить, потому что уже предыдущие лекции все про него было рассказано. Единственное, что я просто хотел сказать, что вот при огромном преобладании водорода самые простые соединения, которые могут быть сделаны из водорода, из других элементов, это гидриды. При следующем элементе, который распространен кислорода, то будет самая распространенная следующая молекула, эта вода и то, что ее много во Вселенной первично было много, но нет здесь никакого удивления, но еще и другие соединения. Что будет происходить с гидридами важных металлов? Магния, кремния, железо. Но если к ним добавить воду, почти что в любых условиях, то они что сделают? Они создадут вот эти всевозможные силикаты, а это не что иное, как те самые оливины, которые содержатся в углистых хондритах и которые являются очень мощными катализаторами из-за наличия прежде всего железа в соответствующем своих состояниях. Вот эти все соединения, о которых уже шло речь, это соединения для синтезов органики на вот этих катализаторах. Ну и задачка заключается в том, что у нас вот эти все соединения на этих катализаторах, вот как-то нужно их привести к общему соединению, общему состоянию, это общая формула, которая характеризует живое в целом вещество. Но опять же в целом сразу здесь показывается о том, что очень важный вывод из предыдущего доклада, из вот этого, что вообще-то говоря, органическое вещество это самое распространенное вещество во Вселенной сейчас по космической распространенности, и именно с него-то и надо начинать, а не создавать метанол и формалин вместе еще с синильной кислотой на поверхности Земли, ну а как вы знаете, метанол и формалин, формальдегид если вместе их соединить, то это тот самый формалин, который консервирует любые химические процессы в органической вещи, вот эти медицинские препараты, которые показывают в анатомических театрах, вот они законсервированы были именно формалином, поэтому вот здесь на поверхности Земли скорее всего никаких вот такого сорта активных высокого соединения вот быть не должно. Вот, ну это я уже пропущу, потому что уже так же было показано и факт наиболее востребованной из вот этой химии холодных молекулярных облаков заключается именно в том, что такого сорта соединения есть их много. Они потихонечку любыми процессами десормируются в газовую фазу и они видны в соответствующих спектрах. Что дальше происходит, когда сформированы околозвездные диски? А в околозвездных дисках начинают развиваться гравитационные неустойчивости, но которые и приводят к тому, что пыль начинает собираться в крупные сгустки. Ну вот здесь на этой картинке приведен пример, который мы рассчитывали развитие гравитационной неустойчивости и видно о том, что здесь масса есть такого сорта сгусточка. И в каждом густочке масштабы этого процесса достаточно большие времена. Достаточно наоборот большие масштабы это масштабы 150-200 астрономических единиц, но характерные времена развития неустойчивости здесь достаточно быстрые, они несколько десятков или сотен тысяч лет, которые там существуют. И в эти сгустки они концентрируют себя и пыль, и соответствующий газ. А если я посмотрю на эти сгустки с точки зрения опять же химии, то я увижу, что эти сгустки характерными уже их собственный размер, даже который мы получаем, это характерные размеры могут быть сопоставимы с размерами Солнца. В них бурлит соответствующая пылевая и всякая прочая фаза. В них происходит соответствующее повышение температуры давления, происходят соответствующие химические реакции. Поэтому один из наиболее перспективных процессов, что могло происходить и с органическим веществом в этих околозвездном диске. Это все-таки нужно рассматривать те процессы, которые происходят при развитии этих неустойчивостей. Можем ли мы диагностировать те процессы, которые там все-таки происходили? Наверное, можем, конечно, по метеоритным данным. А что дают метеоритные данные? Наиболее это поизвестный здесь вот этот график взят, он из книги космохимия. Ну и приводится здесь соответствующие температуры образования различных соединений при давлениях от 10-3 атмосферы и 10-5 атмосферы. Все анализаторы в соответствующих температурах там заведомо выше 1500 градусов. И если мы возьмем конкретно для форстерита, то форстерит известно, что он формируется при температуре 1890 градусов Цельсия. И казалось бы, эти данные нужно было бы брать в качестве опоры. Но как были получены вот эти данные по вот этим температурам, скажем, по тому же самому форстериту, брался оксид магния, брался соответствующий оксид кремния, смешивались и дальше начинали нагреваться при соответствующем давлении, ну и определяли температуру появления этой фазы. Но эти же самые вещества можно было бы сделать и приготовить чуть-чуть иначе. А именно, вот мы взяли метод золь-гель, северентировали тот же самый форстерит. И начали при комнатных температурах. Но не форстерит, конечно, а соединение именно этого состава, аморфное соединение. А дальше начали поднимать температуру под рентгеном и смотреть, когда у нас появятся характерные линии кристаллические, которые характеризуются форстерит. Так вот, при таком методе синтеза форстерит появился при температуре 450-550 градусов Цельсия. Разница, как вы понимаете, в 1300 градусов, но особенно с точки зрения химических процессов, но она совершенно фантастическая. Поэтому многие данные, которые начинаешь читать литературу и начинаешь потом разбираться, откуда они взяты, для совершенно других условий. И не всегда этими данными можно пользоваться для околозвездного протопланетного диска, особенно с точки зрения химических процессов. Дальше, если я рассматриваю вот этот отдельный сгусток как реактор с кипящей фазой, то это очень эффективные, наиболее эффективные химические реактора это как раз такого сорта реактор с кипящими фазами. Здесь при таком составе газов, когда достаточно много СО и водорода, то заведомо пойдет синтез фиферопробка, где будут образовываться как предельные, так и непредельные углеводороды. эти предельные углеводороды скорее всего должны остаться при низких температурах. Если у нас станет какой-нибудь объект, который доходится достаточно далеко от Солнечка. Ну и такой есть объекты. Значит, все эти углеводороды атмосферы Титана и всех прочих планет, они вполне могут быть объяснены теми синтезами, которые происходили на ранней стадии формирования Солнечной системы. Следующая небезынтересная группа реакций, которые могут оказаться тоже очень важными для понимания процессов, которые происходят в околозвездном дистине. Это переход ортоводород в пароводород. У него казалось бы относительно небольшая энергия 120 келозолей на моль при этой температуре. И вот эта реакция очень важна. Вот в начальных этапах эволюции диста в целом при температурах менее 200 келина. Но и катализаторы для такого синтеза ортоводорода в преобразовании в пароводород были разработаны у нас в институте экзоатализа начали корреспондентом Романом Алексеевичем Буяновым. Другой набор и синтезов когда напрямую из СО можно сформировать в атмосфере водорода метан. Но здесь другая группа катализаторов. Здесь просто антология была сделана в докторской диссертации моего сына, который защищался в 20-м году. и конечно 4 минуты спасибо. И еще вот эта группа соответствующих реакций, которые могут также существовать. Но я не буду дальше останавливаться на еще большем наборе каталитических реакций. видеть, они здесь существуют, они имеют соответствующие намеки на того, как их нужно исследовать, что там можно сделать, какие там данные получить. И все это, конечно, показывает то, что мы вполне достаточно легко сможем синтезировать любые соответствующие соединения с помощью вот тех катализаторов, лишь бы было наличие железа в окружении того самого оксида кремния для получения более сложных соединений. Пошли с Альмой очень мощные экспериментальные данные по наблюдению соответствующих компонентов около звездных дисков. Масштабы здесь указаны в виду масштабы 50 астрономических единиц. Здесь это линия распределения СО. Видно вот, например, здесь о том, что СО более-менее разномерно распределен, в отличие от ряда других. А вот другого сорта соединения типа того самого формальдегида А2СО, они больше находятся такими кластерами. Это просто как раз и показывает, что они скорее всего там могут формироваться вот этих кластеров и вот эти отдельные сгусточки, они даже несут более такой объективный характер существования, а это не соответствующий артефакт прибора наблюдательных данных. здесь распределение синильной кислоты, которые тоже любят и которые все указывают как начальная стадия получения азотистых оснований. Подтверждение этих данных. Вот японцы привезли данные с стероиды Регю, там достаточно большое количество вот этих органического вещества, их распределение и вообще-то говоря, по вот этому распределению можно задаваться вопросом, а какого сорта химические синтезы, ну хотя бы были в тех местах, где они смогли их получить такого сорта распределения. Далее, важный вопрос связан с тем, чтобы как перейти от всего вот этого гигантского набора соединений уже либо к НРНК, либо Галимовскому АТФ и прочим соединениям. Ну вот здесь указывается о том, что Спирин указывал проводный парадокс, необходимость изменения высокотемпературного плавления рибонуклеиновых кислот, наличие ионов магния, ну в данном случае вот именно в диске они легко это снимаются, а вот сам Александр Сергеевич Спирин предполагал, что это должны быть кометы. Ну вот мое постоянное возражение, если это кометы в том смысле которого слово, которое закладывал Александр Сергеевич, современные кометы, то они это уже продукт соответствующий длительной эволюции. А вот те объекты, которые были в протопланетном диске, может быть даже и холодные, ну они вполне подходят именно под эти условия. Ну и я уже заключаю в том, что вот происходит дальнейший переход к зарождению жизни. Ясно, что можно будет, нужно здесь уложить соответствующие данные по метеориту Оргель, которые были получены Алексеем Юрьевичем о существовании жизни, а это всего на уровне 10-15 миллионов лет от начала возникновения жизни. Из всего этого, конечно, следуют очень серьезные задачи, которые нужно хотелось бы исследовать и получать эти данные. В частности, вот вопрос, конечно, тот, который нас интересует. Мы публиковали статью с Левом Матвеевичем относительно жизни на Венере. И здесь нужно, конечно, уже делать следующий какой-то шаг, потому что химические процессы на поверхности катализаторов около звездного диска, они могут дать начало жизни не только на Земле, но и во многих объектах Солнечной системы. На Земле происходило следующее, а вот что происходило на других объектах Солнечной системы, это вопрос исследования. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Переходим к дискуссию. Желающие онлайн и в зале кто хочет чтобы нас спасить, сказать. Пожалуйста. Павел так. То есть жизнь получается, жизнь на Земле скорее случайный эпизод противостоящий естественному обеспечению. Вы этого не сказали, но получается примерно так. упаси господи. Это не случайный эпизод, а жизнь это естественное появление организации внутри органического мира при ее огромных потерях. Так, еще желающие высказаться, что-то спросить. Мы идем с отставанием некоторым. Так, пожалуйста, выходите. Выходите, представляйтесь. А, это Дмитрий Зиконов. А я не вижу ничего. Уже второй человек сегодня не узнал, Дмитрий Зиконович. Да, я должен, наверное, чемодан для денег приготовить. Валерий Николаевич, я как-то сам упустил, вот вы показывали картинки распределения молекул по дискам с какой-то пыльчковатостью. Как она коррелирует с наблюдением теплового излучения пыли? Не увидел в этой статье. Может быть, я еще не все статьи у этих авторов. Это саппломент материал забыла. Вот я посмотрел на вот эти данные, увидел, что это действительно большие диски, это значит относительно холодные, это ближе к тем процессам, которые именно вы рассматривали. Но вот измерение теплотемпературы, я сразу скажу, что пока не увидел. Может быть, я просто где-то пустил. То есть, если реально какие-то структуры, они тоже должны проявляться. да. Но самое мне показалось важным, что если для распределения ЦО это дается более-менее таким плавным фоном в ряде случаев, то для других соединений там вот такая колочковатая, как и выразились, ячеистая структура. И вот эти ячейки, они мне показали, что они существенно имеют больший размер, чем характерный масштаб углового разрешения вот в этих измерениях. Каким-то ссылкам в этой статье этот масштаб был на уровне 10 астрономических единиц. А сами по себе эти ячейки они достигают масштаба 50-60 единиц. Хорошо, спасибо. Так, еще желающие? Можно вопрос ламзин? Пожалуйста, пожалуйста. Вот можно показать 9-й слайд? Можно. Да. Вот посмотрите, у вас тут написано, что органика, которая состоит из водорода и всего прочего, занимает больше 90%. Вот это я не могу понять. Водорода да, там, так сказать, много, а кислорода уже на 4 порядка меньше. Это все равно, что у вас есть там вагон цемента и 5 кирпичей, и вы говорите, что у вас вагон, так сказать, вот строительного материала. Нет? Или я чего-то не понимаю? Здесь было закрыто следующее, что другие элементы 1-2%, и среди вот этих 1% масштаба 90% являются соединения так называемой органики, которые, это просто все соединения, связанные с водородом, кислородом, углеродом, азотом, серой. Среди 1%? Среди 1%. Понятно, спасибо. Так, еще желающие. Давайте мы тогда объявим наше заседание до кофе-брейка закрытым. Кофе-брейк у нас по регламенту 20 минут, значит, до половины. Коллеги, начинаем, садитесь сейчас к председательству Марии Михайловны Котцовой, а я хочу сделать просьбу. Господа, мы все собрались на очень сложные мероприятия, здесь люди самых разных направлений и не все всех в лицо знают, поэтому первое, выходите сюда и представляйтесь, во-первых, потому что идет тоже время запись наше заседание, мы записываем с тем, чтобы можно было потом посмотреть. Вот, то есть представляйтесь при, когда вы задаете вопрос, а в остальном Мария Михайловна начинаем наше второе заседание. Начинаем наше заседание после кофе-брейка, первый доклад Лев Матвеевич Зеленый, поиски жизни на Венере неожиданные, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, ну, я прежде всего благодарен организатором за приглашение, честно говоря, я сомневался, должен ли я выступать на этом семинаре, я как-то так сложилось жизнь, что я никогда происхождением в жизни не занимался, но всегда интересовался, но мне очень, поскольку семинар посвящен Михаилу Яковлевичу Марову, ну, сам семинар, и говоря о Михаиле Яковлевиче, нельзя не вспомнить о его громадном вкладе в исследовании Венеры, в советские исследования Венеры, все знают, что он был одним из ближайших сотрудников Вячеслава Всеволодовича, руководившего космической программой, я дальше немножко об этом скажу, и все наши достижения в Венере, они действительно уникальны, наши, имею в виду советские, тоже связаны с именем Михаила Яковлевича. Вот я посвящаю память, этот доклад о его памяти, ну, как и весь семинар, и также памяти Леонида Васильевича в Сан-Фомолите, это тоже мои старшие коллеги, Леонид Васильевич где-то почти ровесник Михаила Яковлевича, они были, если не добрыми друзьями, добрыми коллеги, я часто встречался, был в их компании, они как-то очень интересно, немножко подшучивали по друг другу, но очень большим уважением относились, и вот эта тема поиски жизни на Венере, она как раз находится на пересечении интересов Михаила Яковлевича и Леонида Васильевича. Ну, все знают вот эту классическую картинку поиски обитаемой зоны в Солнечной системе, но это такая уже немножко рутинная, рутинный принцип, обитаемые зоны это те зоны, где может находиться жидкая вода, ее часто применяют к экзопланетам, зоны обитаемости экзопланет, но вот то, что мы слышали сегодня вот в докладе Снытникова, то, что я буду говорить, мне кажется, вот это понятие устарело. Жидкая вода, это, конечно, хорошо, но, мне кажется, жизнь может, по-видимому, существовать совсем в других условиях. Ну, вот, как ни странно, первым вообще в Российской Академии Наук, в российской культуре, может быть, вообще в мире Пламурен появился позднее, был Михаил Васильевич Ломоносов, его очень уместно упомянуть здесь, находясь в здании Московского университета, ну, я не буду рассказывать, все знают про христианативную историю открытия атмосферы Венеры, если кто-то интересуется, вот об этом есть большая статья, моя в журнале «Земля и Вселенная», могу ее прислать, это очень интересная, драматическая, совсем нетривиальная история, это открытие, ну, часто пытаются оспаривать, наши зарубежные коллеги некоторые, но это действительно твердый приоритет, но здесь важно, что вот у Ломоносова было такое странное, очень необычное чувство юмора, вот такая фраза у него, некоторые спрашивали, если на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры, это был такой кивок в сторону православия, если кто про то знать хочет, пусть поедет для того на Венеру, вот мы и собрались на Венеру, вот, но прежде чем собрались на Венеру, конечно, Венера существовала в культуре, в научной, вот, ну, всеми здесь любимые братья Стругацкие, наверное, нет такого человека, кто их не любит, ты не читал, вот их первая книга, вою, так сказать, я, когда вот я научился читать, я вот ее тогда прочел, это называлась «Страна багровых туч», и вот Венера здесь показана, это джунгли, нефть, так сказать, влажный климат, это при том, что один из братьев был профессиональным астрономом, второй был переводчиком с японской, вот даже вот такие люди вот так думали о Венере, но хуже того, значит, вот был издан такой фильм, тоже его многие знают, вот мы с Сурдиным, вот так вот представляли вот полеты с планеты Буря, многие, вот, так вот, есть вот так вот советские люди уничтожают биосферу Венеры в этом фильме, вот смешно, ну вот смешно, но жизнь разбивалась, это 61-й год при этом, и Венеру начали исследовать, вот здесь вот этот замечательный список, вы видите, вот эти красные плашки, это Советский Союз, американские плаги, и видно, что вот на этом этапе действительно доминировала советская космическая программа, Венера была в центре исследований Советского Союза, действительно, уникальные результаты были получены, было послано 18 аппаратов и 10 мягких посадок, мягких, ну вы все знают эту историю, что первые аппараты раздавливались, никто не ожидал такого сильного парникового эффекта, и здесь ни одна другая страна ни сейчас, ни тогда не садилась на Венеру, как я покажу дальше, не планирует таких долговременных по 2-3 часа посадок, при этом удалось много сделать, Михаил Иванович много по этому направлению работал, наверное, стоит в какой-то момент собрать его, так сказать, венерианские статьи, потому что он очень гордился этим вкладом, вот, и что было, ну я здесь не буду сейчас рассказывать, там было очень много первых открытий, сделанных на Венере, как всегда, первых проходцев снимают сливки, но вот эта история, она, конечно, где-то вы видите уже к концу 80-х годов, она остановилась, последний эксперимент был знаменитый проект Вега, но он, так сказать, в основном знаменит по пролету мимо кометы Галлея, венерианская часть тоже была, но она немножко осталась в тени, вот, дальше, дальше наступил, так сказать, распад Советского Союза, Венера, и мы долго не занимались, ну вот я сейчас нашел, такое сейчас попробую, он, по-моему, должен заработать, это, так воспринималось это решение, вот почему я показал этот ролик, ну, так тоже он передает дух времени, дух того, что происходило в это время, и кроме того, Михаил Яковлевич мне часто рассказывал о вот этих героическом этом этапе исследований мира, он часто эту фразу произносил, вот тогда мы подумали, что мы осиротели, я не успел посмотреть, если был ли он в титрах консультантов этого фильма, но вот явно, что это идея связана с ним. Ну, наверное, здесь в этом зале этот слайд показывать не нужно, все эти параметры Венеры знают, действительно, то представление о том, что Венера сестра Земли оказалось, к сожалению, а может быть, к счастью, совершенно другим, парниковый эффект добавил примерно 450 градусов вот в той равновесной температуре, которую могла бы иметь Венера, и из-за этого вот те условия давления под 100 атмосфер, температура под 500 градусов на Венере сложились. Так есть. Это современная Венера, есть много моделей развития климата Венеры, в начале она такой не была, поэтому та жизнь, которая зародилась на Земле, вот в тех формах могла зародиться на Венере, но вот общее впечатление, вот как передали авторы этого фильма, что вот те адские условия, которые сложились на Венере, полностью исключают возможность жизни на ней. Но вот хорошо об этом сказал Василий Иванович Морож, все его здесь знают, он был сотрудником ГАИШа, что мы забросили Венеру, к сожалению, после Вега, после Веги не было новых исследований, это была действительно советско-российская такая экологическая ниша, и одна из немногих областей, где отечественная программа была впереди, и вот время прошло, и как обычно в науке бывает, все развивается по спирали, вот буквально последние там не несколько лет, 7-8 лет Венера снова вышла на авансцену космических исследований. Это прежде всего для зарубежных наших коллег открытие следов жизни в облачном слое, о котором я буду говорить, возможно, на поверхности, о чем я тоже буду говорить, и, конечно, когда мы оправдываем перед руководством Роскосмоса более высоким, почему надо исследовать Венеру, немножко лукавим и говорим, что механизмы парникового эффекта, которые раскачались до такого фактически катастрофического масштаба на Венере, на Земле, они тоже происходят, и вот как-то аналогии Земли и Венеры используем в оправдании затрат на новые экспедиции к Венере. Правда это или нет, мы посмотрим, но в любом случае Венера это ближайшая к нам планета, планета загадочная, исследовать ее нужно. насколько вот эти слова Ломоносова о Венере оправданы из такой common sense, как говорится, что в таком аду никакой жизни нет, и об этом показано в этом фильме, но ведь мы знаем, что даже на Земле есть кандидаты в обитаемые миры, совершенно другие, нетрадиционные, но это черные курильщики вблизи подводных вулканов, микробы в стратосфере, об этом немного сегодня говорили, в подлёдном океане, то есть солнечный свет изнутрифиолетового излучения и видимые излучения не являются необходимым условием формирования живых систем. Вот об этом хорошо Валерий Николаевич здесь сказал, что жизнь может приспосабливаться и принимать любые формы, если она уже зародилась, ее трудно остановить. И вот Венера в этом плане может дать очень интересный полигон для представления об этих комплексах. Есть ли единственная форма жизни существует во Вселенной и наши белковые которые мы ищем все время. Даже в сегодняшних докладах мы говорили в основном о поисках жизни, но вот такой жизни, которая здесь есть. А есть ли другие формы? мыслящий океан Солярис все помнят и читали. Вот. И последние годы активно сейчас стало обсуждаться две возможности жизни в облаках Венеры и жизнь на ее поверхности. Ну здесь показаны просто особенности Венеры. Это сильный, очень сильный вулканизм, отсутствие тектоники плит. То есть Венера все-таки даже в этом плане не совсем сестра Земли. Это не связанные вещи с парниковым эффектом, но вулканы насыщают облака Венеры серой и фактически мы должны так сказать если мы будем говорить о жизни в облаках это жизнь присутствия фактически серной кислоты. Ну я начну с жизненной поверхности. А вот это наверное самое неожиданное что было. я уже говорил на поверхности Венеры было 10 посадок аппаратов. Сначала фотоизображения были черно-белые последние миссии уже были цветные и здесь обязательно надо вспомнить коллег из института РКС теперь он называется раньше он был Сорней КП Арнольд Сергеевич Сильванов и его коллег Юрий Гехтин которые создали телевидение уникальное для того времени потому что когда мы дальше будем говорить о работе к Сан-Помолите связанной с анализом телевизионных снимков первый скептицизм что 60-70-й год что за телевидение могло быть мы помним телевизоры КВН которые у многих стояли нет это были пионерские для своего времени телевизионные системы давали очень качественные изображения опережавшие свое время это даже отмечалось поэтому это был хороший материал для дальнейшего систематического анализа что и сделал Леонид Васильевич к Сан-Помолите анализируя панорамы советских посадочных венеев он обнаружил на них странные структуры часто перемещающиеся часто так сказать спокойные и вот тут дальше произошло интересное событие все Леонид Васильевич многие знали он был известный популяризатор в этом зале много-много раз выступал он очень увлекся этим он скранифицировал это все там разный зоопарк у него когда вот эта форма принимала получила название какого-то цветка каждый движущийся объект назывался то ли бурундук то ли крокодил то ли червяк это к сожалению вызывало такую иронию и насмешки некоторых коллег даже в нашем институте ну вот Леонид Васильевич активно проповедовал эти идеи и постепенно начал находить все больше и больше сторонников вот ну вот пример который один из самых характерных их много я просто по времени не буду рассказать вот появляется на снимках вот на какая-то какая-то структура потом исчезает ветер первое понятие это что-то такое что снесено ветром измерения ветра проводились на этих посадочных аппаратах и ветер был очень слабый он не мог двигать даже такой легкий камень ну я забыл сказать что понятно вот 500 450 500 градусов это температура температура при которой любая аппаратура ну не может выдержать долго все эти посадки советских венер длились полтора два часа вот недолго но это в принципе достаточно большое время вот сейчас когда мы организуем новую миссию даже удивляюсь как вот за это время при той вот слабой в то время телеметрии удавалось передать такие довольно качественные картины и много результатов получить я потом об этом расскажу вот стоит ли делать более долгоживущие аппараты имеет ли это смысл потому что тут так получилось что сейчас мы видим что это довольно оптимальное время можно конечно было продержать аппарат дольше тогда бы тепловая защита должна быть более мощная и все это в сумме все должно сходиться и тогда бы масса научной аппаратуры уменьшилась и все время здесь идет такая что ли трейд-офф между временем жизни и научным объемом научной аппаратуры вот один из таких людей который был увлечен идеями Леонида Васильевича это Алексей Головко из института не видно из Сибизмиров институт солнечно-земной физики значит вот что он делал они много занимались исследованием разных мультипроктальным анализом анализом изображения структур солнечной коронии они много работали занимались биологическими анализами биологических структур ну нет времени про это рассказывать он наверное нас слушает может быть если будут вопросы он ответит ну не все тоже в эти методы верят но что что было сделано вот вельвичи это та структура это одна из тех вот структур которые к санформолите то есть действил на поверхности Венеры сделан был и мультифрактальный спектр какие-то растения земные тоже анализировали спектры оказались подобными и вот авторы делают вывод что способ таких мультифрактальных спектров некоторых земных растений венерианского объекта действительно они существуют и вот из этого делается вывод что структура растений она не случайна она тоже определяется какими-то общими законами энергии распределения энергии по размерам и поэтому вот какое-то такое некое доказательство этих идей можно принять но это я уже показывал вот и дальше происходило происходило следующее но если сравнить Леонида Васильевича с одним всем известным с одним всем известным товарищем который родился 2024 года назад то он действительно выступал как пророк он проповедовал вот эти свои идеи увлеченно несмотря на критику несмотря на некую иронию и постепенно находил своих так сказать проповедников вот одним из первых людей которые я которые так сказать как-то если не поверили в него то решили поняли что это тема достойная обсуждения которую надо продолжать был я значит здесь вот про Головко я говорил появился некий круг людей последователей Леонида Васильевича так что если его сравнивать вот боюсь называть то я тут как выступаю именно вот на лекции что там гудит то я выступаю как святой Петр в этом плане да я действительно и вот одна из одна одно из достижений вот Михаил Яковлевич в 2012 году опубликовал серию вот этих статей Леонида Васильевича мы много говорили с ним на эту тему ну он сначала несколько скептически к этому относился но в конце концов он поверил что если это может быть так может так но эта идея имеет право на существование и как такой человек в широких глядах он эти статьи опубликовал это было пожалуй первая такие публикации в серьезной прессе этих идей Леонида Васильевича это очень важно и до сих пор благодарна Михаилу Яковлевичу здесь поддерживал нас Алексей Юрьевич он был рецензентом многих этих статей вот важно что это опубликовано неизвестно как сложится все в дальнейшем но какой-то приоритет вот этих идей за нашей стороной останется ну вот пожалуй главная наша публикация где уже я подключился это публикация в журнале успехи физических ног в 2019 году вот это тот год когда Леонида Васильевич ушел из жизни это одна фактически последняя публикация здесь произошло вот что ну Валерий Николаевич Нытьников здесь присутствует как-то возник взаимный интерес вот вот у нашей группы и группы в институте сибирского отделения институте высокотемпературного катализа и стало вот коллег эти идеи не вызвали удивление потому что при реакциях вот тех реакциях которые они видят в своих установках там наверное не такие не такие экстремальные условия но видны видна какая-то новая другая химия существуют азотные полимеры которые обладают стабильностью а углеродная жизнь невозможна уже при таких температурах это и в фильме было сказано там даже занижен был этот предел но все равно 500 градусов водопредел для возможности углеродной жизни поэтому если жизнь на Венере есть она может быть совсем другой например азотный и для жизни нужен какой-то растворитель это такая в нашем случае это вода воды на Венере нет или почти нет и таким универсальным растворителем может быть углекислый газ вся атмосфера Венеры состоит из двойки углерода и уже при таких температурах не существует ни газов ни жидкости существуют клюиды такой высокотемпературный клюид может играть роль воды но все это пока такие гипотетические немножко рассуждения потому что таких серьезных экспериментов нет к сожалению как я сказал Леонид Васильевич в 2019 году скончался он конечно был таким драйвером вот второй наш автор Валентин Николаевич фармонов слава богу жив но он из директора института который реально имел время для таких идей размышлений стал вице-президентом и президентом сибирского отделения там сложная обстановка у него много дел в общем как-то пока эти наши идеи лабораторного моделирования этих эффектов на установках которые существуют в Новосибирске они пока становились жалко но мы постоянно обсуждаем эту идею поверьте она достойна достойна дальнейшего общения такая высокотемпературная химия какая-то новая образование каких-то новых веществ я их не могу назвать органических потому что как бы это другая другая органика но эффекты такие могут быть ну я хочу представить здесь присутствует Сергей Коростелев покажите это такой биограф Леонид Васильевич один из тех кто увлекся его идеями пишет о нем книги пишет статьи вот то есть слава богу это все-таки ряд сторонников и поклонников у Леонида Васильевича есть вот но эта первая линия она является такой немножко юридической я об этом рассказывал и за границей и в других местах но не хватает данных не хватает все что я сейчас говорю немножко спикубитивно вот может быть так может быть это более подробно это написано в этой статье в успехах физических наук есть файл у меня если кто-то интересуется с удовольствием его пошлю на какие-то вопросы вот такие чисто более химические может Валерий Николаевич сныпников ответить которые здесь присутствуют но пока вот немножко мы остановились вот на этом уровне 19-го года дальше сильно не продвинулись вот в этой идее но продвинулись другого я об этом скажу потому что говорить об этом можно долго и критика того анализа изображения который делал в Сомалите связана на том что это может быть какие-то результаты обработки в общем все-таки какая-то придирки качества телевизионных панорам на новых экспериментах о которых я дальше скажу все эти вопросы будут учтены и телевидение будет на вот наших новых венерианских миссиях самого-самого высокого класса но бум который вот сейчас происходит в исследованиях Венеры больше связан с другой идеей о жизни венерианских облаках ну там здесь как бы менее это все идеи менее экзотические поэтому они легче воспринимаются руководством и космических агентств и публикой на высоте 50-50 километров значит условия там вполне такие человеческие можно сказать температура 230-300 градусов давление где-то близко к атмосферам и идея в том что там существуют какие-то микроорганизмы да есть там серно-кислый аэрозоль но они как-то существуют с ним происходит их существование за счет реакции окисления по высоте они поддерживаются аэрографическими волнами такими потоками воздуха которые всплывают от различных от различных структур на Венере и здесь какая-то возможно какая-то жизнь вот ну эта вещь оказалась спорной но она вы видите вот здесь такая ироническая картинка что в НАСА возник бум и как-то вот вместо исследования вместо исследования Марса вот эта вот правая девушка НАСА как-то активно бросила стала бросать Марс и занялся занялась исследованиями Венеры ну здесь у меня уже нет времени такая бурная идет дискуссия есть ли действительно это правильное ли измерение почему такой интерес потому что фосфин который здесь упоминается он может быть продуктом жизнедеятельности вот этих микробов и вот есть ли он там или нет вот здесь видите такая тоже большие споры идут между специалистами в общем есть интрига есть драма и поэтому НАСА выбрала не одну как вы видите сразу две миссии для исследования вот этих этих эффектов но поскольку их поверхность не интересует больше основной спор идет об облаках здесь идет главное это две миссии до Венча веритас но они тоже имеют проблемы с финансированием но они существуют это исследование вертикальной структуры радарная съемка есть проект европейского космического агентства инвижн это тоже орбитальные исследования есть наш проект Венера Д то есть вот буквально вот это десятилетие но его конец станет таким массированной такой атакой на Венеру и конечно китайцы не могут остаться в стороне и даже есть индийская миссия вот ну я уже мне нет времени подробно рассказывать существует российская миссия Венера Д где мы это пожалуй главная единственная или даже она единственная и главная планетная миссия вот в этой космической программе кроме Луны конечно которая сейчас обсуждается утверждается на 25-36 год ну вы видите тут такой список довольно очевидных задач этой миссии ну первое конечно это поиск земной жизни в атмосфере в атмосфере на поверхности Венеры это суперротация приливы ну в общем вся миссия получается комплексной вот как она выглядит это орбитальный аппарат посадочный модуль и атмосферный модуль то есть мы идем по пути таких комплексных больших сложных экспедиций как были в советское время и вообще она чем-то напоминает советский аппарат но в этом ничего плохого нет и да и вот миссия называлась Венера Д потому что мы сначала думали что посадочный аппарат должен да это долгоживущий прожить сутки но посчитав как-то прослежение цена за это получалась слишком большой потому что не хватало уже массы на научную аппаратуру если сделать такую мощную тепловую защиту поэтому мы сейчас останавливаемся на времени посадки на поверхности на 2-3 часа при этом мы успеем провести бурение съемку очень детальную съемку панорам и главное успеть передать эту информацию на землю за это время пока аппарат работает и вот современные телеметрические средства кодирования информации позволяет эту проблему решить поэтому это будет качественно информационная часть этого проекта на качественном уровне ну я пролистаю просто слайд у меня уже председатель так на меня зло смотрит вот ну здесь если интересно здесь вот те приборы которые мы планируем поставить на посадочный модуль ну они не все конечно выживут конкуренцию их сейчас слишком много сейчас идет такой довольно жесткий отбор по реализуемости по научной значимости и много мы сделаем и на на орбите потому что наши конкуренты основные зарубежные они интересуются орбитальными исследованиями здесь будет анализ газов аэрозоля на спуск пока посадочный аппарат будет садиться и конечно будут все мериться с полярной орбитой на аэростатном зоне но измерения на поверхности будут только у российского аппарата то есть мы тут сохраняем вот эту вот эту линию вот так будет выглядеть баллон который мы планируем может быть даже МПО Лавочкина предлагает сделать два баллона дата экспедиции планируется на 2031 год к сожалению на 29 году как сначала мы думали мы не успеваем и сейчас идет такая бурная дискуссия каких оптимальных мест посадки не так просто сесть в нужное место на Венере мы все-таки будем стараться найти сесть в тех областях где есть какое-то древнее вещество не залитое вот этими лавовыми многочисленными извержениями несколько мест посадки сейчас обсуждается то есть у России есть планы мы продолжаем исследовать Венеру и вот те загадки о жизни возможной на Венере о которых я говорил надеемся на них пролить свет спасибо за внимание хорошо спасибо пожалуйста у нас есть время на несколько вопросов дополню Льва Матлевич как биограф Ксимфомолити действительно книга действительно книга моя о Ксимфомолите написана я надеюсь что в обозримом будущем она наконец увидит свет работа длилась сразу с момента когда Леонид Васильевич скончался то есть уже на протяжении этих четырех с половиной лет удалось пообщаться со многими людьми которые знали Леонида Васильевича изучить все его опубликованные и неопубликованные статьи и в том числе весь архив ксимфомолити с которым мне любезно позволила работать его супруга Ирина Викторовна Шульгина мы с ней собираемся встретиться в ближайшее время я с удовольствием передам что вот идеи Леонида Васильевича обсуждались на столь высоком представительном собрании я хотел бы поблагодарить тем не менее поблагодарить хотел бы Льва Матвеевича Зеленого Валерия Николаевича Снытникова которые да может быть они не поверили в гипотезу ксимфомолити но по крайней мере увлеклись ею сочли возможным ее укрепить развить эту идею да действительно статья в успехах физических наук получилась во многом итоговой для ксимфомолити потому что буквально за полгода до его кончины она вышла жаль что не удалось получить вот этот грант российского научного фонда на проведение этих лабораторных испытаний касательно миссии Венера Д Леонид Васильевич до последних дней своих возлагал на нее большие надежды и считал что только новый телевизионный эксперимент на поверхности Венеры может подтвердить или опровергнуть его гипотезу я боюсь кого-то забыть знаю что здесь много людей которые знали Леонид Васильевич и хорошо к нему относились и в частности Владимир Георгиевич Сурдин который в своих многочисленных ярких выступлениях лекциях интервью постоянно регулярно упоминает эту гипотезу и как мне кажется упоминает ее уважительно предлагает ее учитывать а не отмахиваться несмотря на весь скепсис который есть большое спасибо и вы знаете не так давно я буквально понял что гипотезу к симфомолите можно рассматривать еще и как средство коммуникации он озвучил эту гипотезу не побоялся этого сделать пойти как бы всем наперекор запустил в информационное пространство эту идею и ждал смотрел кто как отреагирует кто откликнется и 7 сентября исполнится уже 5 лет как Леонид Васильевич не стало я может быть предложил бы как так же почтить его память с удовольствием поучаствовал бы какими-то публикациями действительно материалов было накоплено в ходе работы над книгой много и в завершение также поблагодарю опять же вспомню Михаила Яковлевича Марова который действительно дал зеленый свет этой гипотезе на страницах астрономического вестника и он лично мне говорил так каждый ученый имеет право самостоятельно интерпретировать экспериментальные данные которые были получены на мой взгляд это заслуживает такая позиция большого уважения спасибо спасибо большое пожалуйста тем не менее Алексей Матильевич на одном из первых ваших слайдов было показано что на Венере довольно много воды вода есть и на Земле не было такого не было не было а ну тогда вопрос все равно остается вода вся потеряна была вода когда все это и есть самораскачивающийся парниковый эффект потому что чем больше температура тем больше испаряется воды а водяной пар это хороший парниковый газ и получается неустойчивый я с этим полностью согласен но мой вопрос остается вопрос вода на Венере есть ее количество соответствует температуре минус 45 градусов Цельсия минус 45 градусов Цельсия и атмосферному давлению на Земле но это абсолютное количество а вот когда говорят что воды на Венере нет это означает что нет ее очень мало в относительном количестве потому что как вы понимаете давление высокое и поэтому относительная доля даже такого содержания воды весьма мало но абсолютное значение есть ну она не поможет на решение проблем хорошо пусть ее будет мало но на Земле вода есть и мой вопрос вот в чем заключается не является ли источником воды на Земле кометы которую Юпитер из облаку Орта рассеивая направляет в том числе и на Землю и на Венеру на Венеру горячо вода уходит а на Земле остается то есть в этом смысле вопрос формулируется так если Земля является нашей матерью жизнью земной то не является ли Юпитер ее отцом рассеивая Венера случайным образом в облаке Орта запасается вода а потом рассеивает это правильный поход это не имеет отношения но я отвечу опять-таки потому что это связано с Михаилом Яковичем в его лекциях он эту идею кометного происхождения воды поддерживал и он считал там у него даже были картинки стакана воды вот которые мы пьем часть кометная но вот эта доля которая с кометами сейчас там насколько я знаю анализу изотопного состава воды и анализ в кометах она уменьшилась раньше она была почти 100% сейчас она наполовину а часть воды все-таки эндогенного происхождения ну то есть по крайней мере половина воды кометная и она действительно идет из облака Орта ну к Венере это не имеет отношения да там есть небольшое количество водяного пара но оно не жизнь надо строить на других принципах вот как я пытался объяснить спасибо есть ли вопросы еще есть ли вопросы в сети я знаю но вот я говорю с тех пор вот это немножко изменилось там по изотопам видно что часть воды не вся вода кометная но большая часть можно сказать есть ли еще вопросы если нет тогда мы переходим к следующему докладу спасибо большое я не могу открыть и новые загадки по данным темскому Джеймсуэб добрый день в этом зале далеко не все астрономы поэтому мне поручили рассказать о том как добываются эти знания что нам мешает и какая аппаратура сейчас применяется и ближайшее будущее появится ну не надо надо напоминать что мы живем на дне воздушного океана и он конечно является с одной стороны обеспечивает жизнь на поверхности земли с другой стороны мешает астрономам искать жизнь за пределами земли вот так мы видим даже ближайшую планету Луна и вы видите как атмосфера искажает ее изображение но она хотя бы оставляет изображение но мелких деталей мы не видим потому что турбулент воздуха мешает так что работать на уровне земли вот мы сейчас с вами на уровне земли вот в этом здании мало перспективно надо подниматься в горы чем выше в горы тем тоньше слой атмосферы у нас над головой и лучшее изображение и самое главное что все больше шире диапазон лучей которые проникают сквозь воздух особенно там где этот воздух не очень богат парами воды в сухих горных долинах или еще лучше на горных пиках но там ветер сильный а в сухих горных долинах там благоприятные условия лучше наверное на земле не найдешь вот самые лучшие обсерватории поэтому находятся на высокогорных пустынных районах это север Чили или там на высоте 4 километра на Гавайях выше вообще говоря горы есть можно было бы на Эверест забраться но туда почему-то никто с телескопом не поднимается там ветер сильный там влага повышенная ну и вообще не хочется лишать альпинистов радости вот забраться на Эверест у нас там телескоп стоит да и дорога туда проложена это было бы нехорошо в общем выше 5 километров пожалуй у индийских коллег есть на 5 километрах обсерватория но в Гаймалаях и они говорят что там уже плохо вот это максимальная высота 4 с небольшим километром куда еще можно поставить телескопы дальше можно поднять телескопы в стратосферу летают самолеты обсерватории вот этот крупнейший Боинг открывается окно и оттуда инфракрасный телескоп смотрит уже с высоты примерно 12 километров сквозь очень сухие слои воздуха но это почти лучшее что можно вблизи поверхности земли ожидать для наблюдения например молекулярных линий в инфракрасном диапазоне в принципе еще выше можно подняться до высоты почти 30 километров аэростаты поднимают телескопы но как-то это не сильно продвинуло астрономию и по сравнению с самолетными обсерваториями аэростатные не намного лучше оказались летают они в основном над Антарктидой это действительно лучшее место для аэростатных исследований потому что там абсолютно сухой воздух все пары воды давно уже лежат льдом на Антарктиде и там еще есть замечательное явление циркум полярный ветер который если аэростат стартует с побережья Антарктиды то примерно дней за 10 он облетает вокруг Южного полюса и возвращается в точку старта и можно эту ниточку порвать и на парашюте телескоп опустится но баллон конечно гибнет а идеально это космический телескоп им не мешает атмосфера вообще но космическая астрономия очень дорогая и Хаббл к счастью уже 30 с лишним лет работает наверное скоро закончат ему еще его много раз хранили говорят каждый раз еще 2-3 года еще 2-3 года но он работает пока но может быть действительно скоро закончат на нем многие системы вышли уже из строя он старичок ему на смену или на помощь пока должна прийти другая космическая техника но появление Хаббла оно в каком-то смысле изменило и наземную астрономию когда мы увидели какие чудные картинки какое высокое угловое разрешение дает Хаббл на земле тоже обеспокоились тем как бы это дело за меньшие деньги на большем количестве телескопов получить была создана система активной оптики поддерживающей сам инструмент в идеальном состоянии и что еще интереснее адаптивной оптики то есть система которая позволяет испорченная атмосферой размытое изображение вновь сделать резким кажется что это невозможно все равно что посмотрев через мутное стекло вы каким-то образом потом восстановите картинку которая была за ним но это оказывается возможно потому что у нас есть реперы звезды вот вернусь сюда когда мы смотрим на какой-то аморфный объект угадать каким он был невозможно как его восстановить а какая у него была исходная форма но когда мы смотрим на звезду мы уверены что она точка ну или дифракционная пятнышко если про оптику вспомнить потому что мы точно знаем что звезды далеко и их изображение должно быть точками и в этом смысле компьютерная программа может вернуть изображение к такому состоянию чтобы звезды стали точками на нем тогда рядом с ними расположенные объекты тоже примут какое-то более четкое изображение но ярких звезд мало а нам хочется по всему небу работать поэтому возникла идея искусственной звезды лазерный луч а сейчас на всех больших телескопах есть эта система лазерный луч светит стратосферу на высоте 90 километров есть слой газа воздуха нашего обогащенный натрием это метеоры там сгорают и луч на желтой линии натрия дублет натрия он там рассеивается и дает стратосфере маленькую яркую точку и куда бы ни повернулся телескоп эта звезда реперная всегда у вас в поле зрения и программа может восстанавливать картинку конечно рядом с этой звездой она восстановит но уже чуть в сторону и атмосфера другая и картинку восстановить трудно поэтому сейчас возникают много как сказать много искусственно звездные системы вот 4 лазерных луча на больших телескопах в ЛТ в Чили а вообще в перспективе 8 лазерных звезд будет искусственных ну и соответственно площадочка для восстановления изображения становится более четкой а к чему это приводит ну посмотрите размытая картинка центр нашей галактики включаем систему адаптивной оптики и вот эти вот кляксы становятся компактными звездами именно благодаря этому с 95 года мы следим за движением звезд по району центра галактики и они нам показали по своему движению по орбитам наличие невидимого массивного тела гигантской черной дыры это благодаря адаптивной оптике в перспективе сейчас строится крупный телескоп диаметром зеркала диаметром объектива около 40 метров там будет 8 лучевая система и в каком-то смысле мы приблизились к тому качеству картинки которая дает хаббл но хочется иметь большего и у хаббла вообще у любого космического телескопа конечно есть достоинство это четкая картинка на маленьком поле а нам бы хотелось на больших полях получить у хаббла очень маленькое поле и достоинство в том что длительные экспозиции можно делать далекие объекты слабо светящиеся вынуждают нас накапливать свет сутками иногда многими сутками а ночь на земле длится не так долго а в космосе ее можно бесконечно долго продолжать экспозицию или складывать кадры так что все-таки космические телескопы привлекают наше внимание и выяснилось что даже небольшие даже не такие дорогие как хаббл хаббл сегодня стоит 10 миллиардов долларов вот с учетом расходов на него в прошедшие годы даже маленький вот телескоп французский космический коро 30 сантиметров объектив это не школьный конечно любители астрономии такие диаметры объектив но в космосе а не имея вот этого размытия и флуктуации света у звезд он может с высочайшей точностью до тысячных долей процента измерять яркость звезд и тогда экзопланета проходящая на фоне своей звезды даже оставляя маленький след на ней маленькое микрозатмение все равно она выявляется это дешевые аппараты очень легкие в запуске маленькие ракеты нужны или попутный груз можно в виде телескопа отправлять и они вполне работоспособны что делается сегодня вот за последние годы космическая астрономия становится широкоугольной нам уже недостаточно отдельные объекты изучать хочется все небо контролировать поэтому летают таким уже несколько лет летает обсерватория ТЭС у которой четыре широкоугольных камеры и она посмотрите у каждой из них 24 на 24 градуса это здоровенный кусок неба не одна одновременно четыре снимка делает поэтому за полгода она может все небо перефотографировать и она это делает неоднократно и выявляет покрытие экзопланетами своих звезд и в большом количестве их открывает экзопланет еще одно достоинство космической космических телескопов это точность наведения на звезды мало кто знает о том что уже много лет уже 10 лет работает вот такая похожая на шляпу космическая обсерватория у которой там два телескопа так и нет вот видите две дырочки тут видно да два телескопа одновременно наблюдающих разнесенные площадки на звездном небе сопоставляющих эти изображения и таким образом точно измеряющие координаты вот это европейский спутник космический Гайя он позволяет измерять например параллаксы в десятки раз более далеких звезд чем это было сделано предыдущими тоже кстати космическими аппаратами но этот конечно и с него достаточно сказать что если бы мы положили на поверхности луны ластик вот этот обычный ластик то Гайя измерила бы его размер глядя на него с земли точность измерения стотысячные доли угловой секунды для астронома это звучит фантастически но она это реально делает есть проблема с которой мы до сих пор не не можем справиться это яркие звезды если вы возьмете каталоги Гайя или Хаббла вы увидите что вы видите все измеренные ими звезды на экран компьютера вы там увидите черные проплешины на которых ни одной звезды нет в чем дело в этих местах яркие звезды и их рассеянный свет такую огромную площадь мешает изучать что мы не знаем что с этим делать вот это вот диск Луны вот это вот диск Луны половина углового градуса и мы тут фактически не можем работать когда какой-нибудь Сириус там или Порцион или что-нибудь подобное яркое Вега рассеивает свой свет и в атмосфере Земли и в оптике телескопа и даже в оптике космического телескопа и что с этим делать появляются разные технологии новые закрыть какой-то заслоночкой маленьким экранчиком да еще используя там поляризованный свет вот как видите иногда это удается даже с Земли заслонка закрыла яркую звезду и мы наблюдаем четыре сначала три открыли потом четвертая тут оказалась планеты регулярно их фотографируя даже видим их орбитальное движение казалось бы все победили эту проблему нет не победили это очень далекие от своей родительской звезды планеты в масштабах солнечной системы да вот тут написано 20 астрономических единиц то есть они все в масштабах солнечной системы там за Сатурном где-то нам бы интересно сюда поближе к звезде что-то увидеть планеты типа Земли достаточно обогретые своей звездой замечательный проект предлагается денег на него пока нет но проект интересный вот смотрите запускается такая штуковина пока непонятно что это такое она разделяется на две части первая часть справа это телескоп типа Хаббла немножко более продвинутый немножко более больше диаметр имеет примерно вдвое но это космический такой рядовой телескоп а слева а слева это экран он разворачивается и улетает далеко-далеко от этого космического телескопа и закрывает собой звезду и мы рядом с этим экраном рядом с этой звездой закрытой этим экранчиком можем изучать экзопланеты замечательный проект но дорогой и непонятно когда будет реализован НАСА на него пока денег не нашло кроме оптического окна есть конечно и другие там в ближнем инфракрасном диапазоне но все равно с Земли недоступны радио ну про радио я не буду говорить одним словом везде где есть окна прозрачности в атмосфере мы работаем на поверхности Земли где их нет работаем в космосе и иногда даже несмотря на то что с Земли радиоастрономы могут работать они запускают в космос аппаратуру потому что это дает возможность интерферометр с большой базой сделать в этом смысле наверное наш радиоастрон это лучшее что за последние годы Академия наук в области астрономии космической астрономии сделала вот это замечательно действительно замечательный прибор если подумать как вообще это можно было реализовать он работает на сантиметровых волнах а при этом несется в космосе и надо контролировать его положение с точностью до сантиметров каждую долю секунды у космонавтики раньше не было таких проблем их там километры устраивали а у радиоастрономов такие проблемы есть ну и наконец телескоп Джеймс Вэрд он третий год уже на орбите это уникальная вещь его конечно создавали думая о Хаббле чтобы они дополняли друг друга и расширяли диапазон наблюдений Хаббл работает в оптическом и чуть-чуть захватывая ультрафиолетовый и чуть-чуть захватывая близкий инфракрасный диапазон Джеймс Вэб захватывает близкий инфракрасный диапазон доступный Хабблу чтобы было какое-то соответствие ну и потом расширяет вплоть до среднего инфракрасного диапазона это сделано очень разумно и у них одинаковое качество картинки и многое одинаково ну если забыть о том что Вэб намного больше диаметра объектива имеет по его строительстве поучаствовали вот перечисленные страны такие удивительные для астрономии как Люксембург например зачем им вообще понадобилось в астрономию вкладывать деньги в космическую я не знаю но эти люди умеют считать деньги в Люксембурге наверное они понимают смысл этих исследований а вот Япония почему-то не поучаствовала странно хотя японцы так обычно в международных проектах участвуют проект длился долго с 96-го года когда уже решено было делать телескоп тогда хотели сделать диаметр объектива 8 метров но потом немножко ужались до 6 с половиной это очень много и вот до 21-го года когда в декабре он в самом конце декабря полетел и довольно долго приходил в себя то есть ему надо было во-первых развернуться во-вторых улететь на полтора миллиона километров от земли в точку Лагранжа Л-2 где он регулярно виден с ночного полушария земли и с ним связь удобно поддерживать а в-третьих просто остыть это инфракрасная машина она сама должна быть холодной именно поэтому его подальше от земли послали чтобы земной шар не нагревал своим теплом ему нужно было остыть вот он полгода приходил в себя у него есть теплая и холодная и холодная и холодная холодная это та на которой зеркало и основная аппаратура светоприемная а теплая сторона ну это обслуживающая там ракетный двигатель система связи ну ей не нужен холод она с той стороны вот этой огромной защитной этого экрана защитного с той стороны которую солнце освещает там панели солнечных батарей там все что должно на солнце смотреть а сверху то что не должно смотреть огромный многослойный теплозащитный экран он конечно в ракету не помещался он был свернут очень аккуратно и только видеть масштаб его какой-то только потом развернулся и принял нужную форму да и само зеркало тоже невозможно было воткнуть разместить под обтекателем ракеты собственно телескоп Хаббл это максимальное количество максимальный размер зеркала объектива телескопа который ракета может в монолитном состоянии поднять на орбиту порядка 3-3-3,5 метров диаметр ракеты диаметр головки ракетной и туда можно 2,5 метров зеркало воткнуть поэтому и Хаббл и подобные ему телескопы разведывательные а их кроме Хаббла похоже у него еще много летает спутники Кейхол они смотрят на Землю Хаббл смотрит в космос но все они имеют диаметр объектива 2,5 метра больше не воткнешь поэтому если хочешь больше надо делать складное зеркало и зеркало телескопа хаббл сделали складным вот таким образом оно сложенное помещалось под обтекатель складывалось оно из трех частей центральное и два крыла таких заворачивались а потом в космосе принимали форму но и остальные части телескопа вторичное зеркало тоже надо было сложить вы видите что оно сложено вот на этих штангах а потом разворачивается ну в общем там все это напоминает такой дамский зонтик который как мы знаем не всегда правильно разворачивается когда пытаешься это сделать на земле а тут надо было безукоризненно это сделать в космосе без участия человека вот так разворачивалось сначала термо ну светозащитное покрытие экран а потом и сам телескоп если сравнивать его с хабблом хаббл наверху Джеймс внизу этого слайда есть и достоинство ну достоинство это большой диаметр объектива и недостатки тоже сразу сразу видны во-первых объектив голый он ничем не закрыт трубы у телескопа нет крышки нет у хаббла закрывается крышка и все там тонкая оптика оказывается защищенной а у Джеймса Вебба все наружу и это сразу дало себя знать уже в первые месяцы полета микрометеорит ударил по одной из 18 зеркальных секций и сместил ее и телескоп оказался кривой но это было это было предусмотрено у каждого из 18 кусочков зеркала отдельное управление и инженеры вернули эту секцию на место и опять зеркало стало идеально параболическим давайте сравним два телескопа с похожими диаметрами объектива а диаметр это главное что у телескопа должно говорить об его качестве сколько он света может собирать наш БТА на Кавказе 6 метров диаметром и Вебб на орбите 6,5 метров диаметром масса нашего наземного телескопа 850 тонн а Джеймс Вебб 6 тонн с небольшим весом вот в этом самая большая инженерная проблема была а ведь этот наш его любой инженер может подойти и отремонтировать сколько раз надо столько и отремонтирует а у Вебба такой возможности нет и наверное никогда долго не будет потому что туда никто не летает полтора миллиона километров до точки Лагранжа и надо было предусмотреть массу систем которые там собственными силами этого телескопа ремонт обеспечивают восстановление его качество обеспечивает вот точка Лагранжа и Л2 она находится от Земли в противоположном направлении от Солнца там очень хорошо с одной стороны солнечные лучи обеспечивают электроэнергией телескоп с другой стороны он далеко от Земли Земля его не греет а с третьей стороны он сопровождает Землю по движению по орбитальному движению и мы всегда его видим на фоне ночного неба с ним радио связь удачно можно поддерживать Солнце не мешает своими помехами еще одно сравнение теперь уже Джеймса Веба и с Хабблом можете посмотреть на эти цифры но тут уже разница небольшая стоимость это порядка 10 миллиардов долларов и там и там но функции конечно у Веба значительно шире чем у Хаббла потому что новая эпоха новая новая электроника новые возможности мне объяснено зачем его делали любой телескоп это машина времени которая смотрит в прошлое радиотелескоп на орбите есть радиотелескоп миллиметрового диапазона который видит реликтовое излучение они смотрят далеко вот туда в эпоху когда Вселенной было 400 тысяч лет это радио это самое далекое прошлое тогда не было ни звезд ни галактик один только ионизованный газ оптические телескопы а Хаббл тут вне конкуренции смотрят на меньшее расстояние туда где галактики уже родились где звезды уже были но нас в последнее время интересует промежуточная эпоха вот это вот так называемая темная когда только-только зарождались первые звезды и галактики вот о чем говорила Ольга Сильченко и именно для этой цели в том числе и для этой цели сооружали Джеймс Вебб в своем инфракрасном диапазоне он видит быстро удаляющиеся от нас объекты и правильно было предполагалось правильно что Хаббл свои возможности исчерпал на красных смещениях примерно 10 когда Вселенной было примерно полмиллиарда лет а Вебб заглянет туда подальше в темную эпоху или на границу темной эпохи когда все только начиналось в общем туда он и заглянул вторая его миссия это заглянуть в плотные богатые пылью области галактики туда где темные облака не позволяют нам увидеть как там внутри этих облаков рождаются звезды инфракрасное излучение оттуда выходит вот смотрите 6 картинок оптика облако непрозрачное переходим к инфракрасным наблюдениям облако становится прозрачным для этой миссии как раз Джеймс Вебб и делали он работает в ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах у него много приборов если перечислять их все мне бы время не дали на это но я скажу так все лучшее что для наземной астрономии было за последние годы создано в миниатюрном виде воткнули на Джеймс Вебб там есть камеры инфракрасные и ближнего и среднего диапазона и разрешение его и поле зрения точно такое же как у Хаббла это маленькое поле 2 на 2 угловых минуты и у Хаббла 2 на 2 угловых минуты это если вы посмотрите на текст печатный то точка в конце предложения с расстояния в 2 метра это 2 угловых минуты вот такое поле зрения и у Хаббла и у Вебб очень маленькое в этом их общий недостаток но зато они соответствуют друг другу очень интересные системы использования вот этого сегментированного зеркала объективного 18 кусочков их можно по очереди закрывать специальная там система и использовать по нескольку штук как интерферометр оптический тогда он будет давать более высокую четкость в изображении измерять более мелкие детали поможет в общем аппаратура там действительно продвинутая и из сравнения одних и тех же областей неба снятых Хабблом Хабблспейс-телескоп и Джеймс-Веббом мы видим что конечно Джеймс-Вебб выигрывает и больше объектов и больше примерно такая же четкость как у Хаббла но все-таки побольше у него диаметр в 2,5 раза больше но вот обратите внимание яркие звезды имеют большое количество длинных лучей интерференционных и это немножко портит картину ничего не бывает просто так у Хаббла одно круглое зеркало у Вебба 18 шестиугольных а дифракция на круглом зеркале круглое дифракционное пятно дает а на шестиугольном зеркале естественно 6 вот таких вот длинных лучей и как раз это позволяет легко в публикациях сразу отличить фотографии сделанные Хабблом от фотографий сделанных Вебом 4 лучика это Хаббл 6 лучиков на самом деле их больше 6 это только от шестиугольных зеркал а еще вот эти распорки вторичного зеркала они еще там добавляют несколько лучей но не таких ярких в общем яркие лучи немножко портят картину ну что делать яркие звезды всегда нам портят жизнь и пока мы не знаем как от них избавиться за последние два года Джеймс Вебб попробовал себя в разных направлениях с его помощью и солнечную систему фотографировали и прекрасные снимки сделали причем они же инфракрасные сразу можно отличать скажем оптические снимки от инфракрасных кольца планет то чего мы вообще не видели колец урана не приближаясь к нему на космических зондах теперь прекрасно видны потому что они тепленькие эти пылинки кольца Нептуна прекрасно видны а раньше у нас была только одна фотография с космических зондов с Вояджера второго а теперь можно регулярно их фотографировать но и тут один из спутников Тритон у Нептуна он такой яркий что вот эти вот длинные лучи портят немножко картину ну как-то можно это дело пережить одни и те же объекты сфотографированы в оптическом диапазоне Хабблом и в инфракрасном ВЭБом сразу показывают преимущества ВЭБа облака пылевые становятся прозрачными тут мы ничего не видим тут мы видим и сквозь них и внутри них интересные объекты галактики на оптическом снимке черные полосы там где пыль а на инфракрасном наоборот на этих местах яркие объекты потому что пыль нагретая звездами она в инфракрасном диапазоне наконец экранчики которые закрывают яркие изображения вот перед вами фотография звезды с экзопланетой так звезды тут не видно белая звездочка говорит где там звезда ее полностью закрыли на оптическом снимке она яркая конечно ее полностью закрыли экраном и мы получаем реальное изображение экзопланеты в разных фильтрах все очень здорово сегодня мы говорим о жизни в основном и мне кажется самое интересное открытие веба это на планете ну из кеплеровского каталога 18-й звезды планета Б он обнаружил интересную молекулу диметилсульфид ну вот вроде простая молекула но оказывается что на земле ее источником служат только одноклеточные морские организмы фитопланктон и других вообще источников нет а откуда тогда в атмосфере этой экзопланеты этот газ диметилсульфид это он обеспечивает запах моря вот когда мы подходим к морю говорим о морем пахнет это вот самый диметилсульфид так что мы теперь знаем чем пахнет эта планета но вот откуда берется этот самый диметилсульфид пока непонятно а далекие галактики о них много говорили была сначала история что якобы якобы он открыл супердалекие галактики на Z17 этого не может быть там должна быть темная эпоха в эволюции Вселенной это рассосалось практически рассосалось таких далеких галактик нет потому что это были предварительные данные сейчас оказалось что по-настоящему измерил красные смещения таких далеких нет а вот открытие сверхмассивных черных дыр в очень молодых галактиках это действительно сенсация абсолютно непонятно как черные дыры с массой миллиарда масс Солнца даже десятки миллиардов масс Солнца как они в таких молодых галактиках могли сформироваться два слова почему большие телескопы раньше называли только имена большие космические телескопы именами великих ученых и вдруг появился какой-то Джеймс Уэбб а это новая традиция он был администратором мы же ценим администраторов которые руководят большими научными коллективами он был администратором НАСА и в эпоху полетов на Луну говорят он сделал очень много но не все с этим согласны некоторые американские астрономы переводят эту аббревиатуру не как Джеймс Уэбб спейс телескоп а как Джеймс Уэбб спейс телескоп ну что тоже тоже да вандефул хороший телескоп в ближайшие годы полетят такие же но с большим полем зрения вот Эвклид европейский уже полетел и у него огромное поле зрения с почти таким же качеством как у Хаббла хотя он меньше размером полетит великолепный инфракрасный телескоп с огромным полем зрения ну назвали его в честь дамы которая в НАСА астрономом главным была Роман спейс телескоп посмотрите какое у него поле зрения вот эта площадка которую Хаббл фотографирует вот это вот а новый телескоп будет вот такие вот за раз фотографировать куски неба полетят много объективные ну фактически целые обсерватории 26 телескопов на одной машинке полетят большие телескопы однообъективные но крупные и наконец я надеюсь что полетит и наш ультрафиолетовый телескоп спектр УРФ который тоже готов к полету почти готов и надо бы его потому что других ультрафиолетовых сейчас не предвидится а наш лежит и ждет своего часа мы написали книгу об этом мы с коллегами читайте ее и тем более читайте многоканальную астрономию которую сотрудники нашего института подготовили спасибо пожалуйста вопрос нет ли в зале есть какие вопросы тут одни ответы сюда пожалуйста скажите пожалуйста а вот как вы считаете все таки главное открытие Джеймс Уэбба которым нужно было бы связать с поисками жизни где-то вот на ваш взгляд частный на мой взгляд это самая планета с газом который только микробы на земле продуцирует альтернативы нет то есть химики не сказали а мы знаем биологи не сказали что других источников ну и химики тоже других источников этого газа на земле нет фосфин который в облаках Венеры у него еще может быть источник вулканы выбрасывают фосфин ну живые существа ну и живые существа и вулканы а вот диметил этот самый сульфит его только фитобланктон так что хорошо спасибо есть ли в сети вопросы спасибо большое еще раз благодарю межу предохладчик Сергея Владимирович Аюков эволюции солнца и звезд и загадки малой светимости пока настраивают я скажу два слова на самом деле у меня есть тоже светимость солнца да есть тоже маленькое воспоминание вообще как бы фамилия Мара у меня связывалась связывалась всегда с книгой которую я читал в школе про планеты но потом как бы во взрослом уже возрасте планеты я просто не занимался и как бы лично сморо у меня не было значения но когда проходило совещание аналогичное в семнадцатом году и я делал доклад и мне задали вопрос из зала и почему-то про нестандартные модели солнца ну там действительно был необычайный так сказать как бы необычный момент вот и почему-то я сразу подумал мне кажется это Мара и оказалось это действительно было такое вот неожиданное было у меня впечатление окошко оно наверное и есть вот ну как бы переходя собственно говоря к самому докладу доклад посвящен как бы доклад посвящен светимости светимости солнца и ее изменения со временем светимость это энергия которую солнце наше излучает в единицу времени очень важный параметр как известно солнце является на земле практически единственным ну самым главным источником энергии и поэтому это конечно вещь важная современную светимость солнца сейчас меряют конечно на космических аппаратах потому что атмосфера поглощает часть излучения и баллометр который собирает все длинные волн он конечно же летает в космосе то есть таких а это делается уже давным-давно существуют длинные ряды и в общем-то говоря как бы это такая область науки достаточно разработанная существует масса работ и светимость измерена достаточно хорошо ну по крайней мере так сказать как бы с той точностью с которой позволяют приборы и с которой позволяют колебания светимости самого солнца колебания существуют они как бы не очень большие примерно соответствуют они примерно соответствуют вот того и точности вот этой вот пол процента который указан в качестве в качестве точности самой величины светимости считается что Ну, в принципе, находится, да, есть некоторые корреляции с солнечной активностью, но нас в данном случае она как бы не интересует. Возраст Солнца определяется с помощью, напрямую, понятно, его определить нельзя, поэтому он определяется косвенно по метеоритам и по Земле. Все эти определения, они основаны, в общем-то, на радиозатопном анализе, то есть на превращении урана-238 в свинец-206. То есть нам повезло, что есть такой элемент уран, что он достаточно распространен, что у него очень удачный период полураспада, 4,5 миллиарда лет, и что он превращается в свинец, который тоже остается в минералах. То есть, если бы один из этих элементов был бы газом, то у нас были бы большие проблемы. Ну и, например, вот как пример могу привести, что в ураносодержащих рудах свинец на изотопный состав свинца, это 90% свинец-206, то есть он имеет просто радиогенное происхождение из урана. Ну и вот сопоставляя, так сказать, количество изотопов разных изотопов в разных образцах руд, удается оценить возраст. И это, конечно, очень важно. Водраст Солнца, как известно, представляет, это примерно 4,5 миллиарда лет, ну не учитывая там плюс эволюция до главной последовательности, это чуть позже. Вот за эти 4,5 миллиарда лет, значит, Солнце как-то поменялось, а Земля вместе с ним. Как поменялось Солнце за эти 4,5 миллиарда лет? Вот здесь отложено то, что называется в астрономии обычно эволюционным треком Солнца. То есть по горизонтальной оси это эффективная температура, а по вертикальной это светимость. Светимость здесь отложена в единицах Солнечной, то есть движение происходит у нас справа налево. Когда-то, когда Солнце только образовалось, оно, как мы видим, имеет светимость примерно 0,7 от современной, ну и несколько более низкую температуру. Ну на самом деле изменение температуры, оно не очень значительное, в общем-то говоря, и в данном случае о нем можно и не говорить. А вот изменение светимости, оно как раз нам очень важно и интересно. Значит, этот эволюционный трек можно нанести на диаграмму Держтон-Гересова. Если, так сказать, как бы тут все-таки биологи тоже есть и разные люди, которые не знают, что это такое, значит, это диаграмма, на которой нанесены звезды. По вертикальной оси здесь светимость, ну или абсолютная звездная величина, это одно и то же. По горизонтальной оси это либо температура поверхности, ну либо спектральный класс. Каждая точка соответствует одной звезде. Вот эта большая такая диагональ из точек, это как бы, она называется главной последовательностью. Это место, где у звезд горит водород в ядре. То есть это звезды, которые сжигают водород, и они находятся на главной последовательности долго. Раньше некоторые люди считали, что, ну была такая идея, что звезды перемещаются по ней, двигаясь. Но в реальности, так сказать, они просто проводят на ней много времени, но на самом деле вдоль последовательности они не перемещаются. Если вы пытаетесь найти здесь точку, где, собственно говоря, след Солнца, которое я обещал вам показать, то вы его, скорее всего, даже не увидите, потому что он очень маленький на самом деле. То есть, если у кого хорошее мнение, то он увидит вот здесь вот маленький-маленький такой, маленькую красную черточку. Вот это и есть, собственно говоря, все изменение Солнца, здесь трек Солнца за все 4,5 миллиарда лет. Это, в частности, говорит о том, что, в общем-то говоря, Солнце меняется мало, изменилось за это 4,5 миллиарда лет в масштабах, так сказать, всего звездного населения нашей галактики. Оно осталось практически неизменным. Ну и это, конечно, очень хорошо, потому что если бы оно меняло свою светимость сильно, то у жизни на Земле были бы большие проблемы. Ну, спектр, ладно, я пропущу, так сказать. Почему вообще эволюционируют звезды? Звезда как бы не может находиться в стационарном состоянии, ну, просто потому, что она излучает энергию. А раз она излучает энергию, значит, она ее должна где-то брать. А раз, так сказать, у них есть источники, то эти источники тоже не бесконечны, и они должны приходить, приводить к каким-то изменениям. Собственно говоря, да, так и есть. Источники энергии у звезды на главной последовательности – это превращение водорода в гелий. И это превращение водорода в гелий приводит к тому, что постепенно, так сказать, водород в метрах звезды исчерпывается, и, соответственно, звезда становится другой. Какой другой конкретно? Вот это нас в данном случае и интересует. То есть при таком, при, так сказать, эволюции звезды на главной последовательности, у нее медленно растет светимость. Почему она, светимость, растет? Значит, ну так, одно из, так сказать, таких общепринятых объяснений состоит в том, что это сложный баланс между ядерными реакциями, то есть превращением, химическими уравнениями состояния, то есть изменением молекулярного веса, и гидростатическим равновесием, потому что звезда должна поддерживаться равновесием. Поскольку водород превращается в гелий, то у вещества увеличивается молекулярный вес. Увеличение молекулярного веса в связи с законами, так сказать, в соответствии с уравнением состояния ведет к уменьшению давления. Но чтобы поддержать звезду после уменьшения давления, поскольку она не может сжаться, так сказать, нам в звезде повышается температура и плотность для того, чтобы поддержать гидростатическое равновесие. Но рост температуры и плотности, оказывается, вызывает увеличение скорости ядерных реакций. Причем скорость ядерных реакций зависит от температуры очень сильно. Поэтому получается, несмотря на то, что, казалось бы, топливо, то есть водород в ядре звезды выгорает, в ядре Солнца, но при этом ядро разогревается, и на выделение энергии становится больше, чем было, несмотря на то, что, как бы, казалось бы, топлива становится меньше, но оно начинает гореть быстрее. Цветимость растет. Ну, теперь, как бы, мы вот переходим, собственно говоря, к Земле, то, что нас больше всего в данном случае интересует. Для Земли, как бы, можно написать простое уравнение теплового баланса. То есть слева у нас то, что падает от Солнца, а справа то, что излучается. Значит, здесь С – это солнечное постоянное, то есть это сколько Солнца нам присылает энергии на квадратный сантиметр за секунду. А – это альбедо Земли, то есть коэффициент отражающей способности, то есть сколько оно обратно отсылает в космос. То есть, нет, так сказать, не приняв. Одна четвертая соответствует просто тому, что сечение Земли в солнечных лучах – это πr квадрат. А излучение от Земли уходит со всей сферы, то есть 4 πr квадрат. Сигма – это коэффициент излучательной способности Земли в инфракрасном свете, потому что, в общем-то, Земля излучает большей частью в инфракрасном диапазоне. Ну и сигма – это коэффициент Стефана Больцмана. Т – это температура поверхности Земли. То есть, написав такое очень простое соотношение, оно было написано, как мы видим и в 1972 году еще, так сказать, с Аганом и Мюллином, можно легко посчитать, какая будет температура поверхности Земли. Она получается неправильная. 262 кельвина. То есть, в реальности температуры Земли – это 287 кельвинов. Ну, плюс 4, некоторое среднее. То есть, разницу всегда относят на парниковый эффект. Да, конечно, парниковый эффект есть. Как его вычислить, это вопрос сложно. И, в общем-то говоря, я его касаться не буду, и я даже не знаю точно, насколько хорошо его можно вычислить. Ну, просто у нас есть такая цифра, что, значит, мы получаем 262. Измерение дает 287, то есть, разница 20 градусов. Но главное, что, так сказать, из этого соотношения мы получаем. Мы получаем соотношение между солнечной постоянной и температурой. То есть, как мы видим, температура пропорционально солнечной постоянной. Ну, корни четвертой степени из солнечной постоянной. Ну, кстати, здесь тоже написано, я забыл сказать, что поток энергии из недр Земли маленький. То есть, он от 10 минус 5 солнечного. То есть, в общем-то говоря, его можно в данном случае для теплового баланса можно не учитывать. По крайней мере, в настоящее время. Почему ответить, что это так? Да, значит, я это могу пояснить. Потому что в землях, когда потоки солнечных включений, это гирь, гирь квадрата. А излучает она со всей поверхности, спереди гирь квадрата, со сферы. Поэтому одно четвертое. Да. И дальше, так сказать, мы можем нарисовать. И поскольку мы знаем, в соответствии с теорией эволюции, мы знаем, как менялась солнечная постоянная во времени. А солнечная постоянная – это что? Это просто светимость Солнца, разделенная на площадь сферы, радиус которой равен радиусу орбиты Земли. То есть, если мы знаем, как менялась светимость, значит, так же менялась и солнечная постоянная со временем. Вот нижняя линия на рисунке показывает как раз, так сказать, что будет, если мы возьмем эту формулу и применим в лоб. Ну, мы получим, конечно, немножко странные результаты, потому что она не учитывает парникового эффекта. Но, тем не менее, она показывает, но если мы примем, что парниковый эффект и альбедо, и излучательная способность не менялись за все это время, то мы можем спокойно эту кривую перенести на 20 градусов вверх. То есть, как бы проэкстраполировать, ну, не проэкстраполировать, а рассчитать, как менялась температура Земли на протяжении предыдущих 4,5 миллиардов лет. Это как бы, ну, она менялась, да, так сказать, в соответствии с корнем четвертой степени и с светимости. И вот здесь мы видим вот этот вот голубенький треугольник. Это вот и есть то, что, так сказать, называется парадоксом, слабого молодого солнца, тусклого молодого солнца или слабого молодого солнца. Может, слово парадокс не очень удачный, так сказать, в русском языке, по крайней мере. Что-то, как мне казалось, что парадокс больше относится к логике, чем к таким вещам, тем к проблемам. Скорее, это проблема. Ну, название устояло, тем не менее. В чем его суть? Суть в том, что при возрасте около двух миллиардов лет температура должна быть около нуля, а еще раньше даже ниже нуля. Что это означает? Это значит, что земля должна была быть холодной, и на ней океаны должны были замерзнуть, и вообще вся вода должна была фактически замерзнуть на поверхности. Но геологи абсолютно уверены, что там 3,5, а в общем-то говорят 7,4 миллиарда лет назад на Земле жидкая вода была. Более того, если бы ее не было, если бы земля у вас замерзшая, то она бы представляла собой, в общем-то говоря, ледяную сферу, покрытую льдом и снегом. У такой сферы ледяной, покрытой льдом и снегом, очень высокий коэффициент отражения. То есть разогреть ее с помощью, так сказать, солнечного излучения, а больше нечем вроде как, было бы очень сложно, поскольку она все отражала обратно в космос. И это действительно как бы вот в 72-м году вот с Аганом и Мюллиным была написана эта статья, которая вот в первый раз подняла, по-видимому, эту проблему, и они ее обозвали как раз парадоксом слабого молодого солнца. То есть действительно получается, что жизни на Земле быть не должно, поскольку Земля должна оставаться быть холодной, и более того, как бы у нас есть данные, что Земля не была холодной. Что же, так сказать, здесь, ну вот если, так сказать, еще так сформулировать еще раз, то что да, что при каких условиях это происходит. Мы должны предположить, что парниковый эффект, альбедо и излучательные способности у Земли, они постоянно, то есть они не менялись. а как бы солнечный постоянно меняется, ну, в соответствии со светимостью, с историей эволюции Солнца. Кстати говоря, эти же авторы отметили, что вообще говоря, для Марса проблема еще более серьезная. Там, конечно, доказательства существования жидкой воды, они как бы так послабее несколько, но там и Солнце светит гораздо слабее. Вот. Как можно было, как можно решить, попытаться решить этот парадокс или эту проблему? Ну, прежде всего, и это отметили, собственно говоря, сами авторы первой статьи, что возможно, что излучательная способность Земли была меньше, а парниковый эффект был больше. То есть они, в первую очередь, конечно, упирали на парниковый эффект. Но по оценкам получалось, тогда, по крайней мере, ну и в общем-то и потом, что углекислый, в данном случае приписывалось углекислому газу. Получалось, что углекислого газа должно быть очень много. Я уже, честно говоря, сейчас не помню цифру, ну типа того, что, так сказать, там в 300 раз, нет, нет. Ну, ладно, не буду говорить сейчас. То есть очень много. То есть никаких, в общем-то, свидетельств о том, что его было так много, в общем-то, нет. В другой стране, в целом, конечно, не так просто определить, сколько было углекислого газа, два миллиарда лет назад в атмосфере. Это, как бы, как выясняется, что, в общем-то говоря, это непросто. Второй способ, это, так сказать, правая часть нашего уравнения, то есть солнечный постоянный. А вдруг эволюция шла по-другому? Вдруг солнце не было тут заметно тускнее? Или было там, вообще, так сказать, не менялось, ну, вообще не меняло маловероятно, как бы. Один из вариантов это, например, потеря массы. То есть, если бы солнце было более массивное раньше, то, во-первых, оно бы сильнее грело, то есть, чем звезда массивнее, тем она, тем у нее больше светильность. И, кроме того, чисто из-за гравитации Земля была бы ближе к нему. То есть, расчеты показывают, что 7% достаточно для того, чтобы скомпенсировать вот это вот таяние, ну, замерзание океанов. Но, вообще говоря, 7%, что такое 7%? Это значит, что эти 7% должны теряться, в общем-то говоря, на протяжении всей жизни Солнца практически. Потому что, если бы они потерялись сразу, то есть, давно очень, представить какого-то катаклизма, то потом мы бы опять получили ту же самую эволюцию, которая, так сказать, у нас вызывает вот эту проблему. Но, поскольку, если предположить, что оно теряется, что эти 7% терялись постоянно в течение всех 4-х лет, ну, тогда возникают вопросы, а почему оно теряется сейчас, и как, так сказать, и какие процессы это вызывали. То есть, в общем, здесь, конечно, вопросов очень много, и ответов фактически нет. Значит, можно, конечно, придумать еще какие-то варианты решения этого парадокса. Но пока что мы, так сказать, остановимся на этом и немножко отвлечемся на парочку нестандартных моделей Солнца. Ну, поскольку это как бы в каком-то смысле мой хлеб, то я про эту парочку моделей я сказал. Можно ли подогнать так модели Солнца, чтобы они дали поменьше изменения светильности, чтобы светильность было не таким сильным. Вот предлагается два варианта. Обе, все эти модели, которые посчитаны, они имеют правильный возраст, они имеют солнечную радиус, солнечную светимость, то есть, они внешне, они абсолютно похожи на Солнце. Внешне. Первая модель, это модель полностью перемешанная. Представим себе, сейчас, как известно, так сказать, перемешанная конвективная зона составляет 30% внести 30% в продюсер. Остальная часть, которая внутри, она лучистая, то есть, там перемешивания нет, там перенос происходит излучением, а в верхней 30% конвективная. Представим себе, что Солнце конвективно целиком. Да, никаких оснований так считать у нас нет, просто, так сказать, вот представим себе. При этом мы получим, что у нас топливо, то есть водород постоянно доставляется в центральной части, то есть, звезда постоянно перемешивается, и в результате у нас не происходит концентрации гелия в центре. И то есть, в центре всегда есть свежий источник топлива. А второй вариант, вторая модель, это мы возьмем и уменьшим сечение ключевой реакции протон-протонной, то есть, просто ослабим источник энергии. Как можно проверить результат? Результат можно проверить по разным параметрам, но один из простейших, это значит центральная температура, в такой модели. Центральная температура определяет поток нейтрино, поток нейтрино, высокоэнергетичный нейтрино, бордов нейтрино. Есть так, у ПП-цикла, который проходит, который идет на Солнце, есть несколько ветвей, и одна из ветвей, она как раз очень сильно зависит, ее дефектирует, очень сильно зависит от температуры, и она дает нейтрино с очень высокой энергией, которая хорошо детектируется. Про нейтрино я сейчас не буду, здесь деликаться, ее в первую очередь, в первую очередь, те нейтрино и были найдены. Вот эти нестандартные модели, две. Красная, это у нас стандартная модель, современное Солнце, современное Солнце, вот видите, в правом верхнем углу написано, это точка, в которую все они приходят, в одну, современное Солнце. А, соответственно, синяя и зеленая модели, это наши две нестандартные модели. Как видим, у них изменения, соответственно, у них светимости гораздо меньше. То есть, если у нас как бы Солнце начинает от, грубо говоря, от 73, от 0,73 свою эволюцию, то эти модели Солнца уже начинают от 82 или 83, 0,82 или 83. То есть, в общем-то говоря, такая модель могла бы решить проблему тусклого Солнца раннего. Но, с другой стороны, теперь взглянем, что у них внутри находится, как и у них внутри. И мы видим, что модель с полным перемешиванием, например, имеет заметно более низкую центральную температуру. Если у обычной, если у стандартной модели Солнца в центре 15,5 миллионов кельвинов, то этой только 14. Казалось бы, разница не такая большая, но на потоке нейтрина отражается очень сильно. То есть, поток сборных нейтрина от нее 0,75, а наблюдение дает 5,25. Там, конечно, у этой модели много и других разных вещей, которые не совпадают, так сказать, с солнечными параметрами. Но в данном случае нам достаточно даже этого. Если же мы уменьшим сечение протонной реакции, разделим его на 10, то мы получим очень интересный момент. Поскольку у нас сечение реакции маленькое, для того, чтобы поддержать светимость, нам нужно сильно поднять температуру, иначе мы не получим светимости. Если мы сильно поднимем температуру, то мы получим очень большой поток бурных нейтрина, то есть 93 вместо 5. Это, кстати, довольно интересная модель в этом плане, потому что у нее из-за того, что у нее светимость выше, а концентрация к центру тоже большая, у нее в центре водород выгорел. То есть, если у современной, у стандартной модели в центре водород горел наполовину, то у модели, в которой скорость сечения реакции уменьшена в 10 раз, у нее водород в центре выгорел вообще практически полностью. И горение уже идет в некотором слоевом источнике даже. Там тоже горит водород, просто он горит немножко в другом месте. Ну и так, в качестве, так сказать, завершения, может быть, там разные экзотические идеи, которые были выдвинуты в последние годы. Вообще, как бы, про потерю массы я уже говорил, но новые данные говорят о том, что потеря массы может зависеть от возраста. И это интересно, что это приходит как раз из наблюдений экзопланетных. То есть, там вот все эти наблюдения, все вот эти вот новые наблюдения экзопланетные, они, конечно, дали нам очень много данных и про звезды тоже. И, в частности, как бы, вот оценка потери массы тоже существует такая. Единственное, что, конечно, ну, не очень ясно, как это можно применить к Солнцу, потому что для Солнца, я говорил, так сказать, идей по поводу, как организовать потерю массы такого размера на протяжении, в общем-то говоря, на главной последовательности, в общем-то, нет. Были, раньше были еще идеи по поводу того, что давайте, так сказать, изменим, давайте предположим, переменность, переменность гравитационно-постоянность. То есть, если мы предположим, что гравитационно-постоянность меняется со временем, то, как бы, у нас и получается расстояние между Землей и Солнцем тоже может быть меняться со временем. Вот, вот в работе, так сказать, ГУПТа 22-го года, там предположилось, что, значит, синхронно меняются все мировые константы. Ну, не все, но несколько сразу мировых констант синхронно меняются со временем. Да, по-видимому, таким способом тоже можно решить. Ну, в этом, по сравнению с таким вариантом нагрев из-за приливных волн от близкой Луны, это вообще кажется, так сказать, совершенно реальным случаем. В принципе, да, действительно, если бы Луна действительно находилась гораздо ближе и от нее было мощное приливное воде действие, то это могло бы, да, наверное, разогреть тоже поверхность. Вот, вот очень интересная, так сказать, тоже работа, она там целый цикл работ, начиная с 13-го, по-моему, года. Это работа посвящена 3D-моделям климата. То есть, как бы, они считают, что не нужно так много парниковых газов, как раньше считалось. И тогда, как бы, можно уложиться и в то, что есть. Вот, ну, и вот, да, вот даже наш коллега, так сказать, тоже поучаствовал в этом деле. То есть, предполагается, что орбиты планет, возможно, расширяются со временем из локального эффекта Хаббла. Ну, по-моему, кстати говоря, в этой работе, так сказать, не удалось достичь, может быть, совсем того, что нужно, хотя, может быть, я не все в ней понял. Ну, в качестве заключения, значит, так или иначе, у всех звезд светимость растет. На главной последовательности светимость у всех звезд растет со временем. И так или иначе, так сказать, солнце раньше было тускнее. В чем причина того, что океаны не замерзли? Ну, в общем-то говоря, пока никто не знает. Несмотря на то, что многие, много раз появлялись работы, в которых проблема являлась закрытой, но, тем не менее, как бы, в общем-то, работы новые по-прежнему появляются, и проблема закрытой не считается. Тем более, что многие из предположений, которые выдвигаются, как обычно, очень сложно проверить. Ну, да. В целом, конечно, мое мнение все-таки такое, что Земля вещь очень сложная, тем более, что мы очень мало знаем про Землю в древние времена. И, скорее всего, все-таки проблема, ну, как бы, корень, разгадка лежит в истории Земли, а не Солнца. Потому что историю Солнца, как показывают, так сказать, и расчеты, и оценки, и так далее, историю Солнца подвинуть очень трудно. Я продолжу вот с тех, что вы закончили, что загадка в истории Земли, я, честно говоря, не понимаю, как вы забыли, что в истории Земли была великая трагедия, великая радость, когда Луна образовалась. Представьте, это удар, по современным представлениям, это тело смарт, как разогрелась Земля, она была полностью расплавлена, верхние слои. Такая порода долго остывает. Луна, вот эти ошметки, по расчетам, образовались где-то на расстоянии шести радиусов Земли, где-то там 30-40 тысяч километров, это очень близко. Приливы действительно были сильные, теперешние приливы. То есть, игнорировать Луну не только вот приливы, которые мы сейчас знаем, а всю эту историю удаления от 40 тысяч километров до 300. Плюс сам факт удара, по-моему, нельзя, это многое объяснить. Если действительно факт удара был, если Луна так образовалась, то, конечно, это нельзя. Не уходите от микрофона, пожалуйста. Я помню, все так доброе. Все, спасибо. Ну, я, к сожалению, или к счастью, не знаю, так сказать, не очень большой специалист в истории Земли и Луны, поэтому, да, может быть, да. Может быть, действительно, что-то я не понял. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, выйдите сюда. Думин, да. Я, конечно, благодарен докладчику, что он упомянул меня как автора гипотезы по локальной Кабровской расширению для решения проблемы этого слабого тусклого молодого солнца. Только я, на самом деле, никакого отношения к этой гипотезе не имею. Гипотеза была выдвинута критиками Соммера. А я-то это рассматривал как бы это предположение о локальном Кабровском расширении для объяснения аномального, так сказать, рецессии Луны, увеличение, так сказать, ее расстояние между Землей и Луной. Так что, как бы, спасибо вам за комплимент. Работу я считал, там было написано про парадокс тоже. А, нет, но это уже что-то, видимо, было более подним. Нет, нет, авторы гипотезы это вот кризис Соммерс. Я согласен. По крайней мере, вы проводили расчеты, я читал статьи. А мой это нетривиальный результат был в том, что если исходить из этой гипотезы о локальном Кабровском расширении, то получается, что величина этого Кабровского локального Кабровского расширения, она там не совсем совпадает, так сказать, с глобальным, там она поменьше процентов на 30, но интересно, что она одна и та же, которая требуется для решения вот парадокса, так сказать, аномального, так сказать, удаления Луны и для Солнца. Ну, это может быть вот этот был результат. А все-таки, так сказать, что касается парадокса Солнца, это кризис Соммерс вытянет. В общем, не является. Спасибо. Подойдите, пожалуйста, сюда. Вот там специальный вопрос. Вы говорите, что все дело в земле, а как вы, подождите, как вы тогда объясните то, что 4 миллиарда лет назад на Марсе, который значительно дальше, были жидкие океаны, которые там прекрасно себе существовали, потому что там вот парадокс славы молодого Солнца был гораздо более выражен. Да, да, я согласен, что да. Какое объяснение можно для Марса сделать? Для Марса у меня нет какого. Для Марса у меня никакого объяснения, разумеется, нет. И, в общем-то, ну, не знаю. Про Марс ничего не могу сказать. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо за интересный доклад. Я прошу обещания, может быть, чуть-чуть пропустил. Если я правильно понял, то светимость Солнца изменялась от 0,7 текущей до единицы. А как это было во времени? Во времени вот график. И на самом деле... А, ну да, здесь нет... Здесь нет... температура и несовлетимость. А вот по времени как-то... Вот время. Практически линейно. Вот по горизонтальной шкале возраст, а по вертикальной шкале как раз светимость. Ну, прочти линейно. Спасибо. Пожалуйста. Можно онлайн вопрос? Минуту. Давайте сделаем онлайн вопрос. Хорошо, онлайн, пожалуйста, задавайте. Представьтесь, пожалуйста. Сергей Старченко из Измиран. Вот. Я... Вопрос такой. А вот не могла бы просто земля быть горячей вот все это время? То есть там же она как-то образовалась очень горячей и вот просто остывала. Ну, я лично не делал оценок теплоемкости земли в этом плане и не видел, чтобы, так сказать, это считалось. Вот не могу покомментировать насчет теплоемкости не могу покомментировать. Спасибо. Вряд ли кто-то звонит. Ну, оценки, наверное, есть какие-то. Скажите, пожалуйста, а вот в соотношении, которое вы написали, балансы с Альбедо, нам... Ну, не я, не важно. Ну, не важно. Да. Вот, по крайней мере, в вашем докладе. Вот оценочная температура, которую получили, она 262 градуса Келлина. Да. А наверняка же есть измерение того, что излучает Земля. какое значение температуры по измерениям? 287. Извините. Это средняя температура Земли. Это средняя температура Земли. А я спрашиваю про то, какое излучение излучает Земля. А, в смысле, какова температура излучения? Да, потому что слева у вас, извините, стоит излучение, а справа стоит некая эффективная температура. Эффективная температура, да. Температура, я думаю, что излучение Земли здесь должно стоять. Ну, да. Другой вопрос, что... И каково это значение? Каково распределение? Какое одно значение измеренное? Не могу сказать. Ну, вот если память мне не изменяет, то она где-то находится в районе 248 келленов. 248? Да, она еще меньше. То есть, очень холодная? Да, достаточно холодная. Ну, просто это. И следующий тогда... Ну, это чему соответствует? То есть, это глубокий века? Нет, того, что это просто излучает атмосфера. Ну, атмосфера... Неповедность. Атмосфера. Ну, а поверхность излучает? Поверхность. И тогда уже следующий вопрос к вот этой уже непосредственной модели. У вас есть излучательная поверхность Земли, которая не связана с поверхностью Земли. Каким образом переносится вот эта вот температура поверхности? Какова модель переноса вот к излучательной температуре Земли? Да. Я боюсь, что именно здесь у вас сидит тонкость? Не все так просто. Смотрите, у нас же как? Действительно, мы не знаем точно размер парникового эффекта и как это все определяется. Но мы знаем среднюю температуру, которая на поверхности Земли сейчас. Плюс 14. Это известная температура? Известная. Вот. И мы знаем закон, что, так сказать, у нас температура, вот эта, соответствующая в законе степенов большинства, она обратно пропорциональна корню четвертой степени из падающего солнечного излучения. Если считать, что у нас приток и убыток и уход равны. Поэтому мы можем просто воспользоваться законом этой корнем четвертой степени. И, соответственно, вот в соответствии с этим корнем четвертой степени мы рисуем верхнюю кривую. Каким обзор еще раз попробовать? Каким обзор разуме выравнили или связывали к излучательной температуре Земли с температурой поверхности? Ну, как бы, в данном случае не я связываю, в данном случае Саган-Мюллин, но, в общем-то, они считали, что это будет. Считая, что, так сказать, Земля, считая, что Земля излучается эффективной температурой некоторой, и она 262 келлина. Но при этом вы как раз и сказали о том, что вы не знаете или плохо представляете себе модели Земли, вот, и, скорее всего, это просто-напросто вот перенос вот этого однозначный, может быть, не совсем продуманный перенос одной температуры на другую. Да, да, это вполне возможно, что действительно здесь есть моменты, но вопрос в другом, вопрос в другом, что если у нас раньше... Не, не, да, извините. Если раньше, так сказать, солнце светило на 30% слабее, то если у нас есть по-прежнему баланс, энергетический баланс, и если раньше солнце светило на 30% слабее, то мы получим раньше, мы получим, что температура Земли получится меньше. Ну, короче, я понял. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Очень коротко. Иначе обеда не будет. Ну, товарищ, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Тогда вот сюда, вот сюда. Тогда сюда два слова. Маленький комментарий по поводу еще приоритета. Вы все время вот ссылаетесь на Сагана Мюдина, работа 1972 года. Я все-таки хотел напомнить, что на самом-то деле первый-то, кто говорил про парадокс вот этого тусклого солнца, был Шваршильд лет до 15 до того. Просто как-то работа в Шваршильд она внимания не привлекла. Широкое обсуждение началось вот с той работой, которая высветила. В принципе, была гораздо более ранняя работа в Шваршильд. Спасибо. Спасибо. Ну ладно, давайте начнем. Действительно. Так. Коллеги, давайте вот начинаем следующее наше заседание. По твоим часам в 37 минут с задержкой на 7 минут запоминаем. Прошу, доклад. Название видно. Докладчик всем вам известен, по крайней мере, по литературе, а многие и лично. Хорошо. Ну вот, тема моего заклада близка к теме обзорных статьи метод Михаила Яковлевича Марова опубликованного «Успехов физических наук» в первом номере за прошлый год. Но моя работа по данной тематике началась с расчетов эволюции дисков гравитирующих тел, объединяющихся при столкновении. На данном рисунке в начальный момент времени в Минтезимаре принадлежали четырех группам в зависимости от их больших полуоцей Ольбы. Начальные тела находились на расстояниях от Солнца от четырех десятых до одной целых двух десятых астрономических демест. Взаимно коррекционное влияние тел учитывалось методом спердействовать при столкновениях тела объединяется. На этом рисунке приведен состав образовавшихся планет в результате аналогичных дисков который был приведен на предыдущем слайде. Состав этих планет был аналогичный для различных планет и был ближе к составу начального диска. взаимно регистрационного влияния тел диск учитывалось методом сферы действия и был разработан эффективный алгоритм при котором для выбранной пары ближайших тел момент первого изолированного сближения до радиуса сферы действия был минимальным. Под ней при численном интегрировании были получены времена эволюции дисков близко к результатам расчетов детерминированным методам. В 2019 году проводилось моделирование эволюции дисков тел состоявшихся из планеты и планетодемали с начальными большими полощами орбит от аминум до аминум плюс Ди где значение аминум варьирует от трех десяток до полутора астономических единиц в большинстве вариантов расчетов Ди равнялось к двум десяткам. Начальность тех орбит равнялись к пятисотам или к трём десяткам. В этих расчетах гравитационное влияние планеты Солнца учитывалось путем интегрирования уравнения движений. На основе проведенных расчетов можно было сделать следующие выводы. Внутренние слои каждой планеты земной группы аккумулировали в основном планетиземали из окрестностей отбития этой планеты. Внешние слои Земли и Венера могли аккумулировать аналогичные планетиземали из разных областей зоны печальной планеты земной группы. Земля и Венера могли приобрести более половины своей массы за 5 миллионов лет. Формирование зародыша Марса с Масом несколько раз меньше Маса Марса в результате сжатия разрезанного оглушения может объяснить относительно быстрый рост основной массы Марса. Аналогичный вывод можно сделать для Меркурия. доля планетиземали выброса на гиперболейческой орбите не превышала 10%. Было рассмотрено формирование зародышей Земли и Луны в результате сжатия общего радического разрезанного сгущения. Показано, что угловой момент радического сгущения необходимый для такого формирования мог быть в основном приобретен при столкновении двух разрезанных сгущений. Суммарная масса этих сгущений могла не превышать одной сотой массы Земли. Большая часть вещества вошедшего за розы с Луны могла быть выбросана на Земли при многочисленных столкновениях по антиземали с Землей. В 80-е годы я проводил расчёт революции дисков гравитирующих тел, объединяющихся при столкновениях. Тонки гравитирующих соответствующих зону питания планет гигантов. В статье 1987 года я предположил, что кроме транснектурных объектов, сформировавшихся галлюцистер астрономических единиц от Солнца и двигавшихся по слабой эссентричным орбитам, в этой зоне по сильной эссентричным орбитам двигаются объекты, сформировавшихся в зоне планет гигантов. Эти объекты сейчас называются объектами рассеянного диска. Суммарное масло планетоземали в зоне питания урана и нептуна могло превышать ста масс Земли. Большинство этих планетоземали все еще могли двигаться в этой зоне, когда Гюпитер и Сатурн приобрели большую часть своих масс. Мои расчеты опубликованы в 1991 году за 14 лет до Мадрея Ницца показали, что зародность урана и Нептуна могли увеличить большую полуосисть своих орбит с менее чем дистерс экономических единиц до современного значения двигались по орбитам с небольшими эксцентричитетами. На этом слайде для нескольких этапов революции диска показано распределение планетиземали по большим полощам их орбит. Общая масса начального диска планетиземали находилась в центровале от 80 до 32 астрономических единиц от Солнца равнялась с 135 массам Земли. Стрелки указывают положение планет начальное значение больших полощей орбит планет гигантов не превышали диски астрономических единиц. На этом слайде вверху приведены зависимости больших полощей орбит зародящий планет гигантов от числа тел в диске. Справа приведен случай почти круговых начальных орбит. На этом рисунке приведено распределение астероидов поиск синтезитетом и большим полощам их орбит в окрестности юга 355 дров. Граница этого юга совпадает с границами области начального значения больших полощей синтезитетов орбит, при котором в ходе эволюции достигаются орбиты Марса и тела могут потягать этот юг. Доля малых тел со спутниками составляет около одной десятой среди астероидов и около одной трети для транснептуновых объектов. Было показано, что угловые скорости сгущения, приводящиеся к формированию транснептуновых спутниковых систем, могли быть получены при столкновениях сгущениях, двигавшихся по почти круговым орбитам. Эта модель формирования спутниковой системы согласуется с наблюдением, согласно которым 40% удивленных транснептуновых объектов имеют отрицательный угловой момент относительно их центров Марс. Вода и летучие важны для зарождения и эволюции жизни. Вода в океальной Земле и ее отношения гетерия к водороду могут быть результатом смешивания воды из нескольких экзогенных и экзогенных источников с высоким и низким отношением гетерия к водороду. Нельзя говорить об экзогенных источниках воды. Сначала была проведена революция орбит примерно 33 объектов и вначале пересекавших орбиту Юпитера. Среднее время динамической жизни таких объектов порядка 100 тысяч лет. Однако среди рассмотренных таких объектов было несколько объектов, которые переходили на орбиты целиком лежащие внутри орбиты Юпитера и двигались по ним в течение десятков миллионов лет. Ниже приведены примеры изменений со временем больших полуоцей орбит таких объектов. Хотя только небольшая часть мегрирующих объектов имела большие полуоцей меньше двух астрономических единиц, среднее время проводимое объектами первоначально пересекавшими орбитами Юпитера и орбитами с большими полуоцями меньше двух астрономических единиц было сравнимо со временем для больших полуоцей равных трем астрономических единиц. Вероятно, столкновение объекта пересекающего отбитие Юпитера с Землей в рассмотре для разных объектов было порядка 4 умножить на 10 минус 600 до 4 умножить на 10 минус 5. Здесь приведен пример эмиграции транснептунного объекта к орбите Земли. Относительно небольшая часть не более 1 тысяч на объектах пересекающих орбитию Юпитера, которые переслили на орбиты лежащие внутри орбития Юпитера и двигалась по таким орбитам более 1 миллиона лет, может вносить большой вклад в объекты пересекающие орбиты Земли. Вероятно, столкновение такого объекта с планетой Земной группы может быть больше, чем для тысяч других объектов, пересекавших орбиту Юпитера. То есть, рассматривалась эволюция дисков планетиземалий с большими полуосями меньшими от 4,5 до 12 астрономических единиц. В одних вариантах рассматривались все планеты, в других Уран и Нептун не рассматривали. Для таких расчетов при начальнице институтов унитазимали равным 7 десяток вероятность столкновения тела с Землей была порядка 2 умножить на 10 и минус 6. Были проведены также расчеты миграции тел для более узких дисков. Начальные значения больших полосей от Бельф планетиземалий вариливались от а-миниум до а-миниум плюс Диэй. В одних расчетах значения а-миниум рассматривались от 5 до 40 астрономических единиц идея равняла 2,5 а начальницы дисципета равнялись 0,05 или 0,3 в других расчетах а-миниум вариливались от 3 до 5 идея равнялась 1,1 астрономических единиц а начальные к 30 равнялись 2,15 с сотым. На этом рисунке приведена зависимая вероятность столкновения планетиземалия с Землей умноженная на миллион от начальных вношений больших полосей орбит планетиземалия. Разные линии соответствуют разным начальным эксцентриспетам орбит. На этом рисунке приведены значения вероятности столкновения с Землей умноженные на миллион при минимум от 3 до 5 и значки соответствуют средним значениям для 250 тел и вероятности приведены для различных интервалов времени от 1 миллиона лет до 1 миллиарда лет. Тут нужно отметить, что для больших полосей начальных больших полосей отбить между 3 и 3 половиной астрономических сегнец отдельные тела могли выпадать на Землю и Луны через сотни миллионов лет и зона внешнего астрологического полюса могла быть одним из источников поздней тяжелой бомбировки Земли и Луны. Тела первоначально пересекавшие орбиту Юпитера могли приходить к орбите Земли в основном в течение первого миллиона лет. Большинство упадений тел первоначально находившихся на расстоянии от 4 до 5 астрономических единиц от Солнца на Землю происходило в течение первых 10 миллионов лет, а для тела от 5 до 30 астрономических единиц в течение первых 20 миллионов лет. Однако некоторые тела могли выпадать и через сотни миллионов лет. Значительная вероятность столкновения с Землей вычисленных в 250 планетиземали и могут отличаться в сотни раз для расчета с почти одинаковыми начальными орбитами. Это отлично вызвано тем, что одна из целей планетиземали могла двигаться по орбите пресекающей отбитой Земли в течение миллионов лет. На этом слайде приводится вероятность столкновения планетиземали при значениях а минимум от 5 до 40 астрономических эдзи. А, это особо не было. Здесь на первом рисунке при начальных институтах основная масса земных океанов составляет около 2 умножить на 10 минус четвертой массы Земли. При вероятности столкновения с Землей равны 4 на 10 минус шестой суммарной массы планетиземали на расчальном расстоянии от 5 до 10 астрономических единиц от солнца равны 100 массы к 100 массам Земли. Суммарная масса планетиземали выпуска на землю составляла 4 на 10 минус четвертой массы Земли. Для зоны от 10 до 40 астрономических единиц при суммарной массе начальных планетиземали 100 массы Земли суммарная масса выпадающих на Землю порядка полутора умножить на 10 минус четвертой массы Земли. А для зоны от 3 до 4 астрономических единиц при суммарной начальной массе планетиземали суммарная масса планетиземали выпадавших на Землю могла быть порядка одной сотой массы Земли. Общая масса для воды доставленной на Землю из-за орбиты Лепитера могла быть сорнима с массой земных океанов. Хотя тела в зоне астрономического астрономического пояса вероятно содержали меньше вздох, чем тела за орбиты Лепитера, и за гораздо большую вероятность столкновений тела, приходящие из зоны астрономического пояса, могли принести на Землю не меньше в отличие тела из зон планет гигантов. Отношение числа планетоземария с столкнувшейся с Землей в число столкновений с Луной варьировалось от 20 до 40 для планетоземарии из зоны питания планет земной группы и было порядка 17 для начальных больших полосей больше 3 астрономических единиц. Суммарная масса воды доставленной к Венере и Меркурия из орбиты Юпитера в расчете на массу планеты была примерно такой же как для Земли. Аналогичная масса воды доставленной к Марсу в расчете на единицу массы планеты была примерно в 20 раза больше чем для Земли. Этот результат свидетельствует поиск существования древних океанов на Марсе и Венере. Скорость столкновения внедривших тел с Землей и Луной составляла для Луны от 8 до 10 для Земли от 13 до 15 километров для тел специально планет с земной группой и от 23 до 23 до 26 километров в секунду для Земли и от 23 до 23 километров в секунду для Луны летел с начальными значениями больших полосей больше трех астрономических единиц. Ну, совместно с Феоттистом и Светцовым было проведено распределение сравнения распределения диаметра с лунного кратера с возрастом менее 1 миллиарда лет с оценками числа кратера сделанным на основе количества объектов ближайших с Землей и характерных времен прошедших для их столкновения с Луной. Это сравнение позволяет считать, что количество околоземных объектов могло увеличить например 160 миллионов лет назад в качестве после катастрофического разрушения большого астероида. Рассматривая вся зависимость отношения глубины кратера к его диаметру для лунных кратеров на морях и материках. Во время аккумуляции Земли и пользой тяжелой бандеровки происходили столкновения тел с планетами и часть вещества выбрасывалась с этих планет, которые заеммигрировали и могли выпадать на другие планеты. Ранее в работе других авторов движение тел выброшено в Землю при столкновении тел зальников Земли изучалось на интервале времени равном 36 тысяч лет. В моих расчетах движения тел выброса в Земле изучалось в течение динамического времени всех тел, которое обычно составляло несколько миллионов лет. Отметив, что значение угла выброса в основном находится от 20 до 55 градусов. В каждом варианте расчетов изучалось движение 250 выбросов Земли тел при фиксированном значениях угла выброса и скорости выброса. Рассматривалось шесть противоположных точек выброса на поверхности Земли. В большинстве вариантов расчетов тела сортовали с поверхности Земли. В разных вариантах расчетов значения угла выброса варились от 15 до 90 градусов, а скорости выброса от 11,22 до 20 километров в секунду. Вероятность столкновения тел с Землей была примерно одинаковано для расчетов с различными рассмотренными шагами интегрирован. При скоростях выброса менее 11,3 километров в секунду большинство выброса тел выпадало на Землю. При скоростке выброса равной 11,5 и 12 километров в секунду значения и вероятность столкновения с Землей не отличались сильно для различных точек сальто на поверхности Земли были порядка 2-3 соток. В этой таблице приведены значения вероятности столкновения тел выбросенных с Земли с Землей, Венера, Меркурием, Марсом и Солнцем для нескольких значениях скорости выброса тел с Землей. В этой таблице приведен интервал значения вероятности столкновения тел с Землей за нескольких интервалов времени в миллионах лет и для нескольких значения скоростей выброса при угле выброса равном 45 градусах. Здесь приведены отношения вероятности столкновения тел с Землей за времена от 10 тысяч лет до 100 миллионов лет к аналогичным вероятностям в конце революции для 6 точек выброса и для нескольких значений скорости выброса. Здесь продолжение собрируется для двух других точек выброса. Получено, что общее количество тел доставленных на Землю и Венера вероятно не сильно отличалось между собой. Вероятность столкновения с Меркурием и Марсом обычно не превышала 6 сотых и 2 сотых соответственности. Значения вероятности выброса тел на гиперболит скорой отблизу при скоростях выброса менее 12 километров в секунду не превышали 6 сотых. Однако, например, при скорости выброса 20 километров в секунду и при выбросе с точки по ходу движения и стимули вообще все тела выбрасывались на гиперболит и отблизу. Здесь при вероятности столкновения выброса тел с Луной они составляли порядка 1-2 сотых при скорости выброса 11-3 километров в секунду и порядка от 5 до 8 тысяч при скорости выброса равной 16 километров в секунду. Средней скорости столкновения выброса тел с Землей полной тем больше скорость выброса. При скорости выброса от 11,3 до 16 километров в секунду скорости столкновения были от 13 до 25 километров в секунду в секунду и от 7 до 20 километров в секунду для Луны. При скоростях выброса немного больше параболитической скорости значения вероятности столкновения тел с Землей были примерно одинаковы для выброса тел с Земли и Луны много различных скоростей выброса связанных с параболитической скоростью на поверхности этих двух небесных тел. Получены оценки свидетельств в пользу того, что тел выброса от Земли и упавших на зародыш Луны было недостаточно для роста Земли из маленького зародыша на ее современной орбитике. И это свидетельств в пользу образования крупного зародыша Луны вблизи Земли. Рассматривалась также эволюция 23 полевых частиц, учитывая радиационное влияние всех планет, радиационное давление, эффект поинтинга радиационно-солнечный ветер. Учисления проводились для значения отношения стилы радиационного давления демонстрационной силе от одной десятитысячной до четырех десятых, что соответствует силикатным частицам диаметром от пяти тысяч до одного микрона. Для конъектности астероидных полевых частиц вероятность столкновения с Землей имела максимум порядка от одной тысячной до пяти тысячной при диаметрах частиц порядка ста микрон эти вероятности были больше, чем для родительских тел. Здесь приведены примеры вероятности столкновения полевых частиц. Сейчас попущу, так как уже не успеваю. Так сказать, рассматривая движение полевых частиц на расстоянии от пяти до пятнадцати астрономических единиц, значения для ста микронных частиц, вероятность столкновения с Землей были в районе от двух на 10 минус шестой до одной на 10 минус четвертой. Пыль могла быть более эффективной, чем тела, заставка органического вещества к планетам, что связано с тем, что полевые частицы не подвергались интексивного нагрева, когда проходили через атмосферу. Ну, так сказать, осматривалась миграция по методемаге в некоторых изопланетных системах, в частности, в изопланетной системе Проксима-Шентарра от планеты с массой всем масс Земли, находящейся за линией льда к внутренней планете с массой Земли, находящейся в зоне обитаемости. Ну, тогда я тоже это благосталосты для этой минуты пропущу. Так сказать, основной результат этих исследований это то, что времена прошедшие до столкновения планетизмали с планетой Би и звездой составляли от 1 до 4 миллионов лет для зародыша масс планеты с современной массой и порядка 50 миллионов лет для зародыша планеты с массой равной одной десятой. Вероятность столкновения планетизмали с планетой Би была порядка 10 минус 3 при начальном сестете 15 сотых и 2 на 10 минус 4 при начальном сестете равном 2 сотым. Минимальная оценка суммарной массы планетизмали заставленной планетой Би из зоны питания планеты Сир равнялась 2 тысячам массы Земли до начального сестета равного 2 сотым и 15 тысячам для начального сестета 15-й. В этом случае нужно отметить, что так сказать планетой Би могло быть заставлено больше воды, чем к Земле. Ну, так сказать, что же я только здесь вывоз скажу, что, так сказать, в экзопланетной в этой экзопланетной сети напротив миграции миграции трудно ожидать существование у этой звезды массивного анализа облака Орта. Ну, вот по теме миграции тел планетной системы прохлада Массенцавра была в прошлом году подвлекована статья Meteoritis Employmentary Science и две статьи в астрономическом вестнике. Ну, а сматровать также миграцию пыли в этой системе и в частности для чистых диаметром порядка 100 микрон было получено, что вероятность столкновения неоплелинга с планетой Би в зоне специальной планеты Сы была порядком 2 десятых, что во много раз больше, чем для тел. Ну, так сказать, последнее, что рассматривать также миграция тел в экзопланетной системе Церапис-1, в которой есть 7 планет. И основной здесь вывод в том, что внешние свои соседних планет в системе Церапис-1 могут включать аналогичный материал, если вблизи их орбит на поздних стадиях аккумуляции было много планетизема. Здесь примеры выпадения на различные планеты из различных тел около различных планет. метод. Ну и просто в заключении я скажу, что кроме задач по миграции я занимался различными другими вопросами. Например, 8 обнаруженных астероидов получили номера в проекте Deep Impact, когда произошло столкновение ударного модуля космического аппарата с кометрией. Я занимался удалением как следов космических лучей со снимков и анализов снимков выбрана вещества. Здесь было отмечено, что была скрыта полость газовыми пылью под поверхностью этой кометы. Салвеном Боссом проводились расчеты Коробца про засолнечный обзор вызванный ударным фронтом. А в Каталском Гранте по поиску методом микронизирования я занимался одновременным оптимального выбора целей для наблюдения при поиске заполнения методом микронизирования в частности была построена модель яркости звездного неба для телескопов, которые участвовали при этом наблюдении. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы не осталось. нет. Вопросы дистанционные кто-нибудь хотел бы задать вопрос? Ну, по-видимому, большое. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Ставьте, пожалуйста. Вопрос касательно именно участия в программе поиска планет методом микронизирования. какие именно цели были выбраны наиболее приоритетными в плане регионов на небесной сфере? И рассматривался ли вопрос о поиске экзопланет в шаровых скоплениях данным методом? Ну, я, так сказать, в этом гранте занимался написанием программ. Так сказать, как бы как математик, как программист. А наблюдая, так сказать, другие. Так сказать, лично моих публикаций там совсем немного по выбору целей была, так сказать, работа в профиле International Astronomical Unit по модели яркости неба в Луна Пулин Science Conference. А работа, в которой я там участвовал, я был одним из ста авторов десяток садей. Понятно. Еще вопросы? Да, прошу вас. Представьтесь, подойдите и представьтесь. Думин, у меня такой технический вопрос. Когда вы интегрировали вот эту систему многих тел, вот там тот случай близких столкновений, вы их как как бы самосогласованно с помощью какого-то единого алгоритма все это интегрировали или как-то искусственно выделяли эти ситуации? Я, так сказать, пользуюсь стандартным пакетом Левисона и Дункана МВС Свифт. Это вообще синтетический метод. Но, так сказать, у них как-то когда-то со расстояния трех радиусов сила как-то там уже отдельно рассматривается. Но, так сказать, у меня в частности проводились сравнения результатов расчётов с различным шагом и также с результатами расчётами так сказать нестинкликтическим а методом Бури и Сосовера и все результаты как бы они примерно одинаковы с учётом того, что из-за теснот сближения там чуть-чуть изменятся начальные данные и уже так сказать то есть здесь самое главное как бы статистически специальное а не то, что нужно абсолютно точно вычислить то есть это скажем не полёт к Марсу когда вы так сказать чуть-чуть туда попадёте а здесь нужно вычислить только вероятность статистически контролировали да пожалуйста ещё вопросы нет тогда ещё раз спасибо так следующий доклад Мария Михайловна Кацова сейчас мы его увидим всё так первая первая значит ну вот схема на которой видно знакомые гелиофизикам и людям занимающихся солнечной системы это как распространяется солнечный ветер потоки и прочее при столкновении с магнитосферой и дальше все процессы связанные с воздействием на землю здесь рассматриваться будут в меньшей степени а больше будет рассматриваться левая часть значит ну ранний возраст звезды определяется всё с момента её в общем прихода на главную последовательность но перед этим есть некоторые быстро проходящие стадии это прото-звёзд потом когда следующие через там 100 миллионов лет это инфракрасный источник прото-звезды потом звезды типа Тетельца уже возраст у них 1 миллион лет и 10 миллионов лет звезды которые приближаются к главной последовательности они уже теряют диски вот такая прекрасная картина уже портится и дальше уже звезда подходит к главной последовательности в принципе вот на стадии гравитационного сжатия это происходит и при этом конвективная звезда ускоряет своё вращение это относится звездам около солнечной массы от 0,8 до 1,2 солнечных массы звезда ускоряется возникает лучистое ядро и вот примерно в возрасте 15-20 миллионов лет можно считать что звезда находится на главной последовательности и дальше начинается то есть у неё есть лучистое ядро конвективная зона и возникают уже процессы связанные с механизмом динамо и формируется звёздный ветер который в магничной ситуации уносит угловой момент и звезда начинает тормозиться значит если вот более современные расчёты значит здесь периоды растут вверх здесь возраст здесь на этой же схеме периоды также растут вверх это более современные расчёты показывающие что в начале звезда вращается твердотельно на подходе к главной последовательности потом начинается взаимодействие лучистого ядра с более внешними слоями и уже вот здесь начинается фактически главная последовательность и происходит торможение звезды на этой фазе работает закон скуманича это ослабление активности как корень из возраста обратный корень из возраста и дальше здесь маркированы звезды по возрасту по скоплениям по кинематике по другим характеристикам и на этой ветве идет развитие активности солнечного типа и вот то что новое за последние пару лет появилось это ослабление торможения то есть есть некая эпоха когда наоборот звездный ветер не ослабляется а усиливается в какой-то момент ну и дальше опять происходит восстановление ситуации и можно полагать что то есть основное вот здесь рассматривается то что эволюция активности и эволюция вращения происходит неравномерно на протяжении всех этих миллиардов лет и можно сказать что вот именно только здесь больше одного миллиарда лет на солнце и на соответствующем возрасте звезде происходит допустим формирование устойчивого цикла и все комплексы которые связаны с явлением активности ну вот вот эти два графика они перевернуты по оси вертикальной то есть здесь вот так же торможение вернее вот ускорение вращения потом торможение и так далее это звезды приходят на главную последовательность с разным набором начальных условий с разной скоростью вращения и эти кривые показаны для быстро вращающихся звезд у них очень быстрый подход к главной последовательности и так же быстрые торможения пунктира сплошная отражает разницу во вращении ядра и конвективной зоны это звезды среднего средней скорости вращения и это более медленные звезды значит и вот тут же на этой диаграмме видно что является эпоха когда торможение ослабляется то есть темп звездного ветра усиливается но поскольку мы полагаем что вращение является основным фактором эволюции активности и энергии здесь есть оценка дается для осевого вращения для энергии осевого вращения по простые расчеты показывают что эта энергия может обеспечить уровень мягкого рентгена коронального в активном солнце на уровне 1027 в течение 10-8 лет как минимум то есть это уже достаточно долго но при этом также уровень этот непостоянен недостающая часть энергии черпается из радиативного ядра из конвективного движения поэтому мы можем в общем на этом основано то что называется гирохронология то есть определение возраста по период вращения оценка это не очень точная работает не на всем протяжении жизни звезды тем не менее лучшей в данном случае нет если это не массовые какие-то наблюдения рассеянных звездных скоплений активность характеризуется корональным излучением и вот сводные данные по всем рентгеновским проектам показали что существует вот такое распределение отношения рентгеновской светимости к балометрической и существует для молодых звезд определенный уровень насыщения где фактически не зависит энергия излучения короны от периода вращения и дальше начинается зависимость которая более логично связана с вращением то есть работают какие-то динамомеханизмы и мы нам принадлежит можно сказать оценка того когда происходит перегиб для звезд солнечной массы и когда звезда из стадии с насыщенной активностью переходит на стадию активности солнечного типа для же звезды вот это современное солнце значит для же звезды это происходит при периоде вращения около 1-2 дней то есть можно сказать что это возраст примерно там 100 миллионов лет точность определения возраста здесь плюс-минус 100% то есть 100 это может быть и 200 с тем же успехом значит существовала программа солнца во времени в которой действительно были назначены отобрано 6 по крайней мере 5 или 6 звезд с известными возрастами и назначено вот это было раннее солнце звезда эко дракона 130 миллионов лет затем звезда с возрастом 300 миллионов лет 600-700 миллионов лет и возраст порядка солнечного и более старший значит здесь поток рентгена на одной астрономической единице приведен и видно что спектр с возрастом становится спектр коронального излучения становится все мягче и мягче то есть самое раннее солнце имело достаточно жесткий спектр который через миллиард лет фактически исчезает солнце находится между синий и фиолетовой кривой современной солнца поэтому ясно что в общем корона сейчас достаточно мягкая у него и никаких проблем нет здесь по тем же данным по разным диапазонам можно по тем же звездам увидеть что более жесткое излучение действительно имеет градиент более резкий тогда как вот излучение до лаймановского континуума оно более плавное здесь при этом поведение излучения в этих диапазонах определяет именно историю облучения планет и именно этот ультрафиолет и коротковолновое излучение сильно влияет на всякие биогенные процессы ну здесь приведено распределение в энергии молодого солнца вот желтая и для примера приведена синяя это вспышка класса X5 то есть достаточно мощная и красная это красный карлик в данном случае он ну в общем имеет немножко другое распределение но это значит помимо рентгена также есть оценки в зависимости от возраста для ультрафиолета это ультрафиолет вот вакуум то что называется более длинноволновая область и более коротковолновая область и ну вот для красных карликов это спад очень такой заметный и резкий была программа под названием жизнь с красным карликом в течение многих лет проводились эти наблюдения но здесь важно сказать что вот звезда назначенная аналогом молодого солнца с возрастом примерно там 650-750 миллионов лет имеет контраст по сравнению с современным солнцем в диапазоне вот от 1350 до 1750 ангстрем вдвое выше а при этом если взять еще более молодую звезду то контраст будет в 6 раз выше то есть ясно что излучение более интенсивное в эпоху когда формировался цикл когда формировалась жизнь на звезде значит короны звездные характеризуются естественно мерой эмиссии температурой поэтому вот здесь в рамках этой же программы были выполнены такие сопоставления и вот если мы видим что у солнца сравнительно спокойная корона с мерой эмиссии 1049 температуры около 1-2 миллионов кельвинов то более активные звезды имеют значительно большую меру эмиссии значительно более высокие температуры то есть меры эмиссии на 2-3 порядка выше температуры достигают 10 миллионов кельвинов при этом это означает что там очень много высокотемпературных корональных конденсаций которые очень плотно упакованы то есть в короне фактически нет места для более холодного газа и вот если сравнить допустим с солнечным распределением здесь внизу солнечная активная область и две звезды приведены это эпсилон и редана вот более верхняя две звезды в возрасте примерно 400 миллионов лет ясно что их и температура выше уже там около 5 миллионов кельвинов и меры эмиссии соответственно тоже значительно выше при этом вот у этой звезды с 400 миллион годичным возрастом обнаружен рентгеновский цикл в ходе которого видно что около 10 лет видно что есть ну меры эмиссии также на порядок примерно выше чем на солнце и температура достигает там 2-3 20-30 миллионов кельвинов дальше в принципе можно сказать каковы потоки на молодом солнце это если в современном солнечное значение считается 10-24 максвелла в максимум цикла и 10-23 в минимум то для молодого солнца это фактически на порядок в 30 и более раз в 3 и более раз выше при этом общее поле солнца для вот звезды такого типа с периодом около 7 дней то есть возраст примерно около миллиарда лет там 800 тысяч можно оценить около 5 гаусс это продольное поле которое в принципе общее поле звезды и при этом локальные поля в пятнах они достигают килогауссов значений и это будет видно вот современные результаты зимон доплер имиджинг картирование доплеровского показывает что действительно поля с возрастом общее поле падает значительно это первый вывод но при этом нужно помнить что и они отмечают это в последних результатах что продольное поле составляет только там 10-15 процентов от полного напряженности полного магнитного поля и вот по измерениям молодого аналога Солнца Капа Цети который будет далее упоминаться также можно сказать что они обнаруживают поля до 500 гаусс это произведение фактора заполнения на поле то есть в принципе площадь занятая этим полем достаточно велика и вот связаны с тем что пространственное разрешение при этих наблюдениях фактически отсутствует а поля разных знаков компенсируют друг друга поэтому в общем поле и выглядит как нечто усредненное и без знака значит значение этих полей позволяет моделировать структуру звездного ветра и вот здесь для этих же звезд той же программы солнца во времени сделан звездный солнечный ветер во времени и приведены данные по вот здесь также и Ка-Дракона также Ка-По-Цити которые я уже упоминала так выглядит Ка-По-Цити возраст я уже говорила примерно 600 500 миллионов лет и вот это оценки показывают что значение потери массы в данном случае это примерно на в 40 раз выше то есть здесь значение там 4 на 10 около 5 на 10 минус 12 это на два порядка выше чем солнечный ветер сегодня далее если мы переходим к нестационарным событиям я напомню что то есть мы пока уйдем от квазистационарных явлений постоянных значит известно влияние этих экстремальных событий на землю в эпоху инструментальных наблюдений это известная карингтоновская вспышка которая в этом году в 165 лет исполняется и вот наиболее мощные события ее оценка по современным боесовским данным примерно их 45 но вот за 20 век есть несколько событий довольно мощных но при этом вспышки наиболее мощные и вспышки и связанные с ними или не связанные с ними потери выброса коронального человечества происходят на фазе максимум и фазе спада солнечного цикла мы делали оценки показав что на современном солнце вспышки выше чем 3,5 на 10 32 происходить не могут в силу разных обстоятельств при этом реконструкция примерно 11 тысяч лет назад показывает что существовали явления по дендрохронологии по кернам в антарктических льдах существовали события гораздо более мощные вот в 775 году нашей эры это примерно в 40 раз более мощные по солнечным энергичным протонам чем события 1956 года которые очень мощные но не градуированные поскольку боя с 1975 года летала вот ну и также японцы отмечают события 993 2004 года когда оно было немножко слабее чем это но вот явно видны вот в таких данных всплески быстро скажу если не специалисты не знают что вспышка и солнечная собственно и звездная для этих же для такого типа звезд это нарушение устойчивости МГД конфигурации происходит очень быстро трансформация свободной магнитной энергии которая копится в течение суток в активной области и выделяется в тепловую энергию плазмы кинетическая энергия нетепловых частиц электромагнитное излучение и кинетическая потенциальная энергия выбросов коронального вещества здесь временные профили показаны основной рентгеновские и континууми выбросы происходят в начале жесткой импульсной фазы дальше радиоизлучение и потом происходит заполнение петель горячим газом и происходит излучение в рентгеновском диапазоне здесь же вот приведенный кусочек для солнечных протонов и более энергичных частиц вот эта схема это бюджет энергии который доля каждого из видов перечисленных энергий в общем бюджете вспышки который собственно вот и каждый раз можно говорить о разных ситуациях где какая энергия выделяется значит что касается вот звездных вспышек к 87 году была построена вот такая картинка по мониторингу звездных вспышек на красных карликах и звездных скоплений которые показывают что диапазон это примерно 5-6 порядков здесь наиболее молодые наиболее массивные звезды тем не менее в общем общий наклон спектра это энергия вспышки в полосе В в зависимости от частоты их появления значит солнце здесь располагается по данным Ашальфа вот в этой области но вот данные по Кеплеру которые получены для рассеянных скоплений вот совершенно недавно и я перевернула их в сопоставимом масштабе и получилось что в общем эти данные дополнены уже наблюдениями звезд на Кеплере и мониторинг наземный был панорамная фотометрия то что упоминалось в докладе Сурдина значит здесь звезды разного возраста но при этом вот это то что давали первые авторы Кеплера для же звезд и видно что они наклон имеют тот же но при этом несколько уклоняются я бы сказала от общей линии которая в принципе вот и это показывает общую природу и солнечных и звездных вспышек и они фактически связаны с магнитными процессами вот я здесь привожу первую статистику Кеплера она изменилась не слишком сильно здесь важен диапазон энергии вот три с половиной порядка при этом они давали частоту вспышек с энергии небольших типа Карингтоновской это раз в сто лет на порядок выше раз полтысячи лет несколько тысяч лет это самые мощные вспышки при этом вот частота появления вспышки класса Х100 это очень это как раз 10 в 3-4 с периодом 25 дней как у Солнца это одна в 500-600 лет ну точно здесь сами понимаете плюс-минус там 100-200 лет говорить не приходится но при этом только несколько десяток процентов звезд солнечного типа демонстрируют суперспышки то есть это явление случайное и трудно предсказуемое естественно значит тут их данные по тому что частота вспышек тоже связана с возрастом вот верхняя кривая это самые молодые звезды с периодами вращения меньше 5 дней это ну возраст 200-300 миллионов лет и они выше всего дальше вот это Солнце по их данным ну и видно что частота вспышек падает со временем они несколько уточнили наиболее максимальной энергии которые они дают для вспышек то что они называют супер вспышками вот здесь я показала в большем масштабе но может быть это сейчас не так существенно при этом общий вывод что у молодых звезд с периодами вращения пара дней вспышки с энергии до 30 5 10 35 10 36 в 100 раз чаще чем у медленно вращающихся звезд значит чтобы организовать супер вспышку нужны все-таки большие пятна и тем не менее ну вот оценка площади пятен сделана Аланье и здесь Кеплер показывает что площадь запятненности в единицах солнечной полусферы также падает с ростом с возрастом то есть с ростом периода вращения вот 500 миллионов лет вот Солнце 4,5 миллиарда лет вот разница полтора порядка площади запятненности они собственно необходимы для накопления магнитной энергии мы оценивали энергию вспышки по параметрам которые в общем общепринято везде и вариация вот этих параметров позволяла нам позволила нам сблизить картинку которую давали авторы первых данных Кеплера говорившие что сильный разрыв есть между солнечными вспышками и звездными событиями но он связан во-первых с тем что чувствительность Кеплера не позволяла наблюдать события ниже 10 в 33 энергии вот и если мы посмотрим диапазон параметров которые можно здесь использовать мы получим фактически единую зависимость для солнечных и звездных вспышек ну вот здесь мы оценили по нескольким десяткам тысяч солнечных вспышек поставили новые значения на ту картинку и несмотря на то что вот японский автор по фамилии Сакурай предложил все-таки какие-то два семейства распределения функции распределения для частоты вспышек мы все-таки полагаем что это есть одно семейство которое просто различается масштабом я хотела пару слов сказать о том какие наземные наблюдения очень мощных событий обнаружены поскольку это вещь случайная значит вот обсерватории тоже мониторинг идет в Чили 80 ночей смотрели на звезду которая вращается в 10 раз быстрее солнца нашли две вспышки 5 на 10 34 и 2 на 10 34 с небольшими вариациями при этом значит мониторинг самых молодых звезд в орионе с возрастом 4 миллиона лет то есть это совсем 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 тоже вспышки 5 на 10 35 5 и 5 и 7 звезд и при этом частота вспышек на 3 порядка выше чем на солнце вот звезда Абедорада которая считается ранним солнцем то есть период полсуток это только-только вообще на подходе главной последовательности данный тест показывают вот такие импульсные события которые длятся по сотне десятки минут бывают более длительные вот наиболее мощные две вспышки здесь отмечены 3 и 8 мая которые превышают 10 35 в 5 раз и в 2 раза частота событий примерно 1 в неделю и 50 вспышек за 500 дней они оценивают при этом вспышки очень действительно подобные наиболее мощным современным вспышкам и в рентгене наблюдался на ерозитах вспышка которая в рентгене уже составляла 4 на 10 36 эрго это в общем действительно одно из самых больших значений мы посмотрели на тест вспышки на близнецах солнца которые по параметрам очень близки современному солнцу также в поисках того чтобы найти что-то супер выдающееся но при этом вот это импульсные события вот есть эпизод ну здесь три две звезды одна так они все все похожи на солнце при этом вот вспышка 60 минут часовая фактически 4 на 10 33 12 часов вспышка 4 на 10 33 21 час вспышка почти сутки 4 на 10 33 то есть это много но максимум что возможно помимо импульсных таких событий существует нестациональное явление связанное с корональным выбросом массы и первое в оптике было обнаружено звездное корональное выброс массы на по профилям линии аж бета потом были наблюдения в 90 году в 1994 в крымской обсерватории обнаружены по аш-альфа и здесь наблюдениях экстрем ультравайлент эксплорер звезда красный карлик явление продолжалось больше суток почти двое суток с двумя импульсами которые мы интерпретировали как корональный выброс вещества в ситуации формирования вертикального токового слоя и энергии составляла но это уже и вспышка и кинетическая энергия 3 на 10 35 и вот наконец довольно забавная свежая данная вспышка и выброс волокна одновременная где звезда с периодом вращения около меньше трех дней примерно 100 миллионов лет наблюдали и на ТЭС и на наземной обсерватории в Японии значит также они обнаружили звезда яка дракона обнаружили вот выброс вещества и для примера приведено солнечное аналогичное событие здесь уже видно что можно было сделать оценку массы значит масса превышает примерно на полтора порядка обычные солнечные значения и кинетическая энергия примерно такая же то есть здесь можно говорить о том что масса корональных выбросов вещества это 5 на 10 17 до 10 18 грамм и превышает современные солнечные значения значит что касается оценок потери массы молодым солнцем также мы проводили это и на прошлой конференции наша оценка была 6 на 10 минус 12 при современном солнечном значении 2 3 на 10 минус 14 то есть это примерно 50 раз и несколько выше сейчас вот есть моделирование исключительно по моделированию конфигурации магнитных полей есть оценки вот для вот этой молодого солнца это примерно на 3 порядка выше и несколько слабее на более старых звездах на 500 миллионов лет 650 при этом это действительно в общем нужно сказать что это не постоянное истечение в разные эпохи эволюции активности это происходит неравномерно то есть есть эпохи повышенного истечения потом они сменяются на более спокойные эпохи ну вот сводная табличка того что можно для молодого солнца в эпоху формирования цикла это светимость на 20% ниже сегодняшняя запятненность 10 раз как минимум 10 раз больше магнитные поля имеют разные конфигурации гораздо более сложные топологии возможно короны я уже говорила о них они более плотные более горячие и происходит множество нестационарных событий которые ну собственно и являются источником возмущения для экзопланетных атмосфер и земли в том числе солнечный ветер вот на два порядка мощнее но естественно активность выше чем то что происходит происходило в максимум активности в середине 20 века значит если мы переходим к планетным системам сейчас на вчерашний день подтвержденных вот 5 около 5600 кандидатов около 10 тысяч планет систем планетных 4 с небольшим тысячей то есть вот массы от полутора до двух солнечных масс это расстояние планеты в астрономических единицах по спектрам вот так оно расположено и это вот линия снегов проведена здесь то есть для звезды М-карлика она ну несколько ближе чем для же звезды вот солнце где-то вот вот масса солнца и дальше я буду рассказывать то что написано в заключительной части английского варианта монографии Гершберга которая вышла месяц назад на английском языке в крымском издательстве значит глава написана человеком который руководил проектом в Goddard Space Flight Центре он собрал огромную группу получил хорошие деньги и они за последние там начиная с 17 года написали много сделали много исследований и здесь обзор этих результатов часть из которых я вам расскажу если если кого-то интересует эта книга пожалуйста подойдите можно обсудить как и в каком виде это можно получить значит ну вот здесь моделирование звездных ветров и корональных выбросов масс упирается в то что в общем довольно сложно определить какой-то компонент спокойно ли это ветер или это выброс поэтому здесь при наблюдениях на хабле было обнаружено только 22 случая звездных ветров и 7 верхних пределов это вот работа вода и других при этом наиболее успешно это обнаружение линии поглощения Лаймон-Альфа который возникает при взаимодействии ветра и окружающей межзвездной среды и образует так называемую астросферу при этом ну вот здесь приведена ну такой как сказать симуляция коринкологической вспышки Х-58 при взаимодействии с молодой с молодым солнцем вот так это может быть значит это начальное поле это до до выброса и это вот изменение во времени как меняется до 30 радиусов земли как это распространение происходит при этом ну вот частота таких вспышек на молодом солнце примерно одно событие в день и фактически возможно супер вспышки сопоставимой энергии вот упоминавшиеся в предыдущем докладе Проксима Центавра и Тропист первый значит у Проксимы семь планет земной группы моделирование проводилось для вот для нее для звезды С третьей звезды второй звезды здесь планетарная система Тропист один вот так выглядит собственно вот ну это влияние при этом авторы отмечают что вот такие явления на красных карликах происходят не так часто как вообще ожидали при этом этот корональный выброс может быть не так существен при влиянии на обитаемость как об этом думали раньше и частицы которые генерируются на ударной волне скорее именно при корональных выбросах идут чем при вспышках а если они не так часты то по-видимому и ну влияние их слабее но нужно понимать что рентген и ультрафиолет у этих звезд значительно выше при этом надо иметь ввиду когда рассчитывают эволюцию атмосферы экзопланет в долгосрочном перспективе вот пример их моделирования давления плазмы и конфигурации для ранней земли при воздействии вот вспышки корингтоновского масштаба видно что магнитосфера поджимается плотность увеличивается и ну в принципе значит можно как-то уже оценивать плотность здесь вот приведена по цветной шкале ну и наконец уже прямое такое более близкое к земной атмосфере воздействия от всех этих вредных не очень факторов космической погоды это венгеновская ультрафиолетовая радиация солнечно-энергичный протон и галактические космические лучи значит вот здесь видно до каких высот в атмосфере доходит эта степень ионизации доходит каждый из этих видов излучений вот солнечная радиация это примерно 85 километров ну это ну 80 вот авроральные электроны которые высыпаются в полярных шапках это тоже 85 примерно релятивистские электроны проходит глубже до 28 30 километров и наконец галактические космические лучи и солнечные протонные события это вот несколько километров и галактические космические лучи достигают поверхности Земли фактически и меряются вот нейтронными мониторами которые здесь установлены при этом значит вот можно оценить дозы ионизирующего излучения на поверхности семи планет системы вот тропист-1 здесь дозы приведены в греях и сивертах и приведены уровни вот это значит уровень марсианской орбиты это возможное экзопланетное уровень там где экзопланеты находятся вот это высота в Гималаях отдельно и это поверхность Земли ну вот каждый значок это для каждой из этих планет предлагается при этом ну ясно что в общем до Земли доходят довольно значительные дозы ну до поверхности планеты я имею ввиду в данном случае это планеты но что касается Земли то там 3 зиверта это 100 рентген это уже опасные дозы вот такие расчеты проводились для разных условий разного химсостава разного спектра космических лучей и так далее и вот могу сказать что поскольку вот здесь упоминается уровень вершин Гималаев то вот на картине Рериха представленной на его мемориальной выставке не так давно в 25 году он написал я думала что это фантастика а может быть это действительно то самое полярное сияние которое дошло до широт где Гималай расположены так что спасибо за внимание так иначе все рыба пары так сколько у нас подожди а что ты не делаешь пропусти пропусти хорошо так так вы поняли что человек с длинным но тем не менее возвращаемся к докладу Мария Михайловна вопросы так прошу ближе спасибо огромное за замечательный доклад у меня вопрос вот такой из вашего доклада практически напрямую следует что жизни следовало бы образовываться подальше от солнца и вам не кажется что это было бы более логично начинать образовываться где-то на более дальних расстояниях и по мере развития материнской звезды приближаться к ней поближе это как бы преамбула и вопрос не могли бы вы оценить это где бы нам стоило то есть вот если у нас в сто раз выше вспышечные процессы и излучения то по квадрату да тут 10 расстояний не одна астрономическая единица а 10 астрономических единиц оптимальны это сильно далеко конечно лучше жить в глухой провинции у моря по холоду прекрасно образовываться если бы они спросили лучше жить в глухой провинции у моря да 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 я могу сказать что ну вот действительно если бы все было так катастрофично и магнитное поле куда-то не туда смотрел нас бы здесь не собралось это все что я могу сказать по да но тем не менее он работает мы ничего не знаем о магнитном поле Земли в начале ее формирования но если бы его не было нас бы тоже здесь не было так прошу да да нет вопрос ну лучше или громко нет нет лучше скажем прошу прощения что я много вопросов задаю хорошо Михаил Яковлевич копирую потому что не было конференции и когда его интересовал доклад он всегда задавал много вопросов меня ваш доклад тоже заинтересовал хотя немножко вопрос первый у вас вот был график где на молодые звезды значит на 20% у них меньше излучения в среднем и на по-моему 10 раз больше запятненность а вот я не понял это связано эти 20% это очень может быть связано каждое петро это темное место откуда излучение да ну это отчасти только связано вот в этом и мой вопрос какая доля запятненность а какое остальное все общее как вот первый докладчик ваш коллега говорил из-за того что там гибли образуются нет ну мы не можем все-таки 20% ослабление полной светимости солнца списать на пятна ну а второе это не вопрос и комментарий мы с вами это обсуждали Дмитрий Дмитриевич конечно когда мы говорим об обитаемости экзопланет вот все что вы рассказали про материнские звезды это все замечательно но как бы дело будет решать сама планета есть у нее магнитное поле или нет а мы пока не научились это определяете вот тот же пример Земли и Венера о котором я сегодня говорил они вроде и рядом и одинаковые а по полям разница абсолютно и моя задача состояла в том чтобы фиксировать те параметры звезды которые были в момент формирования системы а ну безусловно но я говорю поскольку у нас никаких данных нет кроме вот косвенных фактически и то очень и очень приближенных мы просто делали расчеты такие может они вам попадались вот про инверсию магнитного поля Земли было просто прочел я кучу таких пугающих статей что инверсия приведет к краху цивилизации это у вас авторы нет про инверсию у нас хорошо знает Дмитрий Дмитриевич да но мы с Дмитрием участвовали в этом вот и мы посчитали значит вот пропадает магнитное поле становится квадрупольным с разными ступенями и выяснилось что все равно в общем мы не пропадем потому что наша атмосфера не самая толстая и такая густая она все равно защитит конечно полярное сияние если поле квадрупольное будет где-то на Занзибаре но я думаю она переживала мне тоже кажется что там не так населенная не столь населенная правильно ли я понял вот график проницаемости атмосферы в зависимости от вида еще предыдущей да вот этот вот график он построен для какой атмосферы земная современная атмосфера аж как бы она бы изменилась если бы вот это рассматривали для ранней земли вот то что я показывал там водород с пелен основной компонент и он большой да возможно состав был несколько другой поскольку там просто был другой под воздействием ионизации происходит эрозия испарение и все ну то есть атмосфера подвержена всему этому в первую очередь мы уже потом ну я как понимаю и тогда соответствующий у меня дальше вопрос если мы рассматриваем это вот молодые уже экзопланеты с водородно-гелевой атмосферой то казалось бы по метастабильному состоянию гелия которая довольно-таки сильно отличается там почти на 20 электрон вольт то может быть и можно было бы зафиксировать все эти процессы о которых вы говорите уже непосредственно на экзопланетах и взаимодействия звездного вектора с этими ранними атмосферами ну я понятно нет я все поняла значит поскольку я сама этим не занимаюсь существует я говорю достаточно ну такие квалифицированные я бы сказала публикации которые этот вопрос рассматривают там и эволюции химии и так далее есть такие работы с этим ожидается понятно ну еще если позволите короткий тоже вопрос уже на мое понимание вот правильно ли опять же понял вас что в начале звезда она довольно-таки компактная и вращается быстро после этого она замедляется если она замедляется то если опять же правильно понимаю то она должна немножко расшириться так вот ну чтобы замедлилась и сохраняется она замедляется за счет потери массы а может ли она немножко замедлиться за счет некоторого такого расширения и за счет расширения увеличится соответственно светимость нет нет а почему ну потому что это устойчивое состояние там равновесное состояние его трудно изменить ну не слишком они когда начинают выйти термоядерные реакции они потом красные гиганты превращают так это 10 миллиардов лет подождем ну да 5 осталось такой кают настанет что-то так вот вопрос в сети и что я должен сделать пожалуйста давай Елена Семеновна прошу вас задавайте свой вопрос добрый день Мария Михайловна спасибо за доклад если можно два вопроса можно сказать что вспышки на звездах вызваны магнитным присоединением в пятнах повторите было довольно плохо секунду секунду можно сказать что вспышки на звездах вызваны магнитным пересоединением в пятнах в пятнах не обязательно в пятнах пересоединение один из механизмов вспышечных так что можно да природа та же магнитная как и на солнце спасибо и второй вопрос вот картинка которая здесь показана в какой модели посчитано магнитное поле можно узнать здесь ничего не могу сказать могу только дать ссылку и обсудить это отдельно спасибо так пожалуйста еще вопрос можно вопрос задать да это Пипин Валерий задавайте задавайте ну вот я к предыдущей дискуссии там просто задавал человек вопрос насчет того что радиус звезды на самом деле действительно то есть молодое солнце имело больше более ну меньше радиус там порядка 0,8 там чуть больше да ну вот то есть радиус звезды меняется непрерывно да нет нет да такое ну в смысле то есть молодое солнце там я поняла я поняла вопрос нет это просто зависимость которая там приведена она приведена для звезд вернее справедливо для звезд с радиусом от 0,8 до 1,2 это не то что радиус звезды изменится в течение эволюции до такой степени радиус меняется по данным собственно моделирования внутреннего строения да не знаю радиус глубина конвективной зоны тоже 20% да может да ну вот да говорят может а я сюда вывел чтобы просто докладчик было а можно спросить да да Мария Михайловна спасибо за прекрасный доклад но у меня такой может быть слишком обширный вопрос но ну что сможете и что может знаете вот какой какие-то соотношения есть между вспышечной активностью ну и там допустим классом звезды светимостью там я не знаю безусловно есть то есть какие там они если можно прокомпликировать ну наиболее часто вспыхивают звезды м-класса реже вспыхивают звезды ж-класса промежуточный вспыхивают так когда хотят что называется между ними наиболее часто вспыхивают красные карлики м-звезды до одной вспышки десятки вспышек в сутки пожалуйста звезды вспыхивают гораздо реже второй я вот забыла сказать также вот две недели назад была был семинар посвященный столетию 150-летия Гершберга Гершпрунга извините Гершберг проводил мы вместе организовывали значит и столетие обнаружения вспыхивающих звезд да 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 и значит был доклад в котором показано что вспышечная активность связана иногда с присутствием планет то есть энергия вспышек может повышаться если это очень немного случаев это пока первые данные но в принципе стоит упомянуть что может быть планеты тоже как-то заинтересованы в этом деле ну травят короче да будущая жизнь ну да спасибо да еще слушай здравствуйте это Роман Кислав спасибо за хороший доклад у меня вопрос продолжение предыдущего вот вы много говорите о звездах пемкласса же класса а вот у белых и голубых гигантов у них вспышки чаще бывают или нет вообще я ничего про это не знаю и если мало кто знает вообще и если что-то и происходит то это не связано с тем о чем я говорила вот целый можно сказать час это другая природа и там просто я не знаю таких событий вся активность которую мы здесь обсуждаем начинается с класса F5 когда у звезды хоть какое-то подобие конвективной зоны появляется то есть понятно да ядро может быть там лучистое ядро и конвективная зона у звезд F5 это 0,1 радиусы у солнца это уже 0,3 радиусы у к звезд 0,5 радиусы и полностью конвективными становятся мкарлики поэтому вот в этом диапазоне спектральных классов происходит явление солнечного типа солнечный тип активности я бы так сказала все спасибо так по просьбе такие слова он же задавал нет еще кто-то ну хорошо кто нам что пишет так оценку сейчас переход чуть-чуть переход отборной активности физически я думаю что это просто происходит перераспределение и сейчас скажу перераспределение углового момента связанного там с внутренним строением формируется нужный тип ну сейчас как бы это сформулирую короче есть условия для того чтобы начал формироваться динамо механизм в том виде в котором он приводит к активности это речь идет о же звезде один-два дня потому что для более поздних звезд у К-звезды это уже три дня у М-звезды это семь дней то есть цикл устойчив становится только вот это видимо связано с такой работой механизма динамо а у меня ко всем вопрос вопрос такой а почему деревья зеленые вот кто-нибудь задавал себе такой вопрос а вот именно потому что максимум излучения в этой области а деревья то его отражают то есть на самом деле нет они не поглощают в области вот в том то и делать на самом деле очень серьезная загадка ответ на один вопрос я уже сегодня получила вот я получила его сейчас в зале где биологи биологи есть биологи не пришли биологи придут слушать биологов физики слушают физиков таким образом меня даже удивляет не то что у нас нет ответа на столь очевидный вопрос почему же хлорофил не поглощает в области максимума солнечного излучения нет у меня вопрос такой а каким образом примерно сто лет как этот парадокс мог быть озвучен поставлен перед научным сообществом как его проглядели но потому что биологи видимо считают что ответ знают физики физики вероятнее всего не заинтересовались какой реальный спектр поглощения у хлорофилов таким образом мы проглядели очень интересный парадокс а сколько еще других парадоксов вот так вот междисциплинарных то есть на самом деле это пока даже не астробиология это получается что ну каждый пытается подойти со своей стороны но мало интересуется проблемами других так ну начнем мы все же парадоксы слабого молодого солнца парадоксом слабого молодого солнца все лучше на первом ему ему уже 50 лет так он и малин в 1972 году его так сказать озвучили и спасибо большое Сергею Витальевичу он снял часть груза своих плеч и частично уже нам рассказал о физической предпосылке парадокса но я коротко кое-что повторю и еще оговорюсь у меня сейчас в одном докладе будет два парадокса соответственно сколько бы мне не хотелось вникать в подробности очень интересные подробности об их парадоксах я это физически не смогу сделать я очень прошу если есть возможность задавать вопросы устно задавайте а потом будет мой адрес мне очень интересно ответить на вопрос потому что на некоторых же я не знаю ответы может быть я что-то еще еще придумаю так значит начнем мы с классического определения парадокса классическое определение парадокса примерно такое 4 миллиарда лет назад солнечная светимость как мы знаем уже была примерно 25% ниже современной а геологические и биологические данные указывают на теплую молодую землю но по самым скромным оценкам 40 градусов а так до 60-70 градусов с весом ну дело в том дело в том что конечно это устоявшееся определение парадокса но в общем не совсем правда но посмотрим сначала на это это уже было вам знакомо сегодня уже подробно Сергей Витальевич рассказывал я просто уточнил что здесь действительно стоит эффективная температура земли то есть температура равнобесного излучения это не поверхностная да вот внизу мы видим что атмосферная температура это плюс парниковый эффект кажется что даже не кажется очень хорошо понятно что в общем-то вариантов решения парадокса очень немного потому что у нас или что-то не так посчитали со светимостью или мы чего-то не поняли с альбедо может быть оно было значительно меньше или у нас был гигантский ну по сравнению с современным современным парниковым эффектом гигантский парниковый эффект для земли ну вот буквально уравнение исследований то значит насчет некорректной посчитанной солнечной постоянной там возможны небольшие нюансы естественно но для того чтобы температура земли хотя бы соответствовала нулю чтобы вода находилась в вытком состоянии надо чтобы солнце за это время потеряло такую массу которая ни по каким моделям она потерять не могла то есть немножко уменьшить парадокс таким образом можно многие до сих пор этими сценариями и занимаются это безусловно полезно и интересно но парадокс так решить не получается насчет альбедо там тоже множество интересных работ но значит принцип такой значит альбедо сейчас большую часть альбедо составляет облачность а вот если у нас будут высокие гкл альбедо повышается если гкл меньше альбедо понижается связано это с солнечной активностью регулируется решить таким образом парадокс нельзя в принципе можно кое-что там чуть-чуть натянуть а решить нельзя вообще потому что извините 30% примерно составляет парадокс 30% примерно составляет альбедо альбедо убрать полностью мы не сможем никак значит даже если мы очень постараемся процентов на 13 на 10 мы альбедо уберем парадокс не решим более мощный парниковый эффект вообще хороший решение его между прочим саган малин сразу и предложили и все так и прошло замечательно но там появились данные по минералогии и оказалось что концентрация парниковых газов в атмосфере к сожалению не более чем в 2-3 раза могла быть выше чем нынешняя так посчитали минералоги это ну и не ученые дополнительные источники энергии это очень интересный пункт плохо разработанный пункт еще и возможно здесь какие-то фишки кроются значит только я сразу сразу скажу ибо был вопрос был вопрос уже Сергею Витальевичу как же так почему земля не могла быть просто изначально горячей ну конечно она могла быть просто изначально горячей но мы рассматриваем парадокс рассматривает только период 4 миллиарда лет то есть то время когда у нас земная кора с той теплопроводностью которая есть сейчас образовалась а теплопроводность земной коры чрезвычайно низкая сейчас поток из недр примерно в 10 тысяч раз меньше чем солнечный то есть его просто можно не учитывать то есть получилось что как бы термо как только кора образовалась термо заклопнулся и этот поток мы последние 4 миллиарда лет не учитываем сама кора конечно остывала я сделала прикидки там смешные там ну на 10 20 тысяч лет всего лишь навсего вот этого остывания ну может быть чуть больше остывания земной коры хватит а у нас миллиарда так сейчас я покажу немножко смешную вещь немножко смешная вещь это еще одна трактовка парадокс вот у нас график кастинга вот ему уже тоже 30 лет в обед он составлен при примерно том парниковом эффекте который сейчас при том же альбеде в 30% и вот здесь 75 градусов там если видите нанесено параллельное прямое это температура замерзания океанов вот видим что поверхностная температура на этом графике пересекает температуру замерзания океанов примерно 2 миллиарда лет назад ну исходя из этого так и стали повторять что значит по физическим данным первые 2 миллиарда лет земля должна быть замороженной а вот последние 2 миллиарда лет она могла разморозиться ну вот все бы замечательно но вот мешают нам палеонтологи биологи а так было бы все хорошо на самом деле график этот построен с грубейшей ошибкой ну там хоть и есть оговор но ошибка то грубейшая дело в том что если земля была заморожена телом изначально то альбедо вырастает до 70% то есть там никакие эти 30% светимости уже забываем об этом и вот пожалуйста если бы земля была изначально замороженной она бы оставалась в замороженном состоянии и сейчас у нас был бы на земле глубокий мин земля бы просто не разморозилась поэтому не будем пивать на палеонтологов это чисто кинематический парадокс а палеонтологи нам только добавили кроме жидкой воды они нам добавили еще высокие температуры поверхности вот эти которые до 60-70 градусов Цельсия так так ну вот дело в том что парадокс значительно глубже значительно страшнее звучит и хочу озвучить сейчас объяснить почему дело значит и почему это не заметили не заметили видимо потому что несмотря на то что решали вроде разными подходами но пытались сделать все одно и то же пытались минимизировать ущерб ну вот не 30% ну вот смотрите здесь мы 5-6 натянем а там еще мы добавим 5-6 и так в результате что-нибудь мы получим и вот как ни странно вот сколько лет примерно все совершают одну и ту же ошибку но ведь всем известно что парадокс это существует не только для Земли но он существует для Марса ну Марса разогреть вообще тогда если идти таким путем и Марс никогда представить теплым не сможет так можно конечно подумать что у нас значит какие-то одни проблемы были на Земле какие-то другие проблемы были на Марсе и рассматривать в одной солнечной системе две соседние планеты рассматривать независимо друг от но наверное напрашивается выбор что стоило бы объединить это в единый парадокс а тогда что же мы видим мы видим мы видим что у нас температуры по поверхности планет мы сейчас говорим как в первую очередь нас интересует вот эти планеты земной группы которые имеют атмосферу какую-никакую так вот у нас температура поверхности планет по удалению от Земли падают но и во времени тоже падают а солнечное постоянное у нас конечно по удалению от Солнца падает но со временем она монотонно растет то есть тут задача не в том как разогреть Землю а в том вот я зелененькое это примерно то как падала температура поверхности Земли ну а солнечное постоянное все уже так вот я бы сказала что новое определение парадокса такое последовательное понижение поверхностных температур Земли и Марса при равномерной нарастающей солнечной светимости и как мы понимаем все ранее использованные подходы тут не работают но возможно как раз здесь и есть ответ и ключ возможно как раз он не засеет так какая величина солнечная соответствует вот этим параметрам то есть она падает и со временем и в пространстве солнечная активность солнечную активность всерьез как фактор разогрева атмосфер системной никто не рассматривает а почему сейчас она маленькая потому климатологи конечно ее не учитывают хотя наверное она и сейчас вносит то есть наверняка она и сейчас вносит свои 3 копейки но тогда там была гигантская солнечная если у нас осветимость на 30% выросла а активность на 2-3 порядка упала то есть это была огромная гигантская энергия которая мы просто не знаем каким образом она перерабатывалась атмосферной планет вот и все то есть таким образом мы хотя бы формулируем для себя задачу то есть нам надо понять в принципе каким образом какими путями жесткий ультрафиолет рентген солнечный ветер могли добавлять температуру планетам земной группы но значит ну и какие тут какие у нас тут два основных варианта на самом деле их три но третье пока даже писать не стала это дело будущего его надо всерьез изучать ну вот то что уменьшение гкл уменьшение альбеда это как говорится не я придумала это уже много работ мы знаем но опять-таки здесь только десяток процентов а вот стимулирование образования парниковых газов может быть гигантским то есть вот этот фактор солнечной активности носит огромную и кстати по поводу Венеры по поводу Венеры она же горячая не потому что она больше свет получает ну она получает она не получает больше света она получает света меньше чем земля потому что у нее гигантская альбеда а температура ну такая за счет парникового эффекта а вот факторов солнечной активности она получала и получает значительно больше чем возможно именно этот фактор разогрел Венеру до безумных температур что тут во-первых ну тут есть интересный выход на зоны обитания скорее всего зоны обитаемости мы не очень правильно себе представляем потому что опять всегда исходим из звездной светимости а у нас например у красных карликов высокая звездная активность и эти значит эту зону которая там проблема что нам приходится очень близко приближать к красному карлику а скорее всего ее можно спокойно отодвинуть от красного карлика при условии хорошей плотной довольно атмосферы этой планеты изначально так но опять-таки мы возвращаемся к одному к одному недопониманию вернее ну даже трудно сказать кошечки прямо искать пожалуй ну все замечательно через стимулирование образования парниковых газов а у нас минералогия дает жесткие ограничения так что же делать тут же вроде как нет решения на самом деле решение по поводу здесь очень простое дело в том что давайте вспомним что из себя представляла молодая земля молодая земля бескислородная атмосфера восстановительная очень мощный синтез биогенной органики должен быть по крайней мере должен быть на этом построены все теории происхождения жизни и так далее и так далее так а что то есть у нас есть вода у нас есть органика и что происходит а значит если у нас есть органика то у нас обязательно будут гидрофобные соединения ну просто обязательно они должны гидрофобные соединения это что это пленка то есть пленка на поверхности океана быть просто должна была быть просто обяжена и она плохо разлагалась потому что не было кислорода а что такое пленка а пленка вносит очень серьезные коррективы между газообменом океана и атмосферы вот этого как раз минерологи и не учли они все считали для газообмена чистого океана мы можем иметь очень серьезный парниковый эффект за счет различных парниковых газов которые плохо очень растворялись в океане молодой земли просто тут даже это не фантазия просто трудно представить что могло быть по-другому все эти факторы обязаны были существовать более того могу сказать наверное мало кто знает пленка на поверхности современного океана существует она очень тоненькая это не нефтяная пленка то есть она может быть и нефтяная но не антропогенная она очень тоненькая кое-где даже по-моему двухмолекулярного двухмолекулярной толщины так вот такая тонкая пленка уменьшает поглощение океаном СО2 на 50% ее не учитывают климатические модели современные ну то есть такой мощный фактор современные климатические модели не видят ну наверное это дело большейшего будущего я надеюсь так так что вот это я уже сказала что биогенный синтез привел к появлению пленки ну значит первое и главное это что изменилось соотношение концентрации гликс-лого газа киани в атмосфере уменьшение влажности тоже очень важно потому что при 60 градусах Цельсия такое парообразование и такая облачность должна быть что альбек должна была быть бешеной увеличение при поверхности температуры океана за счет уменьшения парообразования при таких температурах тоже очень серьезно еще под ультрафиолетом она разлагается это постоянно пополняемый источник парниковых газов зависимость парникового эффекта солнечной активности и что очень важно для биосферы это механизм самолюбия химический а позже уже и биологический так я ускоряюсь потому что тут мы переходим к тому вопросу с которого начали так вот пока я этот в прошлый раз делала работу парадоксов когда я начала вот этот вот самый график все время вот на злое глаза ну действительно видим что максимум лежит в золото-зеленом спектре а вот спектр поглощения хлорофилла смотрите синий красный а в середине провал причем у нас два спектра очень похожие более молодой хлорофилл а у него дальше максимум более поздний хлорофилл б максимум ближе как бы стремятся сдвинуться но что-то им все равно не дает так может быть просто природа не смогла сделать пигмент который бы поглощал ну биолог же нет у нас здесь сейчас который поглощает максимум спектроизлучения ну давайте посмотрим вот это разные пигменты мы видим что есть полно пигментов которые поглощают максимум солнечного излучения но они иногда используются фотосинтези как более поздние дополнительные антенны но в реакционных центрах они не задействованы то есть изначально фотосинтез на них не строился почему ну очень логично предположить что вот этот самый вкусный центр солнечного излучения просто что-то закрывало ну поскольку поскольку мы только что говорили о пленке логично было предположить ну вот наверное такое простое решение пленка просто закрывала максимум солнечного излучения ну тут оказался подбор посмотрим да вот я еще хотела показать что хлорофилы они не первые а вот у нас есть еще бактерии хлорофилы их вообще-то много но вот здесь нанесен один бактерий хлорофилы это еще более ранние фотосинки на бактерии хлорофилы вы видите что его на максимуме разнесены еще дальше то есть чем раньше тем дальше разнесены максимум в область красного и в область синего бактерий хлорофил даже уже заходит в область эстрофиолета ну вот к сожалению на первый взгляд совершенно безвыходная ситуация это спектр поглощения нефтяной пленки нас интересует ну вот как я сейчас покажу наверное здесь вот нас интересует вот эта область вот это ультрасеулет и как раз та часть видимого спектра в которой поглощаются хлорофилы ну то что касается красного все замечательно красный пленка нефтяная уже пропускает весьма хорошо но как объяснить синий максимум поглощения хлорофилы вот тут ведь как мы видим чем короче длина волны тем хуже тем тем сильнее пленка поглощает и никаких как он прозрачности ничего нет но вообще на самом деле решение оказалось удивительно простым а решение оказалось удивительно простым спасибо тем кто эти эксперименты измерения проводил они делают для экологов дело в том что в отличие от эмульгированной нефти пленка имеет четко выраженный максимум флуоресценции она максимум флуоресценции то есть она поглощает все коротковолновое излучение которое на нее падает а потом выдает вот таким максимумом флуоресценции значит довольно слабо зависит от шеста нефти сильнее зависит от толщины вот там указано значение но в принципе все эти максимумы находятся очень близко так вот эти максимумы практически идеально совпадают со спектром синим спектром поглощения флуоресия а значит что получается получается что такой ничтожный объект как органическая пленка на поверхности океана вносила огромную корректировку в наше представление вообще и о парниковом эффекте о климате и главное очень серьезное эволюционное влияние на развитие микробиота то есть в общем-то для мы снимаем еще один вопрос который стоит перед биологами эволюционистами а каким же образом все-таки на поверхности фотосинтезирующие организмы должны были быть практически на поверхности океанов а как же они выживали столь жестко без кислорода еще потому что первый фотосинтез который я показывала до хлорофилла бактериофлорофилля вообще они же еще не выделяли кислород кислород стал выделяться уже синий зелеными водорослями которые раньше считалось что им примерно 2 миллиарда лет а сейчас похоже они куда древнее но по какой-то причине много они не выделяли в начале и пленка прекрасно существовала так она их спасала она поглощая все коротковолновое излучение спасала микроорганизмы раз во вторых давала им дополнительное питание то есть тогда когда солнечная активность была столь высокая сейчас бы на этот если закрыть емкоть у нас столь низкая солнечная активность что кстати под нефтяной пленкой совсем неплохо живут сине-зеленые водоросли значительно лучше чем другие потосинтезирующие организмы а сине-зеленые у них так и остался в основном хлорофилл А хлорофилл Б без дополнительных фигментов но сейчас они будут погрешать только в красном максимуме а тогда у них дополнительное источник питания будет синий максимум то есть они во-первых себя фривольно чувствовали их не разлагало рентгеновское жесткое ультрафиолетовое излучение а во-вторых они питались таким образом получили энергию ну и что что-то можно сказать еще а можно сказать тут на самом деле очень многое дело в том что если задаться целью проводить эксперименты и изучать вот эти спектры плуарисценции пленок мы можем и сравнивать их с спектрами поглощения хлорофиллов мы можем очень много интересного узнать про атмосферу климат молодой земли но главное главное из этих данных мы можем многое узнать о молодом солнце потому что можно сейчас вот сейчас так потому что перед вен ага все ну все ну выключи все вот так а это он мне говорит что брено вышло потому что вот передвинуть этот максимум более коротковолновую область это надо то есть тут пороговые значения надо серьезно изменить спектр излучения которое падает на пленку для того чтобы максимум синий область переместился в более коротковом область то есть вообще-то это у нас такая ветопись солнечной активности много можно рассказать всякого интересного про и про парадокс область солнца конечно но я наверное сейчас закругляюсь и жду ваших вопросов если они есть Лиза только одно замечание почему вы говорите что у Венеры эффект воздействия солнечной активности у Венеры не может быть уж очень сильным все эффекты пропорциональны квадрату расстояния естественно ну 0,7 или в квадрате ну двойка максимум нет короче говоря говорить об очень сильном отличии эффектов наверное не приходит да ну во первых я не обсуждаю в целом просто вы оговорились что на Венере гораздо сильнее ну нет абсолютно так же как и светильник ну то есть ну да абсолютно так же зависимость в этом плане у нас абсолютно так же зависимость ну а дальше такой мелкий вопрос который вы мне конечно ответите пленка все таки все таки на океане а хлорофилл вроде бы все таки на земле нет 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 это через синезеленые водоросли это они сейчас вышли на землю а были все зарождалось 2 миллиарда в океане все протест больше 3 вопрос я продолжу спор можно ли можно я продолжу спор вот который у нас начался вы спросили все деревья зеленые я ответил что это максимум излучения солнца ну у вас тут как бы другое объяснение это же вопрос курицы и яйца природа так подобрала вещество вот те хлорофиллы которые которые максимальным образом поглощают излучение солнца и поглощают именно ту часть излучения в котором солнце максимально нет в том то и парадокс они не поглощают максимум вот здесь максимум хорошо все таки вы утверждаете что зеленые потому что это свойство хлорофилла нет я утверждаю что зеленые это утверждают все это известно что зеленый свет хлорофиллы не поглощают в том парадоксе заключается что максимум солнечного излучения они просто пропускают почему так все я вас лучше понял спасибо вопросы еще кто да Дмитрий Дмитриевич а Дмитрий я не увидел вот все таки вызывает как-то как-то некоторое сомнение такое такое прямое отождествление солнечной активности с температурой потому что вот 10 тысяч лет назад мы наблюдательно знаем что на солнце была такая же активность как и сейчас а кончался ледниковый период нет никаких указаний на то что в его разгар была какая-то особо другая солнечная активность была там в Перми была значит было оледенение ну есть мне память не изменение там в Перми значит есть там концепция Snowball Earth которая тоже как-то в этот плохо вписывается так значит вы имеете ввиду Перми Пермский период чтобы все так поняли я тут сказал что многие воспринимают не все хорошо понимают геологическую терминологию значит дело в том что дело в том что конечно температуры поверхности это очень функция нет прямой зависимости не от светимости не от активности тут сложный комплекс факторов и их действительно надо учитывать так вот то что касается например Гуронского оледенения вот оно было там глобальным глобальным прям земля снежок это было где-то у нас в середине примерно 2 миллиарда лет назад ну нет все-таки Гуронская я про Гуронская ага да то есть это это более ранее но оно более глобальное и фактором там похоже является тот который и озвучивается а это совпало например с тем что эти самые как раз вот эти самые фотосинтезирующие организмы стали выделять довольно много кислорода и это очень сильно повлияло на атмосферу кстати то же самое те же самые фотосинтезирующие организмы в первую очередь должны были когда они стали достаточно много выделять кислорода они в первую очередь окислили пленку пленка утоняшается исчезает что происходит а происходит то что барьер между океаном и атмосферой резко меняется он падает и очень быстро должны растворяться парниковые газы в океане это вот видимо это в первую очередь дало очень сильный эффект похолодания поэтому здесь множество нелинейных процессов нельзя просто перевести солнечную активность в тепло надо найти как это происходит но нельзя не сказать что первая она была не бог знает когда а там примерно 300 миллионов лет назад сейчас точно точнее не помню и там были там рыбы вполне то есть там ничего такого сверхъестественного не было примерно то же самое что и сейчас ну сверхъестественное всегда а уж тем более во время неоденового этого самого ну между прочим вот то что сейчас да а вот например то что сейчас происходит а скорее всего и очень вероятно опять-таки значит что странно у нас очень растет СО2 и опять-таки никто не мониторил пленку кстати начали англичане мониторить пленку но это только-только сейчас если немножко странно то что СО2 так растет и плохо растворяется в океане оно плохо может растворяться потому что например увеличиваешь ледниковых периодов наверняка не только ну конечно столько разных много эндогенные и полным-полным я собственно к этому и призываю чтобы вот так вот прямолинейно нет а тут нет прямого тут есть один из факторов влияния который надо изучать вот о чем мы говорим ни в коем случае не провожу прямую параллель вот так если можно вы хотите еще не-не-не-не я просто думаю что я здесь вот здесь вопросы еще кто да да пожалуйста а кстати вот никто не спросил а как же при этих 70% ну практически земля-снежок что гуронское оледенение что изначальное вот там я где показывала график что при 70% она не разморозится а как она разморозилась при гуронском ну тут тут на самом деле совершенно радикальная разница между изначально промежшей землей и подмороженной сверху при одинаковом альбедо и что и что тут может произойти тут тоже же ответа хорошего ответа не было дано наверное все-таки в первую очередь надо менять альбедо потому что вы ничего не сделаете с 70% альбедо вы не нарастите за пару миллионов парниковые газы за счет вулканической активности такой безумной цифры и тут то же самое когда сверху появляются ледники внизу остается биота и она начинает разлагаться и что происходит то есть мы имеем нефть подо льду нефть медленно но дефундирует сквозь лед эти исследования читала просто совершенно с прикладной точки зрения проводились исследования и через несколько там какие-нибудь сотни тысяч даже долстый лед эта нефть просочится сквозь небо и сверху окажется пленка пленка веско изменит альбедо это раз и второе легкие фракции пройдут значительно быстрее а они понижают температуру плавления вот эти два фактора очень серьезно могли помочь выйти земле несколько раз из-за леденений уже в середине так сказать периода ее существования так короткое замечание потому что Лев Матвеевич прибежал сказал а что удивительного зеленое поглощает видим зеленое но видим то мы отражены а не поглощены потому если бы мы поглощали зеленое то у нас действительно колоссальное выделили бы мы красные листья вот а вопрос у меня такой в солнечной системе если предположить что где-то бы у нас росли деревья разные мы видели бы все время такой же цвет потому что у нас такое светило или же мы бы все-таки меняли на разных планетах растительность меняла бы цвет от расстояния там еще какие-то походы ответ еще смешнее мы можем распространить этот вопрос не только на солнечную систему но и на экзопланеты так вот от чего представим себе что у нас примерно не идентичная но органическая жизнь от чего будет зависеть спектр поглощения меньше всего от самого светила потому что несмотря на такие вот такой разброс светимости температура меняется не очень сильно и максимум излучения все равно даже если включить красный скарлик он будет перемещаться примерно между максимум поглощения бактерий хлорофеи то есть меньше всего влияние максимум все равно будет где-то там в середине а остальные факторы скорее всего будут похожи то есть скорее всего нужна вода и необходима восстановительная атмосфера то есть окислительная атмосфера в окислительной органике не будет значит будет пленка будет пленка будут вот такие искаженные спектры поглощения хлорофеи могут быть какие-то корректировки конечно атмосферы планет могут внести когда действительно они могут закрыть например какой-нибудь из максимумов и может оказаться другой цвет то есть атмосферы влияют сильнее чем спектр излучения звезды спасибо еще кто-нибудь вопросы да пожалуйста не слышу в двух словах все-таки я вот не совсем оловил правильно ли я понял что вот вы объясняете вот то что так сказать несовпогение вот это сказать спектров тем что тут идет эффект от типа какой-то алюминисценции пленки да да именно флюорисценция пленки она дает вот этот максимум сейчас я его просто даже вот это как-то ключевая вещь вот это максимум флюорисценции пленки вот он лежит как раз вот видите около 400 это как раз синий поглощение то есть хлорофилл они так формируются чтобы поглотить максимум еще вопросы нет спасибо вопрос пожалуйста ну вот Роман Кислов вот у меня спасибо за интересный доклад мой вопрос такой а вот мы говорим о фотосинтезе а вот забыл этот момент а вот там то насколько он эффективно работает это зависит от суммарной поглощенной энергии или по всему спектру который вот в листик питался условно говоря или он на определенных частотах работает а остальное допустим просто в хвосту и уходят нет он поглощает только значит у него только два пика поглощения остальное не поглощается он поглощает в красном и в синим а перераспределение идет ну в зависимости от того чего больше то больше и поглощается сейчас больше поглощается поглощение идет в красном максимум поглощения хлорофиллов Ну, в общем, это вполне соответствует и тому, что сейчас активность солнечная очень низкая по сравнению с молодым солнцем. Алло? Я не знаю, меня слышно будет или нет. Да, слышно. Куценко, вопрос прочитайте. Добрый день, я могу так, задать вопрос. Давайте. Вот вы показали спектр, спасибо за доклад, вы показали спектр пропускания пленки. В зеленой области она не поглощает, и получается, что все равно даже ниже в пленке излучение в зеленой области будет выше, чем у флоросценции. Почему не поглощать в зеленой, где больше энергии? А могу я вернуть презентацию и показать? Это она про... Так, сейчас. Вот, смотрите. Она поглощает. Чем короче длина, тем хуже она поглощает. Достаточно, похоже, свет проходит для живых организмов только в красной области спектра. Вот здесь. А чем короче длина, тем она поглощает сильнее. А как раз флоросценция у нее довольно сильная. И зависит она от того, сколько излучения коротковолнового эта пленка поглотила. Поэтому при мощной солнечной активности флоросценция будет весьма впечатляющей. Куда сильнее, чем прошедший зеленый свет. Алло? Алло? Все, все. Да. То есть это поглощение или пропускание? Вот здесь поглощение. Ну, то есть в зеленой области и дальше через пленку не проходит ничего. Не проходит ничего. Все, спасибо, я не так понял просто. Там поднимали вам. Нет, за вас, женщины. Вы хотели задать вопрос? Подойдите сюда, пожалуйста. А, почту, почту. Какую еще почту? Мою почту. А, во. Синок. Вопрос можно задать еще? Да, да. А, вот, спасибо большое за очень интересный доклад. По голосу слышу, что это Пипин. Да, это Мэри Пипин, извините. Значит, исследовалось ли как-то влияние поляризации на эти эффекты поглощения? Вот на молодом солнце магнитная активность высокая была. И можно было ожидать, что в целом поляризация излучения довольно высокая. Ну, скажем, если брать текущую ситуацию, то там 10 минус 4, то на молодом солнце могло быть порядок немного выше. Вам видео вообще не нужно здесь или не используйте его? Так, а скажите, пожалуйста... Ну, у вас там, короче говоря, внизу, где микрофон, на него наводишь мышкой, у вас какая там клавиша, правая или левая? Отличается основная. Не знаю, кто говорит. Сейчас, Валерий, я... Ну, короче, нажимаешь, он... Сейчас, секунду. Валерий, даже в мощном магнитном поле поляризация, вы же знаете, копеечная. Ну, 10 минус 4, 10 минус 2. И то, скорее всего, круговая. Ну, просто тут же эффект идет накопление, то есть если... Нет, это... Эффект пренебрегать нельзя, посмотреть следует, но результат, мне кажется... Ну, тут накопление какое-то, ну, наверное, ну, может быть, оно минуты, может быть, может быть, полчаса, час. Это же небольшие времена, накопление энергии пленкой. Совсем небольшие. Так, еще. Так, ну, хорошо. Еще раз спасибо за... Ошеломляйся, я вот когда вздохнул. Да, хватит. Значит, у меня совсем короткое сообщение. Значит, вот мы видим, что значительный прогресс достигнут в понимании того, какие пути могли бы вести к возникновению жизни. И как-то хочется это погрузить, ну, в какую-то хотя бы, пусть и не совсем серьезную модель. Вот до сих пор в качестве подобных моделей обсуждалась формула Дрейка, которая представляет собой произведение условных вероятностей. Ну, вот какова вероятность того, что будет, что если есть звезда, то у нее и будет планетная система, ну и так далее. Сейчас понятно, что вот это вот рассуждение Дрейка, его стоит дополнить вероятностью того, что у образовавшейся планеты будет магнитное поле. Ну, вот про это говорил Лев Матвеевич, значит, и меня тоже упоминал, и это правда, я с этим согласен. Но вот мне кажется, что имеет смысл, значит, вот мы послушали утверждение о том, что, по крайней мере, на каких-то этапах возникновения жизни или преджизни или чего-то еще в этом духе возможен обмен между разными планетными системами, и это тоже выглядит разумно. И вот в этой связи кажется, что имеет смысл обобщить формулу Дрейка так, чтобы у нас в ней фигурировала некоторая величина, показывающая, какую часть мы прошли от такой небиологического вещества к жизни. Ну, чтобы фигурировала некая величина, описывающая скорость прохождения тех этапов, которые здесь возникают. Ну, и коэффициент, который показывает то, насколько могут обмениваться разные пространственные точки вот этими формами, связанными с жизнью. В итоге вот возникает, возникает, сейчас как, вот все что угодно, но курсора не видно. Мышью вот я пытаюсь двигать, все равно не видно. Ну, ладно, видно, да, а это значит мне только не видно. А белым по белому. Ну вот, а, да, действительно, в итоге вот возникает некоторое уравнение, оно на самом деле здесь фиксируется то, что, значит, возможность возникновения жизни увеличивается в результате вот этого, или может уменьшаться. В зависимости от этого фактора У, который, естественно, предполагать случайно распределенным в пространстве. Ну, и есть вот обмены. Это прямая производная, потому что мы можем учитывать и направленный перенос, адвекцию. Значит, вот это вот уравнение, оно используется, это простая модель, она, например, широко используется в демографии. И на самом деле постоянно используется во всяких гуманитарных науках для описания того, как возникают, ну, разные образования в жизни людей, ну, там, империи и все такое. Только гуманитарии, они не любят это выражать с помощью формул. Ну, вот практически весь монументальный труд Фернана Броделя об образовании и капитализме – это комментарии к тому, как ведут себя решения вот этой простой модели. Значит, модель достаточно хорошо изучена математически. И не видно причин, ну, почему бы ее не применять для осмысления того, что происходит при образовании и жизни. Ну, я не буду сейчас рассказывать про математические результаты, которые здесь имеются. Но вот выводы, которые из них можно сделать, это, во-первых, что, видимо, мы еще находимся в самых таких первых проблесках образования и жизни. Потому что если, значит, вот то, что нам известно об этой модели, уверенно говорит о том, что если где-то вот в пределах достигаемости была бы жизнь, ну, более или менее сопоставимая с нами, то мы бы постоянно наталкивались на следы вот этой вот, на следы этой жизни. Ну, а второе – это то, что в рамках этой модели встреча двух независимо возникших центров образования и жизни ни к чему хорошему не ведет. Хотя, вот вроде бы эта модель, ну, как-то не описывает никаких там актов агрессии одного образования на другое. Но реально там конкуренция очень быстро приводит к тому, что выживает только один источник образования жизни. Ну, вот мне кажется, что стоит обдумывать обсуждаемые здесь проблемы в рамках подобных, ну, конечно, очень иллюстративных моделей. Я очень далек от мысли, что это в этом все. Но, по крайней мере, кое-что может быть в этом есть. Спасибо. Д – это у вас полная производная? Ну, полная производная, конечно. Ну, ее нужно расписать? Да, 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 да. Плюс адвекция, да. Да, 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 да. Ну, очевидно, с той скоростью, с которой переносится там потоки космического вещества. Частота или коэффициент, не пути, известно, у вас он не менее коэффициент? Ну, нет, тоже, конечно, зависит. Зависит от развития жизни. Ну, я не знаю, естественно, да. Как и Дрейг совершенно не знал, чему равны вероятности. Нет, не будут, не будут, не будут. Я понимаю, но тут, видимо, имеет смысл думать о том, что этот коэффициент диффузии, он значительный тогда, когда формы жизни мало развитые. Ну, просто, ну, и, очевидно, второй у него максимум тогда, когда формы жизни очень развитые. Вот, видимо, с этими очень развитыми формами жизни, ну, трудно, трудно ожидать, что они к нам за счет этой диффузии придут. Прошу, еще замечания. Важную форму, известные модели... Здравствуйте, Кирилл Кузанян, Институт Изумиран. Известные модели распространения различных культурных достижений, например, кончарного искусства или там какой-то металлообработки, вы, конечно, знаете. В чем принципиальное отличие этого уравнения от тех, которые они моделируют? Или это одно и то же? Ни в чем. Тоже самое используют, да. Ага, отлично, спасибо. Я специально подчеркивал, что это кажется немножко ошарашивающим, но вот развитие, скажем, описываемое историками развития капитализма, оно вполне укладывается в рамки этой модели, ну, вот с постоянным коэффициентом диффузии. Ну, а так вот для, значит, понятное дело, используется формула Катца-Фейнмана, она вполне на квазиленейные уравнения вообще. Так, еще вопросы замечания. Можно задать вопрос Питин-Валерий? Так, пожалуйста, задавайте вопрос. Формула Дрейка из этого уравнения следует или нет? Ну, следует, конечно, там нужно положить коэффициент диффузии равным нулю и решить, ну, и перенос равным нулю и решить обыкновенное дифференциальное уравнение, и там Е в степени У дельта Т, это вот эти вероятности. А там же куча параметров у него. Там условные вероятности, что будет, если у нас уже создалось, ну, допустим, создалась планетная система, что будет, если, значит, у нас создалось там еще что-то. Здесь важно, чтобы выполнялось марковское свойство, и оно-то у него тоже выполняется. Ну, интересно, конечно, увидеть какой-нибудь иллюстративный пример. Спасибо большое. Ну, просто для этого нужно, чтобы побольше времени было для иллюстративного примера. Так, все, наверное, все. Да, Маша. Дмитрий Владимирович, у меня вопрос, пожелание от, по вашей, скажем, основной специальности по магнитному полю. Вы не могли бы на аудиторию озвучить те соображения, которые вы когда-то говорили на семинаре, о том, что при сборе планетных систем существуют такие размеры небесных тел, когда без магнитного поля вообще невозможно обойтись. То есть можно собрать очень маленькие тела, потом можно больше ста метров, а вот серединка не собирается. Простите, я не припоминаю, что я к этому телу... Вы это распадывали, да? Но вы это делали... Нет, нет, я такого не говорил. Вот на прошлом семинаре действительно докладчик нечто подобное говорил, но я как-то не хотел бы в данный момент принимать на себя ответственность за его доклад. В одной книжке, которую я недавно читал, художник говорит, я не помню, чтобы я писал эту картину, но раз вы так говорите, я наверняка ее напишу. Ну да, но я как-то более осторожен. Так, все, переходим к связи. Прошу вас. Последний доклад. Коллеги, добрый вечер. Во-первых, я благодарен, что мне предоставили возможность выступить в этой аудитории и на этом памятном совещании. Помятуя, что это будет самый последний доклад, я обошелся вообще без математики. У меня будет только иллюстративный рассказ о том, чем мы занимались с Михаилом Яковлевичем Маровым на протяжении последних 14 лет его жизни. Я хотел бы посвятить этот доклад в памяти Михаила Яковлевичем Марова. 14 лет последний мы с ним вместе работали в ГИАХИ. Конечно, то, что я сейчас буду рассказывать, это к биологии отношения не имеет. Это задачи механические. Но, тем не менее, есть некоторые нюансы в том, что мы получали при моделировании. Где мне, как и Михаил Яковлевич, тоже считал, что есть некоторый мостик, который можно было бы использовать к обсуждению возможностей каких-то реакций, происходящих в протопланетных дисках. Цель наших работ была в том, чтобы предложить математическую модель описание эволюции твердотельной компоненты в протопланетных дисках, которая бы охватывала, вообще говоря, почти весь диапазон существования этой твердотельной компоненты. То есть от нано- и микромасштаба до макромасштаба. Ну и, конечно, там самое любопытное происходит на мезомасштабе. Актуальность такой модели заключается в том, что наиболее распространенная модель, например, пылевых частичек, которая считается, что это некое силикатное ядро, окруженное мантией ледяной. Вот такая модель частичек пылевых, она на самом деле, скажем так, с трудом объясняет их рост при столкновении. То есть если вы представите себе два бильярдных шара, сколько раз вы их не сталкиваете, они, в общем, вряд ли объединятся. Вы можете их разрушить, а вот объединение и рост объяснить трудно. Начали, да, ну и, соответственно, вот модель, которую мы предлагаем, она должна описывать и столкновение пылинок между собой, столкновение кластер-пыль, столкновение кластер-кластер. Дальше интересный момент, так как у нас в портопланетном диске существуют вещества летучие, да, то есть те, которые не могут находиться в твердом состоянии при температурах, ну, начиная там с 4 градусов Кельвина, то возникает вопрос, что кластеры, которые сформировались в дальних регионах, холодных, в силу физики процесса, происходящего в портопланетном диске, они дрейфуют к центру Солнечной системы и при этом пересекают целую серию так называемых линий льдов, то есть это такие воображаемые линии, где температура, после пересечения нее, температура становится выше температуры сублимации соответствующего летучего вещества. Вот, и вот модель, предложенная нами, она позволяет вот эти процессы тоже, в общем-то, изучать. И вот как раз при переходе из более холодных в более теплые регионы происходит интересный процесс, так как постепенно летучие удаляются из кластеров, то происходит перестройка их порового пространства. То есть там изменяется объем, конечно, прежде всего, порового пространства, там изменяется их наполненность этих пор, потому что летучие с поверхности, они могут уходить сразу в газовую фазу. Если они сублимируют внутри пор, они внутри этих пор задерживаются, могут осаждаться на поверхности, и, соответственно, вот на поверхности этих пор как раз-таки могут происходить различные реакции, которые становятся возможными. Именно из-за того, что осев на поверхность, появляется возможность реакции, ну, увеличивается реакционная способность. Ну, и плюс температура, которая при передвижении в более теплые регионы повышается, тоже способствует этому процессу. Усилия, вернее, взаимодействия, которые мы рассматриваем в рамках этой модели, тоже для разных уровней они радикально отличаются. То есть вот если мы рассматриваем нано- и микроуровень, то у нас есть два вида основных взаимодействия – близкодействующие и дальнодействующие. Близкодействующие могут моделироваться с помощью различных потенциалов, там потенциала Ленна Д'Джонса, например, или Мозер, или еще кого-нибудь. А дальнодействующие – это вот в тех моделях, которые мы рассматривали, это была электростатическая сила, обусловленная очень слабым зарядом. На макроуровне там тоже все хорошо, там близкодействующие – это различные механические контакты поверхностей. Дальнодействующие – это гравитационная сила. Ну и плюс действие газового диска на, собственно, движущуюся твердотельную компоненту. А вот на мезомасштабе там все интереснее. Мезомасштаб – это то состояние растущих постепенно пылевых агрегатов, когда для них электростатическая сила уже слишком слабая, чтобы как-то их друг к другу притягивать, уже не хватает того ускорения, которое она может им придать. А гравитационная сила еще не начала действовать. И вот здесь определяющим становится действие сплошной среды газового протопланетного диска. Ну, в силу определенных обстоятельств я без анимации обошелся, то есть здесь это просто отдельные кадры. Значит, первые три кадра – это, собственно, процесс моделирования, это динамика. То есть начальное состояние, которое обозначено как 0 секунд, это флуктуация плотности размером 5 мм на 5 мм на 5 мм. Каждая частица, которая там находится, модельная, имеет плотность 1,5 на 10 минут десятый грамма на микрометр кубический и диаметр 1 микрометр. В целом среда рассматривается нейтральная, но разделенная на две части. Одна часть имеет положительный заряд в один заряд электрона, а вторая часть имеет отрицательный заряд в один заряд электрона. Ну и вот это моделирование показало, что в процессе того, как происходит динамика этих взаимодействий, во-первых, две вещи. Вот если вы видите, вот переход от нулевого до следующего кадра – это 10 минус 8 секунды, то есть достаточно быстро все произошло. А вот для того, чтобы перейти к последнему, а последний в данном моделировании последний был 10 минус 3 секунды, то есть уже интервал времени существенно больше. Соответственно, вот при таких слабых взаимодействиях, вот то, что, ну можно сказать, что на 10 минус 3 секунды уже масштабы временные становятся намного больше для того, чтобы добиться какого-то дальнейшего взаимодействия между агломератами. Но главное, что здесь было получено, это то, что собирается все не в комочки, вот как считалось, а собирается в некие пространственные структуры. Здесь есть и кольцевые структуры, ну и, конечно, в основном это такие линейно, ну в одном направлении пролонгированные, скажем так, структуры. Ну Михаил Яковлевич называл их флофированными, эти структуры. Дальнейшая эволюция уже из состояния, когда у нас есть вот эти вот пространственные структуры, в зависимости от их количества и количества начальных частиц, приводит к образованию в рамках одного и того же примерно объема, образованию полевых пластеров, которые имеют основные характеристики в нашей модели. Для таких кластеров принята фрактальная размерность. Вот эти кластеры имеют существенно отличающуюся фрактальную размерность. Чем более рыхлый кластер, тем мы ближе к двойке при оценке фрактальной размерности. Чем более плотный, тем мы ближе к тройке, то есть к размерности нашего пространства. Моделирование вот таких, дальнейшее моделирование роста вот таких частиц уже кластерных, исходя из изначальных, допустим, микронных размеров частиц, оно невозможно. Потому что там рост количества частиц в каждом следующем масштабе размеров кластеров, там практически экспоненциальный рост количества частиц, и у нас просто вычислительных средств таких нет. Поэтому была предложена модель, которую мы назвали моделью проницаемых частиц. Смысл ее в том, что каждая модельная частица, то есть условно одна, вот один шарик вот этот, он описывает кластер, состоящий из некоторого количества частиц, которой характеристики являются фрактальной размерностью. Такой подход позволяет, во-первых, описывать уже дальнейшую исследовательную, дальнейшую эволюцию, когда уже сталкиваются вот такие объекты. Для того, чтобы описать, что происходит при столкновении, использовалась модифицированная модель удара Ньютона. Коэффициент восстановления введен таким образом, чтобы он зависел от, собственно, фрактальной размерности, от скорости столкновения, вернее, даже не столько от скорости, сколько от энергии столкновения. Потому что вот такие структуры при столкновении, они могут не только объединяться, да, но если у нас при столкновении кинетическая энергия столкновения превосходит энергию связности, да, то есть ту внутреннюю энергию, которая удерживает этот кластер, то кластеры будут разрушаться. Было получено такой достаточно важный элемент, как пороги отскока, да, то есть мы получили, что... Значит, мы получили, что для кластеров, которые имеют достаточно высокую фрактальную размерность, достаточно плотных кластеров, при малых скоростях столкновений возможен отскок. То есть вот при значениях вот этого коэффициента восстановления больше, чем 0,8 происходит отскок. Вот. Это принципиально важно, потому что, ну, существуют модели, где просто рост считается вот столкновений, значит, объединились. Это на самом деле не совсем так. Ну и, соответственно, те кластеры, которые рыхлые, да, вот, то есть вот 2.0.25, например, здесь приведен, они объединяются при всех скоростях столкновения. Ну, здесь рассмотрены вот отношения E и T, G – это кинетическая энергия столкновения, а E, IN – это внутренняя энергия кластеров, то есть энергия связности. Вот в тех моделях, что мы сейчас обсуждаем, вот это отношение от нуля до единицы изменяется. То есть мы не рассматривали те энергии столкновений, которые приводят к разрушениям этих кластеров. Дальнейшее моделирование показало, что по мере того, как у нас увеличивается количество частиц, находящихся в кластере, вот эти вот представленные здесь кластеры, они примерно одинакового размера, да, и если вот на небольших, вот там от 2 до 5 тысяч, до 20 тысяч, здесь видна, существенно изменяется как бы характер, даже внешний характер этих кластеров, то вот от 500 тысяч до полутора миллионов уже вроде бы не очень заметна разница. Это связано с тем, что происходит не рост как бы самого этого кластера, а изменение его внутренней структуры, то есть его поровое пространство, то есть он наполненность веществом самого этого объема, занимаемого кластером. Вот при пересечении, как я уже говорил, при переходе в более теплые регионы, у нас вот эти вот кластеры, в данном случае рассматривается кластер наиболее плотный, 2,975, у него фрактальная размерность, соответственно, он не является абсолютно проницаемым для теплого газа, то есть прогревание происходит постепенно от поверхности внутрь, и по мере того, как он прогревается, то есть вот это, это стартовое состояние, потом по мере того, как он прогревается, синие частицы, это частицы по преимуществу содержащие в себе летучие, соответственно, их объем уменьшается, и постепенно мы переходим в состояние, когда у нас поверхностные слои кластера полностью освобождаются от летучих. Ну и рядом показано несколько кадров, это как бы если мы смотрим из мазри кластера, из приповерхностных слоев наружу, ну и тут видно, что при перестройке этого порового пространства, связанной с сублимацией летучих, мы не просто изменяется размер, ну и постепенно вот приходим в такую ситуацию, когда пора, которая была изначально закрыта, она открывается к внешнему пространству, то есть это тоже, в общем, достаточно важный момент. Рост, который проводилось в моделировании, что можно, собственно, вырастить, вот эти модели, о которых мы сейчас с вами говорим, они работают вот примерно до порядка десятков сантиметров, может быть, метры. Здесь важно то, что вот на самом, от самого маленького, да, от нанометрового, по мере того, как эти частицы сталкиваются, образуют кластеры все большего размера, при столкновении часть порового пространства, естественно, перестраивается, да, то есть эти вот пористые структуры обладают таким свойством, которое инженеры называют сверхпластичность, да, то есть когда при столкновении происходит закрытие пор, это сверхпластичное деформирование, вот. Но часть частиц сохраняет свои поры, то есть таким образом мы можем, даже вот для таких вот очень больших достаточно кластеров, да, даже для таких, мы имеем объект, который сохраняет поры на, вот, иерархические поры, от, по сути дела, нанометровых размеров, да, пор, до уже таких макросравнимых с размерами самих частиц. Что касается большего размера, да, то есть, допустим, что будет, если они когда-нибудь уже метр и больше, там при столкновении уже работает, ну, вот, примерно как у нас снежные вот эти вот комья, да, когда мы снежную бабу строим, да, вот здесь уже другие немножко механизмы, инерция слишком большая, при столкновении будет в основном происходить уже деформирование вот этих крупных пор, вот. Вот тот самый мостик к нашей теме, нашего совещания. Значит, в химической технологии у нас с вами присутствует такое понятие, как пористые катализаторы, адсорбенты, ну, и носители вещества. Вот если мы посмотрим вот на эту картинку, да, то становится очевидно, что вот то, что мы получаем при моделировании этих пористых кластеров, оно, в общем, на самом деле достаточно похоже. Причем размер пор тоже вот от 40 нанометров, да, начинается до, там, вот, это конкретно вот для этого я имею в виду. Вот. И так как у нас поровое пространство, в общем-то, изменяется, я говорил, что те, которые были закрыты, они могут открываться, то, в принципе, вот все вот эти этапы, которые в химической технологии описывают работу пористых катализаторов, все эти этапы, в общем, как нам кажется, вполне могут быть реализуемы вот при, так сказать, при эволюции твердотельных компонентов в портопланетном диске. Что касается самих органических веществ и предорганических веществ в портопланетных дисках, об этом нам с вами сегодня уже много говорили, да, то есть вот здесь это, сам запрос органика в портопланетных дисках в библиотечную систему дает больше ста ссылок прямо вот сразу сходу, да, то есть это вот 21-го года для разных дисков приведены диски и вещества, которые в них зафиксированы. Ну и последнее, это вот 24-го года, это совсем свежая статья для одного диска, но тоже вот широкий спектр вот этих вот достаточно сложных соединений. Вот. Ну и к каким мы можем выводам прийти? К выводам мы можем прийти к таким, что, если коротко, да, то что, в общем, то, что мы получаем при моделировании эволюции твердотельных компонентов, вот эти пылевые кластеры, користые, да, они вполне могут служить и носителями вещества, то есть переносить летучие из более холодных, более горячих зоны, да, и, естественно, могут, как нам кажется, могут быть еще и катализаторами протекания каких-то образований более сложных соединений во внутреннем коровом пространстве. Благодарю за внимание. Это у нас опубликовано в одной из статей, в ней, в которой... А, частично опубликовано. Потому что вот, что меня заинтересовало, это соединение мелкомасштабных элементов в крупные. Нет, это... Но не на примере ваших пор, а на примере солнечных ран. Я так подумал, что в принципе может быть похожим, похожим просто. Так, вопросы. Есть какие-нибудь вопросы здесь? Замечания? Выступления? Вопросы? Да, пожалуйста. Поскольку временами работали в университете Казареса, я знаю. Мы с вами даже переписывались одно время. Вот мне в целом ваш этот доклад очень понравился, но я там сразу бы заметил одну интересную особенность. Вы там сказали по поводу внутренней структуры циолитов. Ну, циолиты, да. Я тогда сформулирую этот вопрос. Вот все, что делалось вокруг меня по синтезу циолитов, они вот никогда вот этим даже близким способом не делались. Они делались так, что были некоторые заготовочки циолитов, а дальше некими такими гидротермальными методами... Ну, как рост, да, как кипение. За счет кипения... Там высокие давления, там это вообще супер-пуперная, огромная наука. И она там создавалась. Поэтому вот лучше... Нет, 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 это я скажу, я могу и вычеркнуть, это несложно. Я скажу, почему я... Здесь не вопрос получения циолитов путем вот такого роста, ни в коем случае. Я говорю, что циолиты используются в катализе. И внешняя структура, вернее, внутренняя, как раз наоборот, внутренняя структура топологически похожа на то, что мы получаем... Нет, они иерархические. Циолиты как раз очень иерархические. Это просто англомные атласы этих циолитов, самых разных, начиная с стандартного, но якобы из СМ5-го, и заканчивая другими альфабетами и прочими структурами. Это фигуровые, что это атласы... Ну, у меня есть один из спортов. На этом кончим. Есть ли еще вопросы? Время позднее. Я так понимаю, что всем тяжело. Завтра будет тоже веселый день. И тоже будет много интересного. Поэтому на сегодня давайте сокращаемся. Я не вижу желающих, которые бы хотели выступать. Общая дискуссия большая завтра, а сегодня больше пока нет. Дискуссия была все время. Сейчас вопрос был из интернета. Дело в том, что я не занимаюсь катализом, поэтому мне было... Я просто не могу проверить это практически. Можно продолжить вопрос? Спасибо, отверстие за доклад. Я думаю. Вы меня слышите? Да-да-да, слышу. Спасибо еще раз за доклад. Аналогия с катализаторами. Повторю, вопрос более чем уместно. Вопрос по поводу ее проверки практически означает, что состав пыль известен. В принципе, да. Да, и можно как бы сравнивать свойства катализаторов и фрактальную размерность, и ацепционную способность, и удельную поверхность для какого-то образования, полученного, может быть, не обязательно. У нас же есть метод получения, как сказать, снизу вверх нанотехнологий, сверху вниз. Да, вы идете как бы снизу вверх. Это не типичный, это не технологичный прием, как отметил предыдущий оратор для катализаторов. Но он как бы теоретически имеет право на существование. Сборка такая возможна. А вот проверка, составы разные, да. Селькогель – это основа для катализаторов, покрытых или нанесенных катализаторов. А здесь новая основа, пылевая основа, она же, состав ее известен. Согласен. Ну, такие оценки я пока еще не проводил, но это... Это гипотеза, которая как бы предлагается сообществу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за вопрос. Спасибо. Коллеги, в интернете еще вопросы есть? До завтра. До завтра. Все, спасибо за внимание. Большое спасибо. Так, все, коллеги, на сегодня заканчиваем. Всем спасибо. 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 Пока. ota. ve a Спасибо.